все так для тех кто смотрит в записи это первая часть попытки прохождения xcom 2 поддерживать и пожалуйста привет здравствуйте здравствуйте в больнице поздравили операцию твои стримы вместо анестезии спасибо да поправляйся анестезия это конечно я помню меня тоже кололи и в больнице был вай-фай что приятно было или мобильный интернет до 3g там было я стримы смотрел тоже значит еще раз привет всем кто смотрит в записи знакомимся с xcom 2 только что буквально вчера завершилась попытка прохождения xcom enemy within на сложности 4 с галками и записи есть сектопод конечно дал жару много эмоций нам подарила прошлая трансляция но вся она по сути была такой подготовкой к второй части мы проиграли спойлер внимание и землю собственно захватили пришельцы ну как захватили они судя по всему пытаются то ли нас ассимилировать то ли управляет ну короче будем разбираться мы с вами будем заниматься партизанской войной у нас в меньшинстве надо будет летать выполнять диверсионные операции в общем сейчас мы с вами пройдем быстренько обучение к сожалению нельзя пройти на уровне сложности легенды но скорее всего после того как пройдем обучалочку там и базовые всякие темы и немножко сюжета перейдем к легенде но скорее всего без айрон мэна на первое прохождение поехали а пока не забыл бсп подготовил кастомизированных персонажей пару десятков около того там не только имена фамилии никнеймы но и внешность у многих очень похожи так что по ходу игры мы будем встречать до боли знакомые лица и это будет просто без по отдельное спасибо за такой подгон я уже краем глаза посмотрел на некоторых персонажей просто в восторге и поехали 20 лет прошло объединение великое примирение коллица адвента промежуток для человечества 12 новой генотерапии клиники открываются в различных городах до конца нового года клиники генной терапии открываются для нас что-то клиники генной терапии открываются для нас что-то операции в новой фасиле в Парисе, вероятно, остаются неэффективными в соответствии с неопроводной интрузой на вечер нашей любимой церкви говорится к нам субтитры снизу я не буду читать харизматичный товарищ, кажется, это эфириал, да? элдерс, старейшины ха, приемтив арест, нормально, демократия процветает попы нормальные у них я про девушку в последние поиски лс 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 Козлина Мне уже пришел, тебе не нравится Сигнал получился Гейкрашер Отлично Нравится мне эта игра уже Очень Миграфон, кстати, лица, анимация отличная просто Зируэлл Зируэлл Но инопланетяне все равно проникли в структуру Потому что я проиграл в прошлый раз Короче, идем, проходим обучалку Я уже пробегал, тут базовым темам Учат, не будем Тут про укрытие рассказывают Про то, что полуукрытие 20-ка Полное укрытие с ракет И это, кстати, очень хорошо Тут еще ход кейс сохранены Поэтому Будет Будет Удобно Добл тайм Тоже говорил В первую часть Некоторые товарищи Так Скейминг поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Микен Да Смотри, чтобы не перегрелся комп Говорят, игра плохо оптимизирована Да, это правда Ждем твоих эмоций и мнений об игре Уверен, тебе понравится Хотя после 1000 плюс попыток на Айренме Я не думаю, тебе будет легко играть PS Сектопот сегодня не снился Нет, нет, не снился Сектопот Я смирился Большинство заданий отряд Поначалу замаскированы Вы можете воспользоваться этим Устроив засаду Помните, что весь этот ряд Потеряет маскировку Если кто-то будет обнаружен Значит, вот рейндж есть, собственно Где сбиваются Ну, где Начинают видеть вас И Подходим пока поближе Вообще, действительно, игра только вышла И такое часто бывает с новыми играми Что она не оптимизирована Но некоторые настройки я понизил С высоких Ну, то есть, высокий по умолчанию Фильтрацию сделал пониже И вертикальную синхронизацию, конечно же, выключил Потому что она до сих пор Как опция Мне не совсем понятна С точки зрения Просадки по FPS А визуально все Практически так же Так, это пошла диверсия у нас Так, красный у них явно За главного Так, у нас 5 кп Полукавр Полукрытие Так, негр с нами А я знаю Что произойдет с негром И вот Главное, меня Периодически начинают Обвинять в расизме Да? Но Как бы игра Даже во второй части Сохраняет Такие каноны Такие типичные На самом деле То есть Вам дают двух бойцов Девчонку и негра Как вы думаете Кто умрет? Вот Вот просто Как бы вопрос на миллион Нажмите Enter Или кнопки действия Чтобы А стрелять ты уже хочешь? 68 67 66 68, конечно же Доезжишь Все? Ааа То есть Мы еще так Хальц Их трое Смотрим Что 200 Терять матеров Массокировка Любой солдат Атакует Убивает дверь Он покидает зону Ружей Подтвердить Про фланги Рассказывают Окей Сюда? Не-не-не-не-не Сюда не надо Давай лучше с фланга Вот сюда вот подойдем Ну смотри Сюда можно подойти Этого с фланга Сразу убьем У того нормальных каверов Не будет Я не хочу туда идти Слышишь? Ладно Это обучение Не делать нечего Неправильно нас учат Тактики Нельзя говорить Да я в курсе Я же как-то проходил Эту обучалку Правильно? Огонь! Смачно Так Остались еще Какие-то запчасти На На месте Держись! Воу А в прошлый раз Умер Подчеркивание Подчеркивание Поддержал ваш канал На сумму 500 рублей Михаил Спасибо за серию Стримов Попчем Удачи Командер Блин Я считаю Это несправедливо Просто Несправедливо Понятно Флангуем Вот так вот А в прошлый раз У меня умер негр А ты не хочешь Пострелять? Нет? Ну вот я уже Жму на огонь Нет? Атакованный Сланга А ты мне подсказку Хочешь дать сначала Я понял У слона Говорит Тоже баба умерла Ну вот Ёшки матрешки Че нам так не везет Это конечно вопрос вкуса Но вы понимаете Что Бах Со снайперкой А это Вроде как Наш советник Из прошлой части Локи 7 Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Теперь я правильно Говорю Икскон Хотя уже поздно Спасибо Локи Так А это раньше Были одни людьми А сейчас Гибриды Да? Мы все Слышали Румы Я просто Не думала Это правда Никто Ни не хотели Но мы Мы решили Что мы Смотрим Сегодня Я Промешу Это Будет Смешить Но Озвучка Классная Так Похоже Прикрыть Левый фланг Сюда Десант Будет Окей Я Вчера Запустил Прошел Но что-то Уже Подзабыл Солдаты Режимы наблюдения Сделать Одинничный А Выбровоч Изин Наблюдение Может на русский Переходить Кстати По текстам А то Овервочи Ханкердауны Всякие Примежали Нет Верните Икс Чо По русски Написал Да Такое Не зафиксить Да Паш Собираем Что осталось Видимо Ходы Видите Там было Три Сейчас Единичка Прицел Улучшает Это улучшение Повысит меткость Любого оружия На которое Оно будет Я так и хотел Скоп поисследовать Задело Труп Сразу же Еще Работаем Так Негра Аааа Девчонка Жда Я Одну девчонку С другой Перепутал Да Короче Не беспокойтесь Негр тоже умрет Все нормально А вот и Десант Подъехал Мне кажется Надо играть Чуть погромче Сделать Овервотч О, в смысле Наблюдение Да нет На овер Овер, овер У обычных Значит троечка У этих шестерочков По хп Так и что вы А, ты хочешь за другое укрытие Посмотри Флангануть можно человека Ааа О, я промахиваюсь еще 49, 48 Не, лучше конечно По мелкому По нему По крайней мере Его можно Типа еще убить Ааа Нельзя поэтому, да Да, давайте Постреляем по офицеру Который Которого мы В любом случае Не убьем 0% крит 6 хитов Максимум урон 5 Ну давай, негр Как так? Не удалось Надо было Меня слушать Так, подходим Тут дверь И взлом Так, взлом Попробовать обойти Систему Все солдаты Способны Зламывать Некоторые компьютеры Запертые двери Другие объекты Чтобы продолжить Проложить себе путь И получить Временные бонусы Да, тут есть Какие-то опции При взломе Открыть дверь 100% Выбор награды За злом Солдат немедленно Получает маскировку Солдат получает Неуязвимость К следующим Двум атакам Неуязвимость? Но шанс открыть 6,2% Понятно, что Да, у этого написано Центр Это точно наш Адъютант Из прошлой части Просто 20 лет прошло Вот у него и Появились морщинки Шрамы Непропитый голос Я располнил Так, солдаты способны Выносить С поля боя Убитых Ох, мы часто будем Это использовать Я чувствую Истекающих кровью Или потерявших Сознание Товарищей Троечку делаем Переноска юнита Да, вот это я И отожрал себя У девушки Которая нас Дистанционно поддерживает Какой-то очень Нервный голос Психованный Слегка Не попадешь Я же говорил Негр умрет Ну ладно Так, надо валить, ребят Нам подсказывают Куда нужно Куда нужно валить Собственно Раз Есть гренка Бросок осколочный Брось осколочную Чтобы стенку снять Бросаем Эй, я же Слишком рано Я гранату выбрал Я должен был По скрипту ее выбрать Только после Подсказки Ну это хорошо На самом деле Что можно будет Трупы брать с собой Ну, в смысле Не трупы А живых людей Так хотя бы Можно как-то Поспасать, наверное И бегает он Достаточно Далеко Даже несмотря На дополнительный вес Вытаскивай Вытаскивай Негра Смешная шутка Они прямо behind us Они прямо behind us Надо было Из зоны эвакуации Выберите Иконку вызвать Рейнджер Или нажмите П В указанную зону Конечно Хоткей Хоткей Это наше все Запоминаем П П Надо ассоциацию какую-то Придумать П Когда все плохо Да, эвакуация Поехали Опустить юнита Может Не, не будем бросать Своих Беги Да Попадание промахи Тоже по скрипту Отряд Находящийся в зоне Эвакуации Может задействовать Соответствующая Способность Покинуть Эвакуация Троечек Поехали Графон Пью Пью Хорошо, ладно У нас опять Автоматическое оружие У них опять лучевое В общем Беда Какая-то Не понял Да, это было В ролике Заставка Трофея Да, как раз Мне матрица Что это поднимает Но, как она находится Сейчас Мы риск Устанавливаем Покинуть Если мы не Начнем Проседу Проседу Мы готовы Хорошо Поехали Поехали Было Как будто Вчера Чувствуете Хэвик Убегает Корабль Такой После Очень Хорошо Хорош Вы Если Или Поехали Как клады удаляет нет что-то что-то какой-то имплантант из меня вы так вытаскивают а а а а а а минус шестнадцатого снайпера ваншот файл стабилизинг да да мы вернулись но это были мы на спасли да да сейчас будем вновь пытаться спасти человечество а зубы у нас в в в в в в в Я потерял много хороших солдат, смотря на тебя в последние годы. Примерно умерла над надпись, что ты еще был там. Я действовал на интелл, как быстро я получил слово. Не знаю, что ты вспомнил, но... Много меня изменилось. Я сделал то, что я могла, но последние 20 лет... Я был тяжелым без тебя. Ты чувствуешь, что ты собираешься. Шен у меня архив, который работает на твоей терминале. В любом случае, я пойду, когда ты готовишься. Есть какие-то вещи, которые ты должен знать. Он будет лучше объяснять их, чем я. Это очень хорошо, тебя вернули, командир. Да... Вот это была, насколько я понимаю, обучалка. И сейчас самое время ливнуть... Ливнуть и поставить другой уровень сложности. А как мне ливнуть-то? Где главный минет? Меня отправляют в исследовательский... А, вебка, хромакей, сейчас. Ну, солнце село, сейчас, секундочку. Я одну штуку сделаю. Хоп, пригнулись. Хоп. И все. А, нет, еще нет. Обучение пару миссий. А стоит их проходить или можно заново? Еще не вся, не конец, хорошо. Так, один день исследования скоупа. Оружение. Оружение. Мы ее... Здоровье 4, мобильность 12, метка 65, воля 40. Такой... Ну, низкая воля, но среднячок, короче говоря. Персонажи, конечно, рейнджеры, но с дробашом. Зачем ей меч, конечно, если у нее есть дробаш. Но бывает. Выглядит, конечно, круто. Солдат. Классно. Солдат получил новое звание. Джейн Келли. Выпад. Атака мечом любого противника в пределах дальности перемещения. О-о-о. Окей. О-о. Я слышал, Джейн. Когда мы получим то, ты в первую позицию. Освенчиво. Удороженчиво. Проводозимое, detect. О-о. Командир. Дай мне секунду. Продолжение эшелон-протокол. Освенчиво. Освенчиво. О-о. Я хотел сказать, что это было немного... ...церемониво. Но у нас есть что-то. Хибридный конвертер магнитного поля Выследили конвой, готовятся атаковать Короче, достать нужно штуку Чтобы база заработала как надо Сейчас все будет А вот и наши герои Револьвер, товарищ Арстоцка и Тей Ну, конечно, Келли, она квестовая Но револьвер у нас негр, хорошо Арстоцка с красным автоматом И Тей с любимым оранжевым цветом Рыженькая Ах, БСП постарался Наши первые три новобранца Их еще штук двадцать впереди Револьвер, конечно, получился, на мой взгляд, лучше всего Особенно в профиль Красавчик Музыка тоже воодушевляет Давайте я еще музыку погромче сделаю У вас нормальная музыка на трансляции звуки? Просто я себе погромче Если надо, я и вам добавлю Биографию на стрим А я... Игру погромче несколько, вообще, изи Готово Так, ну историю мы пока посмотреть не можем, к сожалению Вот Не зайти почему-то в... Хотя вряд ли должно быть... А, вот, пожалуйста Граната Описание не вижу Снять предметы Револьвер хорош Товарищ Артстоцка Музыка воодушевляет Послушайте просто Полетели Полетели Да, давайте в опциях сложность поменяем Не будем Музыка не очень пафосная А, как... А, что... Мы тут землю спасаем Пафосная Ты хотел какого-нибудь легкого, там... Так, непринужденного джаза, например Или что Так, окей Изменить настройки Игра Не вижу где Поставить Не вижу где Это обучение еще не изменить Итак Это наша цель Стабилизировать Преобра... Что? Нестабильная штука Стабилизировать Преобразователь Мощности Адвента Уничтожить врагов Стабилизировать штуку Надо подобраться Достаточно близко Останавливаться в укрытии Пока не выберут Ситуации Ага Ох, как они далеко И видят только досюда, да? Где там... А даже не показано До куда они видят Волки воют Ну работаем Раз обучалка Чего? Какие проблемы? Побежали Гренко Есть Это револьвер У нас побежал Первым Арцтоцка Товарищ Делимся 2-2 Александра Маринина Так и есть Паспортные данные Прописка И Джейн Келли Скриптовая Постараемся От нее избавиться Тут не просто Уже будет Спасибо за спойлеры Так, что мы видим Пока ничего Пока ничего Давай на полхода Наверное, да? Хреново Не нравится мне здесь уже Так Фулл кавер Фулл кавер И АК поддержал Ваш канал На сумму 500 рублей Михаил Здравствуйте Жители Арстатски Выражают вам Свою безграничную Благодарность За вашу Вчерашнюю Трансляцию С великолепным Финалом Вы произвели На свет Флагман Движения За каком С нетерпением Ждем новых драм В борьбе С подлыми Пришельцами За качество Контент Опа Офицеры Кажется Более Эффективным Прежде чем Начать атаку И сбросить маскировку Переведите солдат Прижим наблюдения Чтобы Понятно Так Дерево Это у нас Фулкавер Это уже хорошо Мне надо переводить Пацанов справа Инфа соточкам Чтобы Так Сюда тоже можно С этого угла Посмотрим А я не уверен Что я добегу На этот ход Ну в смысле Что они не будут Ладно Давай пару Уверовочек Вдруг они не туда Бы пошли Не пошли сюда Блин Надо было Сейчас же уйдут гады Не не успеют Как куда огонь Кто же знал Товарищ Арстоска Уже как бы Подгорело Подгорело Реально Я не знал Что по таким штукам Нельзя бегать Меткость у нее не снизилась Как посмотреть Характеризм Хотя нет Это опции Другие Ёшки матрешки Что же я натворил Ладно Давай полуукрытие Здесь Более удачных мест Вроде как И не найти Извините Извините Не беги уже Овервочек Пошли Надеюсь Я сейчас Или пострелять 68-67 Ну давай попробуем Овервочек Когда сработает Есть минус один Ну Так Обнаружение Овервочек Пошли Блин Как пафосно Классно Револлер Тра-та-та Минус три хита На Еще кто-нибудь Пацаны Давайте 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 Там третий Овервочек А нет Короче Горянка Сюда Нужна Не стрелять Рейнджеры Могут Начинать Атаку Просто Наведя Курсор Движения На цель И выбрав Направление В рукопашную Да не хочу Я в рукопашную Слушайте Тут У меня уже ранены И я пожалуй Слушайте А тут нужно Каждому по киллсу Мне стоит Использовать Блокнотик свой Блядь На всякий случай Во-первых У нас Кажется Револьвер Получил Ладно Значит Да Говорят Прикольно А там Сразу Показывают Повышение Ясно Так Пределы дальности Перемещения Кстати А вот так Вот выпад Сможем сделать 85 88 Ничего себе О нет А Objective in range Хорошо Я думал Я спулил Еще пак Хоп Блин Не добил Блин Не согрелись Крутон и поддержал Ваш канал На сумму Сторогу Наведи На них В углу Там Характеристики Если на оружие Там Бонус Это жесть Пошла Короче Мы теряем Бойцов Не надо было Так делать Конечно Потому что Сейчас мы Теряем Штурмаша И еще Два Выстрела Не будут С очень Хорошей Вероятностью Я без Укрытий Стою Нормально Начали Дичь какая-то Да нет Я просто не должен был Бежать И у меня Четвертого Овервотча Не было Револьвер Паникует В общем Все как Старые Добрые Времена Ну окей Я понял Изменить Сложность На легенду Пожалуйста Так Изменить Конечно Изменить И Можно Пожалуйста Загрузить Начал Этой Эмиссии Ага Я все понял Я принцип Понял Все нормально Поедем дальше Давайте Четвертый Максимальный Сложность Пониже Кому Сложность Пониже Все В порядке Сложность Повыше Блин Это Не та Загрузка Можно Начало Миссии Прям Начало Ага Это лучше Так Смотрим Сложность Действительно Изменилась Сложность В процессе Игры Не позволит Вам получить Некоторые Достижения Конечно Аааа Ачивок Некоторых Не будет Капец Как же Я буду Жить Там Так Ладно Я тут Подгорел К сожалению Как миссию Заново Начать Господи Последняя Загрузка Давайте Сюда Баба Горит Уже Неправильно Так Короче Я все Понял Первые Двое Вторые Двое Первых Двоих На фул Надо Добегать До них Прятаться И Да что ж Ну хотя в принципе Это Как там Мы не горим Еще Не горим Ну отлично Теперь На всякий случай Меняем Сложность Сохраняемся Да есть Ж И подходим Итак Нам необходимо Занять позицию Таким образом Чтобы Кстати Я не уверен Что Я на этот ход Не с пули Подходим Потихонечку Видим Там говорят Что при старте Другие условия Будут Короче Выйти в главный меню И ачивки И Так Легенда Значит Субтитры Да Режим Терминатор Пока нет С вашего позволения Не буду И кстати Надо Я могу Я могу Перенести Перенести Веб В другую сторону Чтобы не перекрывать Патроны Без режима Терминатора Начинаем Первое прохождение Будет По крайней мере Сейвом Опа Это уже другая миссия Управляйте рейнджером Щелкайте противника Рукопашно Ликвидируйте все силы Заложите заряд Икс 4 у памятника Диверсию памятника Адвентом Капец Я тату не прошел На более Простом уровне Сложностей Вебка просто выше Ну Вебка будет вот так Вот так до стоять Это не очень круто Блин Миша не спеши Все нормально Пропустил часть сюжета Так мне в чатике написали Что начинай заново Я и начал Так Во-первых У нас 4 хита Ооо Команда новая Браток Беса Михаил Мирчук И БСП Ааа Как бы посмотреть На ваши лица Там А как же сюжет А как же Думать Прежде чем в чатике Писать Давай заново На Айрон Мэне Нет Сюжета не будет В двух словах Кто-нибудь из специалистов Расскажет Что там было Фален, подчеркивание, и темплар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, в этой игре, если ты вышел из скрытного режима, то покип у лица, как только ты их увидишь. Я понял. Так, что-то мне подсказывает, что в лопате не самый удачный вариант. Тут есть фулл кавер, фулл кавер. Здесь тоже, конечно, есть. Но почему-то мне кажется, что я, если пойду прямо, слишком много внимания привлеку. Давайте попробуем взять чуть левее. Браток побежал. Браток, кстати, тоже похож очень. Я смотрел, ага. Эта миссия не ограничена по количеству ходов, поэтому можно будет аккуратно... Интересно, как они ходят. Тихо. Так, БСП пошел. А, мирные тоже тебя спалить могут. Вот это подстава. Бобер с российским флагом. Черт, а сейчас реально мирные. Если они пойдут вниз, они могут меня увидеть. Ну что, с Богом посмотрим. Ходят по дороге, да? Вверх-вверх. Вперед-назад. Ну, то есть... Надо было фиксировать клеточки. Черт, тут фулл каверов нет. Здесь меня не увидят. Ни эти, ни этим. Укрытие хорошее. Не хочу под полу вставать. Ладно, допустим, раз, допустим, два, да? Окей, давай попробуем. Попробуем. Менес-1-5, ты близко к церкви. Уже там? Тихо. Кубай, живай. Аркада пошла. Это я зря. Блин, полуукрытие, это, конечно, трешачок. Сюда я зря полез, второй пак с пулю. Надо сначала с первым разобраться. Пусть даже это будет полуукрытие, но, блин. Ладно. Может, гренки вообще начать? Главное, чтоб сейчас не спалили. Вроде не должны, я за углом. Черт. Да, жалко, что третий, четвертый снизу находятся. Ой, как у него хп-то много, это сектует. Биам поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, ранения тут долгие, по 40-50 дней. Учьте. И еще, зажать среднюю кнопку мыши, режим отдаления. И еще, в режиме маскировки тебя обнаружат, если сделаешь рывок или обойдут с фланга. Надеюсь, это не спойлеры. Это капец. Во-первых, меня в следующий раз палят, судя по тому, как я стою. Я предлагаю сюда гренку закинуть на первую троицу. Поставить пацанов на Овервотч и дальних. Шкода Беско докинет издалека. Докинет. Ну просто ей лучше кидать, а не... Тихо, 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 тихо. Командор. Да. На связи по трирах седьмого круга. Альтера Штамп. От имени всей расы рептилоидов, иллюминатов, круг выражает вам благодарность за весомый вклад в борьбу с агрессором из темной галактики. Можете рассчитывать на поддержку. И помните, только мы идем с миром и демократией. А почему умер? Ой, хорошо, Овервотч сработал оттуда. Краса, нет. Одного минус, второй жив. О, хорошо, ребята, молодцы. Так, первый пак минус. Повышение, повышение. Окей, но там сектоид и этот офицер. Ох, ёппер СТ. Вот этого надо, наверное, пробовать фланговать. И сектоид. Эй. Так, полное укрытие. Нет! А, метка. Ясно. Что значит метка? Его будут атаковать? Или по нему точность выше? И ход, в общем. Там полуукрытие у этого, блин. Но мне везет, промах. Это не должен успеть. Хотя нет, он увидит. Держись! Вот я лакер, а. Этих фланговать можно будет. Правда, там сектоид дикий. О-о-о-о-о-о-о-о. Что? Сколько хп? Это какие-то неправильные инсектоиды. Капец. Так. Так. Ай, твою ж дивизию. Ты спырил три пака на легендарке. В смысле, они сразу пулятся. Так, ну ладно. У этого пушки нет, на самом деле. Может быть, он как зомбарь. Может, ему подходить надо, типа. Но самое безопасное мне сейчас, наверное, все-таки вот этого товарища обходить. Этими пытаться срывком эвакуироваться. Ну, то есть, отступать таким образом, чтобы, да. И сейчас два в один пытаться офицера минусовать. Но офицер-то тоже не лыком щит. Щит. Есть только одно полное укрытие. Насколько рейндж гранатки, понятным. Окей. Допустим, сюда. Этот бобер побежит. Нет, бобер побежит сюда. Бобер побежит сюда. Будет достреливать этого. Ты побежишь все-таки за... За полуукрытие. А что же делать там? Ладно, поехали. Там овервочи вроде нет. БСП подбегает. Кидает. Кидает гренку. Жалко гранату, конечно. А укрытие не снеслось. Три хита сняли, и толку как бы не так много. Попасть по нему будет сложноватым. Метка на бобре стоит. А что значит метка на бобре там? Короче, 46, 45, 35 по правому. Но правый значительно опаснее. Здесь надо, скорее всего, валить. Валить только вопрос, отстреливаясь или нет. С одной стороны мы... Надо от этих двух дальних как минимум отойти. То есть можно вот сюда под полу кавер и пострелять по тому. А, 15% шанс попадания по себе. 51, 45. Так, пока не стреляй. 78. А, это пси-зомби. Видите, он без пушки стоит. Он будет просто идти вперед. 59, 58, 27. Да, и тебе тоже надо валить. Вопрос только куда. Куда-куда? Подальше. По крайней мере, сверху надо... Нет, давай сюда тоже. Не понял. У этого овер был? Какой невнимательный. А, и ты еще отсюда видишь, видишь. 54. Ну, ближнего пробуем. 53%. Огонь! 51%. Огонь! О, попадает что ли? По анимации вижу. Доедешь! Ау! Это Беска. Беска справилась. Так, здесь гренку, естественно, не стоит пока тратить. Ну, блин. 35. 35. Твою ж медь. Надо пытаться. Вон фланганет следующий ход. Поехали. 35. Да, хрена сдавай. Ну, все, с богом. Подлагивает. Ладно, не попал. Эти подходят, но будут стрелять полуукрытия, скорее всего. А, вот так вот даже, по метким. Падает. Ой, промах нет. Машина горит. Ой, машина горит. Сектоит. Не фланг, но опасно. Что это? Что? Что? Беса уходит. Отстреливается. Какая жесть. Так, мне нужно срочно, срочно. Сколько ходят зомби? 3, 4, 5, 6. 12 ходов. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стоит даже 8 клеток. Так. Так. Ребятушки. Бобер каким-то чудом жив. Тут мы товарища без укрытия убиваем. На изичах. Машина вроде бы уже взорвалась. Я хочу сделать так, чтобы был кавер и этого упыряющего убить. Надеюсь, там четвертого пока нет. Короче, пробегаю к нему сзади. БСП-шечка пробегает. Стреляет. 81. И крит 40. Давай, БСП. Еее. С критом на 7. Ты по-французски говоришь? Парлей вы француз? Не-не-не-не. Так. Далее. Бобер тоже свободен. В теории может подойти халпануть. А. В теории он сюда подходит. И бьет этого с фланга. Бобер! Давай! Кого видишь? Есть фланг. 66, правда. Давай. Я верю в победу. Да ё-моё! Нос похож, кстати. Мой нос. Патроны заканчиваются тем временем. Тут зомбарь бежит. Бежит он быстро. Сектоид еще. Бесса паникует. Блин. Я предлагаю за фулл кавер отступать куда-то сюда. Чтобы и зомбарь не подошел. И было попроще. Хотя можно просто метнуться кабанчиком. Куда-нибудь за сектоиды его флангануть. Чтобы у нас... Ну, здесь нет нормальных укрытий. Хотя у него и пушек-то нет, в общем-то. Да, давайте я... Стоп, стоп, стоп. Погоди, погоди, погоди. Да и дальше там, в принципе, кроме вот этого укрытия, ни черта нет. Хотя я отсюда-то достану. Может, ханкер сделать? Ханкера здесь нет. Можно гренку кинуть. Да, толку от гренки сейчас. Так, первое утверждение. Мне нужно подальше от зомбаря. Зомбарь бегает шустро. Добежит, соответственно, быстро. Добежать может только сейчас до... Хотя вот до Арсотки может добежать. Может, отступить не сильно и пострелять все-таки по нему. Я подозреваю, что нужно сектоида мочить. Этот струки должен хорошо бить, но не факт, что успеет. Могу вообще на дурку попробовать... Нет, тут не будет фланга. Что я могу, что я могу, что я могу, что я могу. Но я могу кинуть гренку. Подойти, например, сюда и кинуть гранату. Но это фланг практически гарантированный. Я могу попытаться... О, господи. Сектоид, говорит, отстреливается. Блин. Я думаю, что самое безопасное это отступить на полхода и попытаться... Ну, отступить, например, к Беске, да? И поотстреливаться от этого товарища. Но, блин, мне фулл кавер нужен. Зачем мне... Ну, встань вот так вот. Ну, хорошо, ладно, поехали. До него достанут, правда. Но браток своих не бросает. 76. Крит нулевой. По этим 45-26. Ох, давай 76. Хрен с тобой. Да ладно! Попал на 5, но не убил. Твою ж... Ладно, с богом, пацаны. Машина взрывается. Вау! Столько фейлов, я чувствую, будет в этой игре. Первая миссия уже как бы объясняет. Не попадешь! А-а-а! Промах! Держитесь, пацаны, держитесь. Сектоид выбрал другую цель, кажется. Овервотч, отлично. Нет! Нет! БСП, нет! У-у-у-у-у-у-у! Тут так анимация сработала, как будто он попадает. Так, главное, чтобы с зомбарей не сделал ничего плохого. Ты не дойдешь. Но он дойдет, он дойдет, он дойдет. Посмотрим, что... Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. У тебя перехотелось. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Бобер Бесс, а там Овервотч. Ходить нельзя. Могу кинуть Гренку. Гренка достанет только по одному. Бесска уйдет за фулл кавер, да? Овервотч может среаг... Ну, это скорее всего не будет Овервотча. Но мне нужно сюда пробежать. Поехали, надеюсь не будет. Да, Овервотча не достается и кто это... Так, так. Миша, я должен убивать ближнего, потому что двигаться не могу. Вот этот на Овервотче. Соответственно, мне нужно кидать Гренку в этого товарища, убивая Укрытие. Подставляя его под Бессу. Миша, держись! Бобер! Три хита пола Укрытия осталось у этого Барсука. И это значит, что Бесске будет крайне сложно попасть. 50-50. Ай... Ну давай! Нет. И там паника. Все, и ход. Да, фланг. Это фланг. Это фланг, это гуф. Я держусь, но ранение... Ничего себе! Мишган, нет! Сейчас зомбарь. Зомбарь не должен подойти. Если БСП придет в себя, то мы еще можем подержаться. Зомбаря можно сейчас гуфнуть, но, наверное... Стоять! Нет! Нет! Да как ты? Спринтер! Капец! Короче, зомбарей нужно в первую очередь мочить. Они что-то очень быстрые. Паника спадает. Блин. Ну вот и что мне делать. Так, бобер пошел. 82 стреляем. Убиваем. Мой нос! Реально мой нос! Один в один. Еще минус один. Кода должна бежать, отстреливать зомбаря при этом еще и вставать как-то за кавер в идеале. БСП живой. Флангануть теоретически может, если увидит. Надо попробовать в любом случае. Но он видит одного. Тут вроде как одна и та же линия. 66. Давай, БСП. Блин! Второй раз мажет на 66. Так, какая вероятность? 85. Атакой стреляй. Есть. Убили зомбаря. Остался один плюс сектоид. Два сверхбитых пацана. У меня один мертвый. Я, конечно, бы сделал реп. Но посмотрим до конца. Попробуем пройти. Сектоид вообще плотный. Посмотрите, что он опять поднимает, что ли? Что это? Да, он зомбаря поднял, кажется. Реанимация. Нифига себе, он на такой дистанции это делает. Перезарядка. Так, мне тоже нужно перезаряжаться. Ханкер, кстати, есть. Перезарядка пошла. Перезарядка пошла. Перезарядка поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, ты же видел и считал. Зомби ходит на 8 клеток. Я в курсе, да. Почему не посчитал? Потому что все равно нужно было. Передвинуть, брат, а правее паникера и зомби бы уже не дошел. А так получается, что ты аккуратно 8 клеток дал ему подойти. Я не гаду. Погревач. Стоп, перезарядка полхода занимает всего? Это прикольно. Постреляем тогда. Надо было и бэски, наверное, пострелять. Не, фланговать надо тоже. То есть обходить. Так, перестреливаться тоже это аркадкам. Зомби идет. Overwatch срабатывает. Классно, конечно, сделан Overwatch. Стреляют наши лейминги. Как лейминги. Паник опять, да? Под контролем? Это ничего. Первая миссия диктоид берет под контроль. Очень интересно. Хорош. Короче, надо убивать быстро всех, кроме сектоида. Рискованно. Рискованно. Полуукрытие мне не нравится, и то, что я здесь... Короче, вот так вот я отступил лучше. Нарывки. Да так бы я все равно подставлялся под бэск. Класс. Есть предложение сразу зайти к сектоиду. Если мне позволят. Просто брать и сразу заходить. Обойти два отряда. Ну, я отдаю, сержант. Окей. Попробуем еще разок. В следующий раз сектоида первым засадовали. Ну, я тоже об этом думал. Задание заняло. Главное к нему подобраться. Там же слева мирный. Два пака к нему как раз вот... Ну, надо обойти, да. Задание не на время, поэтому... Ходов на подготовку... Ходы на подготовку у нас есть. Так, сектоид где-то здесь. Ух ты, а тут еще... Несколько ярусов есть. Интересно, а с высоты-то нормально будет пострелять? Далековато. Ну, подпулить можно. Далековато подпулить. Ладно, поехали сначала сюда. Попробую справа обойти. Видим врага уже. Пойдут наверх, налево. Сектоид больше всего проблем доставляет. То есть сначала сектоид, потом офицер, вот это вот, который метку на 15 к точности кидает. Ну и плюс у него хп побольше. А потом вот все эти лемминги, которые с обычными пушками, они... не такие жесткие... не такие жесткие. Так... Так, так, так... Окей, поехали. Тут пара позиций неплохих есть. Но я ж хочу сектоидом убить. К нему еще хрен подойдешь, я думаю. Хотя вот... Вопрос, куда они пойдут дальше. Ну, ты... Роллин. Хорошо. Я вас вижу, шпуша. Там же минировать надо, а не валить. Ликвидировать всех врагов задач. Слева наверху там текст. А вот это немножко хуже. Во-первых, их зона поп... Нечас поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша. Бойся пришельца. Ненавид пришельца. Убей пришельца. Блин. Чабачком дальше. На грани, е-мое. Ну, вроде не видят. Пара хороших укрытий еще есть. На грани, на грани. Так, он прыгает. Опасно, блин. Идем. Все, спокойно. Учитывая то, что этот пак так далеко зашел, я думаю, мне тут, во-первых, укрытия топовые. Ой, меня видят уже, да? Поэтому я начну. А начну я с грены и также трех овервотчем. Лучше всего... Так, а БСП докинет? Да, БСП будет на овервотче стоять. Раз. Миша докинет. Я хочу ближними. И что же, не докинет овервотч. Значит... Шкода на овере. А браток кидает гренку. Работаем, ребят. Отличная сектоида, да? Так, один сразу умирает. Повышение заработал. И понеслась. Они видят. Разбегаются. Тут же срабатывает оверв. Минус один. По второму мимо. Минус второй. Так, вот теперь внимательным. Так. Это наша задача, да? Может, меня не заметили? Так, здесь стоим хорошо. В общем-то... Мирные бегают. Вот, черт возьми. То ли... И я один ход... Посмотрю, кто бежит ко мне. Тут, наверное, вот так вот сделаем каверы, чтобы все четверо стреляли на овере. И ждем. Не, не спулил я вроде, да? Но звук-то есть. Нет. Короче, можно действовать дальше по стелсу. Не спулил народ. Мне в чате писали, что как только ты пак первый пулишь, то все, до свидания. Звук отсюда. Подходим. А вот и наши клиенты. А, они пулятся сразу после того, как мы их видим. Я понял. Ну, хорошо. Так проще, чем сразу с тремя паками воевать. Правильно ведь? Итак, ты за угол сразу же. Есть три овервоча. И оптимист поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Как знал. Коммент 3634. А как ты видишь? Ссылка на гугл док с описанием фич. Никаких спойлеров. Также ссылка о том. Можешь посмотреть после очередного глуха. Но так-то мы верим. Секта кодов же пока нет. Все мажут на овервоче. Все мажут! Там мне уже меточка стоит. А он будет стрелять. Машина горит. Мотоцикл, точнее. Подходит второй. И на три хита ранения сразу. Короче. Нужно подходить. Да нет! Только не паникуй! Капец! Это ж... Так. Тут на двух Гренко хорошо заходит. И делать это может только Шкода. Да как? Откуда? Почему я не вижу боеготовность? Уже в третий раз, блин, ее не вижу. Да, Гренко зайдет только по двум дальним. Наверное, так правильно все-таки. Открывает гранату! Бобер! Бобер! Я не хочу влево подходить. Могу спулить. Отсюда-то я постреляю. Да я отсюда, в общем-то, постреляю. Но мне позиция не нравится. Учитывая то, что он мне флангует. Кого видим? 48, 46. Я понимаю, что... Того, типа, лучше убить после Гренки, но... Это значительно опаснее. Надо было по офицеру пытаться стрелять. Но он его не видел, этого офицера. Сюда не подойти взорвется. Я понял, надо паки аккуратненько поп... Кстати, может быть, сюда все-таки. Ну, я попробую. Надеюсь, не с пулей там никого. Вижу только одного дальнего. А, нет, трех вижу. И этот без укрытия. Вот как надо было действовать. Попади, 65. Есть. СР-минус. Не ругайся, МБСП. Ну, все, и ход. Это фланг. Как мне везет. Дальний не сможет подойти по флангу. Он еще горит. Блин! Два серьезных ранения. Паника снята у братка. Так, БСК, скорее всего, сюда. И есть страховочные гранаты, если что. Поехали. Восемьдесят четыре. Семьдесят шесть. Восемьдесят четыре по ближайшему. Остался дальний, который подгорает. Повышение у БСК. Так, есть страховка из гранаты. Но я хочу, во-первых, проверить угол. Надо было посмотреть, меняется ли... Не, вроде не меняется. Постреляем разными самыми... Тут за фулл хавер ухажем. Отсюда стреляем 47. Хорошо. Так, минус второй пак. Осталось самое интересное. Два ранения, перезарядки должны идти. Он сам говорит, умрет не над гранатом. Окей, он сгорит. Перезаряжаемся. Сейчас аккуратно. С тремя овервочами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уже идет. Капец, я без укрытия. Нужны сразу гранаты. Отсюда я Гренку, скорее всего, не докину. Проверяем. Докину. Отлично. Переходим сразу за фулл кавер. Кидаем Гренку в него и в укрытие. Сейчас фулл ДПС просто по этому бобру. Михаил Мерчук кидает гранату. Три хита, укрытие цело. Оно и не взрывалось в прошлый раз. Надо запомнить подобного рода каверы. Они прям топовые. Беска за фулл укрытие. Скорее всего... Точность печальная. 26-25. Ну, по крайней мере, ездить будет побезопаснее. БСП. Подходить сюда опасно. Но чисто в теории мы можем Гренкой разрушить второй. Но мне Гренка все равно так сильно не нужна. Или за полу укрытие подойти им. Укрытие рискованно. Ну, так тебя флангану не сможет он в следующий ход. Не может, а фланганет. Не факт. Он может же начать там зомбарей поднимать и прочую ересь. Ну, так тебе будет тот еще стрелять. Да, ладно, давай. БСП побежал. Не убираются эти укрытия, увы. Накидаю гранату. Потому что, ну, один хит, а все равно. Какая разница? Я еще три хита снимаю. У него остается четыре. Соответственно, всего хитов у него десять, как подсказывает Кэп. Есть небольшая вероятность, что Беса его... По нему попадет. 26 процентов. Беска, давай, маленькое чудо! Проба. Увы. Ой, браток, браток, браток. Может, подставить его под ханкер? Он может тоже попасть, конечно. 26. Да давай. Матрис поддержал ваш канал на сумму сорок рублей. Привет, Миша. Авервач из стилса делается без штрафов, а дальнейшие Авервачи уже идут со штрафами и на начальных уровнях очень часто промахиваются. ПС в дальнейшем 90 процентов миссий на время равно. Удачи курящим снайперам. Контроль или паника? Дезориентация. Посмотрим, что это за статус. Надо там... Так, ну... Надо дажать эти 4 хита. Нет, 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 нет! очень атмосферным теория сектоида флангую подставляю под это бессом что укрытия нет дезориентация точность два раза снижается так предварительно ладно надо спасать ну так вообще надо спасать но я не готов бэск подходит угол не важен вообще то есть что там было 50 что здесь 50 есть убили сектоида что-то из него упала патроны закончились давайте овервотч сделаем чтобы если фланг то мы хоть постреляли бы с больше вероятность болей ну вроде попала в ногу ну все это фланг ну хорошо две попытки на первую миссию но на максимальном уровне сложности нормально базовые вещи базовые вещи исправим и все дезориентация еще скорость перемещения уменьшает как вы видите очень сильно причем значительно я отдаюсь и попробуем попробуем несколько по-другому действовать частности на втором паке переместимся в правый угол для того чтобы не спулить раньше времени сектоиды и чтобы у нас была возможность там такая конструкция с фулл кавером где-то клеток на 4 на 4 и можно ее использовать как обход с фланга с двух сторон такой у меня план поехали оптимист тебе написал хенты он говорил об этом но я не пойду сейчас туда читать я во первых не хочу до того как я скорее прочитаю после трансляции они во время я поиграть хочу они почитать и самостоятельно хочу хотя бы базу понять но хенты в любом случае пригодятся они пригождались в первой части но не во время стрима давай уже убивай меня первый пак уходит вообще легко учитывая то что штрафа новую ручь нет это из гренки с первой сразу разоплотняешь а вот дальше сложнее там и офицер составе поехали третья попытка в так ну чё пак пулим потом краешком краешком наверх туда-сюда 1 а контрол да из настройках есть горячая клавиша что типа контрол зажимаешь и можешь показывать куда бежать особенно важно когда ну когда есть некая зона в которой ты ну точно не должен никак попасть чтобы не начать сражение раньше времени это наша первая цель 1 и я вот про эту штуку говорил 1 1 1 3 4 нельзя никаких ранений в идеале конечно и уж тем более смертей мне нужно звание мне нужны офицеры и надо как то еще определиться с сейвами то есть например миссию то есть риа только если ты там теряешь какое-то количество офицерского состава более пока мы не спулили хотя может быть они им спориться следующими так давай-ка лучше туда же лежит добежим ли не добежим ли ой да ладно такого не было это косяк пацаны нет 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 а может они никогда и не пулиться если так короче тут беда как вы видите беда в том что я флангуюсь двигаться не могу гренкой так ты точно овер прикольно в прошлый раз они в другое место пошли туда туда опасно надеюсь в один ход удастся расстрелять мне кажется второй пак с пулем ой сразу минус 2 интересно как это получается тебя не видно изи так главное сейчас второй пак постараться быстро не спулить а он сразу пулиться понятно об овервотч еще отлично два дополнительных овервотча пять сразу по офицеру хорош там два хита осталось ё-моё так главное сектоидов не олел я за фулл каверами стою вроде все нормально этот подходит скотина ой за полу укрытием метку поставил он четко выбирает бойца который у которого меньше всего защиты грамотная сволочь это под не 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 нет три хита бсп живи сейчас еще один выстрел прилетит нет 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 ругается машина горит кстати зря он туда сел мне не горит машину итак во первых я не хочу пулить сектоида это раз я хочу убить офицера как можно быстрее это два тут скорее всего гренка пойдет это три этого флангануть мы к сожалению не можем потому что такой вот трехколесный мотоцикл стоит ну в общем то перестреливаться конечно же можно да там и в ручь уже нет можно самом деле кинуть в этого гренку нужно интересно метка снимается если убить офицера или она остается на энное количество ходов сейчас проверим повышение кажется метка удалилась это хорошо а теперь внимание вопрос каким образом нам убить вот этого до того как он обойдет нас можно конечно на овере его поймать можно конечно третью гренку кинуть но что-то жирновато в плане гранат побежали раз видим двоих пятьдесят шесть сорок шесть дистанция бобер также видит двоих пятьдесят за фулл кавер может уйти и в теории потом сможет обойти надо давай так сорок шесть только поэтому я думаю бсп должен гренку кидать в ребят только не из-за этой позиции что ж ты не прошел то за фулл кавер там тороплюсь пацаны тороплюсь это грязь конечно уже тут лучше овер хотя пофиг хотя не не пофиг овер а ты стреляй 46 это я хорош михаил так есть взрыв на следующий ход есть овервотч уходят овервотч срабатывает давай давай под зад ему под зад под зад под зад а промах отступил там все кто это же не ругайся и и укрытия сразу взрывы там мощные ну с одним я думаю можно поперестреливаться поехали двадцать пять раз да да а вот артстотский лучше ближе не подходить может имело смысл даже на в ханкер сесть наверное я пойду уже обходить остальными ой даже я блин да пойду сюда уже тут овер а если враг убежит к другому паку он приведет его к тебе и сам придет нифига себе а офигеть грамотным овервотч 1 там все кто это нажим и я понял тебя это и а а и и и и Я это что, вообще уже погрузился? Еноктимист поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Во время стрима читать не хочешь. Понимаю. Но потрать 30 секунд узнать то, что было еще до релиза рассказано. Например, пока миссия грузится, как раз хватит. Я могу этого флангануть, но это будет полуукрытием. Но учитывая то, что сектоид, самое главное это... Ну, короче, надо пробовать, я думаю. Как-то сокращать дистанцию и отстреливать кого можно. Братком, скорее всего, куда-то сюда за фулл кавер уйдем. Ближе, нет нормальных мест. Но Шкоду я что-то подставлять не хочу, если честно. Может поханкерить пока? Время потянуть. Братком, например, сюда. Ну, он же пси-атаками будет всякими шмалять. Можно вообще бежать хорошенечко, так. Или сюда плюс ханкер. Ага. Да, давай вот сначала сюда, для начала. Видишь, да? Нет, никого не видишь. Так это практически то, что нужно. Но он не видит, скорее всего, из-за двойного укрытия этой машины. Перейдет сюда, увидит. Ладно, всяко лучше. Не, не видит, отлично. Тогда точно ханкердаун. Даже, может быть, имеет смысл отступить от Вижена Сектой, для того, чтобы он не панику ничего не сделал. А Вижена все равно... Нет, Вижена нет. И Овервоч, например. Давай. Я хочу, чтобы мои два пацана справа вот в обош... Тихо! Тихо! Откуда вы знали? Ты не видишь никого. А, он зомбаря поднимает. Да, Сектоид жесткий, конечно. Ни в какое сравнение вообще не идет с... Жизнь и Х2. Можно флангануть Сектоидом, на самом деле. Почти что тремя, кстати. Может быть, и дастся. Интересно, если убить Сектоида, то... Короче, возвращаюсь сюда Шкодой. Стреляю раз. Может просто зомбарь упасть. Он же поддерживает его. 66. 66. С криком. Давай, 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 Беска, попади! Блин, нет. Я понял. Тут хорошо флангуем. Лучше и за фулл кавером. Это Мовервотч. Ничего, мне повезет. Окей, Гугл. Да, ё-моё! Да вы и будете попадать-то 65-69. Да, уже заканчивается. И вот здесь вроде надо Сектоида убивать, а вроде надо и этого убивать. И вроде зомби еще подходит. Я офигею, дорогая редакция. Че делать-то? Сначала надо этого убить. Или все-таки поэтому... Блин, нет. Этот опасней. Играй. Есть! Остался Сектоид, зомби и этот. И обычный. Зомбарь 8 клеток. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вроде не успевает. Я... А, пофиг лучше с полуукрытием. Ща попробуем пострелять по Сектоиду с Крита, со спины. 67. Бобер, давай, Бобер! Критуй! Хорош! Пять хитов, правда, всего. Крит слабенький. Эх, Мишган, Мишган. Половину хитов сняли. Он перегруппировается. Что? Паника? Паника или контроль? Паника. Постреляй по нему! Или по зомби. Не, не хочет. Ох, тут подходит. Не попади. Да твою ж медь. Я, значит, по нему без укрытия не попадаю. Миша, не туда, не то. Все не то, Миша. Стреляй, постреляй, постреляй. Давай, 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 убей его! Ай, ты взгляди. Сейчас зомбарь пойдет. Не дойдет, но это беда. Мне надо быстро подводить Беску, пытаться этого сзади. Зомби вроде не успевает на второй ход, да? Не успевает. Ох, а вот до Мишгана он дойдет. Тут надо, наверное, снова, типа, типа вот так вот, как... Нет, не так. Наверное, за полуукрытия придется встать. Но это уже меньше приоритет. Самое главное, конечно, Беской сиктоида порубить. Попытаться. Зомби не дойдет, тут будет... Давай, поехала. Последний выстрел. Видимо. 67. 67. Прошу тебя, очень прошу. А-а-а-а! Понял. Поехали. 74. Доедешь. Так, ну у нас проблема... Проблема с тем, что... БСП один хит. Зомби добежит до Михаила. Убить в один ход... Сиктоида я не смогу. Но надо бежать к сиктоидам. А нет, это фланг, это фланг. Он же шаг сделать на эту клетку. Давай, убей его! Убей, попади, убей, Миш! Хорош! Йес! Значит, послушай один, когда наводишь на клетку. У всех пришельцев, которых ты оттуда увидишь, появляется... Йес! Красный прицел 2. Можно прокладывать, как именно бежать. Держится ТРЛ, указывай путь из любого количества опорных точек. Так, что угрозы есть, и немного времени, прежде чем ответы, и срочно установить заряды. Короче, нужно срочно поставить заряды, взять лут. Ну, это была такая битва, капец. Два ранения. Какие-то вообще попадания... Дичайшие. Так, надо сейчас еще эвакуироваться быстро, да? Давай, подходим. Перезарядка. Отходим, перезарядка. Я не знаю, что... Кажется, они должны сюда подкрепление вызвать. Так, Мишган пусть закладывает заряд. А, нет, это трофеи. Ядро Лерия. Ценный артефакт служит с точки зрения. Наверное, не для всего известного вооружения. Создавать экспериментальные виды. И кэш данных. Странные накопители. Окей. Так, и закладка X4. Давай. Надо было подстричься мне. Так, эвакуироваться сейчас. А, все? Ха! Ну, первую миссию с третьего раза. Учитывая то, что игра новая, новые противники, я считаю, это неплохо. Два ранения, это хреново, конечно. Девять пришельцев. Солдат ранено двое. Солдат потеряно ноль. Оценка. Отлично. Работаем. Процент попадания 50. Средний урон за атаку 4,5. Больше всего урона БСП, браток. Ой, в смысле, больше всего атак, браток. Под огнем БСП, 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 герой. Средний бонус укрытия 26,5. То есть, чаще всего я находился между средним и, ну, короче, в укрытии, да. Возвращаемся на базу. Класс! Сейчас повышения будут еще. И ранения. Новые новобранцы. Поблик, вебку. Ребят, стоит вебку влево, по-моему, двигать? Вам нужны вообще количество патронов? Серьезное ранение. В строю, в строю. Ох, смотрите, они пришли и сразу... А-а-а, еле дошли. Ладно, давайте я попробую реальную вебку просто убрать вот сюда вот и отзеркалить ее. Будет то же самое, только по-другому. Так-так-так-так-так-так, отразить по горизонтали. Не так. Сейчас подрежем кое-что. Раз. С этой стороны двуаз. Норм? Привыкайте, я с другой стороны выйду. Повышение 4 штуки получили, браток. Похож, да? Смотрите. Хэвик? Да. Гранатометчики специалисты по тяжелому вооружению обеспечивают нашим силам огневую поддержку. Хэвик, ранение. И такой трехствольный крупнокалиберный пулемет. Рядовой Павел, браток Кузнецов. Новая способность, выстрел гранатой. Дальше. Да? Меткость 62, здоровье 2, 30 дней ранения. Папандос. БСП тоже мотает головой. Посмотрите. БСП кто? Рейнджер. Штурм. Похож. Правда, побрелся перед операцией. Спасибо еще раз БСП за кастомизированных персонажей. Еще мы... И дробовик, конечно же, да. Новая способность выпад. Атака мечом львого противника в пределах. 24 дня отдыхает. Бесса. По прозвищу Шкода. Снайпер. Классная винтовка. И пистолетик. Револьверовского типа. Общий вид. Вы можете вести. Сразу общий вид дает. В поле зрения союзникам. Если между ними и вами нет никаких... 75 меткость, ну хотя наверное стандартная десяточка, и есть у нас первый снайпер, Бесса это в честь кота, кот там лежит, вон есть смайлик даже, у нее глаза еще тоже такие огненные, вся на черные, и бобер, Михаил Мерчук, что саппорт что ли? Кто это? О, у меня есть такое дома, Валькира, 550-я прошка, специалист, операторы наиболее сложного оборудования, боевых дронов, вести огонь и оказывать медицинскую помощь, рядовой Михаил Бобер Мерчук, протокол помощи, протокол помощи, приказать гремлину, это гремлин, двигаться к дружесктной цели, это обеспечить ей дополнительную защиту до начала смерти, следующего хода, ё-моё, если задействовать способность протокол помощи первым действием, ход не закончится, поскольку эффект возникает незамедлительный, можно воспользоваться для защиты от ответного огня противника, о, против овероочи защищаться, улучшенные модели гремлинов эффективнее увеличивают защиту, метка 68, воля 52, продолжаем, исследование, прочитаю последний донат, сори, так я читал вроде, сейчас, секундочку, гремлин, еще может взломать компы на расстоянии, ё-моё, сейчас, секунду, почему не зачитался он, значит, слушай, когда наводишь на клетку всех пришельцев, которые туда увидишь, является маленький красный прицел, можно прокладывать, как бежать, держи контрол, любого, ага, в точке файла, дальше всем, всем пони, спасибо, ну что, давайте что-нибудь, что у нас есть, у нас есть три трупа, труп солдата, адвентура, труп сектоида, кэш данных, содержит огромное количество информации о планах, выставить большие цены, что за масс защиты потребуется немало времени, или, я думаю, рановато, хотя... давайте сектоида попробуем вскрыть. Расшифровка кэша, недавно мы обнаружили кэш данных пришельцев, могу бросить свою команду на их расшифровку, больший объем цены информации, мне говорят, что... Да я почитаю биографию, хватит спамить в чате про биографию, я же не дошел еще туда, господи! Занудый! 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 алиэн стейсис и а девайс имплантит directly in your occipital look had i access to the equipment available to me during my tenure and advent i would already know the precise nature of its function however given time and your approval of course команды i assure you i will find out which brings to light and additional point но аспекты this facility are in this is a mess of the doctor of value in us and pro clips of the support personnel and resources to me i could substantially improve the speed of all the resources так показать ученых ученых пока нет новое исследование модульное оружие гибридный материал ну это классика вообще то есть это scope это armor биотехнологии не знаю может быть ну это может быть захват и и прочее а вот расшифровка очень долго я предлагаю начать классический со скопом в инженерном отсеке о able to cover you know what ok reworked your repulsors with some of the parts i salvage from their old engine should fix that stabilisation problem you had Поехали, Ровер, это будет работа. Командер! Убирая нашу технику говорить о них сложно, чем ты думаешь. Лилишен, chief engineer, в службе. Вы, наверное, ждете моего папа. И все, что произошло, я думаю, Central не сказал тебе. Он ушел. Поехали. Папа дал все, что он должен был у нас так далеко. Этот весь корабль, это его работа. Я знаю, что он бы любил показать тебе вокруг этого места. Он много говорится о тебе. Вы можете быть уверен, что я готова закончить то, что он начался. Может быть, нет. Но я здесь, я могу фабрировать практически все, что ты делаешь. И с немножечко помощи. Ну, ты удивляешься, что я могу сделать. Это было удовольствие наконец встретиться. Командер. Так, показать инженеров список тоже пока пуст. Показать инвентарь, кэш данных, трупы-трупы, ядро Эллерия. Строительство отсеков. Участливаем. Ооооо. Участливаем инженеры на консультации, кэш данных. Показать инвентарь. Но мы нужны больше инженеров, чтобы открыть место для строительства. Показать инвентарь. Показать инвентарь. Не хватает. Построить лабы. Построить мастерскую. Сторогни 24. Реле питания. К каждому отсеку на борту мстителя потребуется питание для поддержания способностей. Увеличивает общую. Дополнительную расширить. Три энергии. Так, стоп. Давайте с интерфейсом. 6,12. У нас 175 баксов. Досход плюс 150. Есть... то есть мы пока не можем сделать требуется вакансии требуется инженер это надо из из персонала что ли их набирать секундочку так ну производстве стандартные практически вещи единственное что дымовая граната идет отдельным материалом в отдельной штукой есть аптечка за 35 дымовая светошумовая не заориентирует врагов очень большом радиусе снижу серьезно снижая надо пробовать на самом деле всем все что есть и дым и светошум конкретных цифр и пока нет тем более надо пробовать но линжей что вооружение у нас мемориал вербовать и бойцы самый интересный пошло бойцы сергей бурдуков серьезное ранение 24 дня будет отдыхать где писание интересно уволить может поставь школу партизанов а персонажи а вот он ну давайте почитаем лидер повстанческого движения закокон надежный охранник границ арцтовский финансовый директор о дивините так поймут не все конечно браток павел кузнецов тоже ранение тяж 30 дней чит чит так а можно было кстати не перри не выходить бесса мяу 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 понятно михаил уже почти восемь лет бобру бобру это видимо какая-то аббревиатура ведет бобру против инопланетных захватчиков мастерски оценивает ситуацию и фейли вооружен винтовкой фыва 30 не любит мед не боится мутонов давайте возьмем на следующую миссию еще парочку новых тем более нас два о мантич и пух мантич и пух мантич о мантич похож тоже мантич самый непрофессиональный боец x-ком имеет положительную динамику предпочитает перемещаться перекатами и пух персональный тренер бонича жмет 200 тонн от груди 250 если рядом к ксеноморф хорошо так ладно той пух лысый еще такой вообще классно ну что это разработчики писали мы переписались просто с ними до попросили сделать специальных персонажей они как бы добавили там около 500 разных пользователей с гудгейма включая администрацию в общем спасибо бсп там еще а вот чтобы интрига осталась вот когда дойдем до персонажей будет еще алиса еще я в курсе так что по вербовке о посмотрите поми можно вербовать сергей родионов ветеран звездного ремесла конечно же в его отряде лохов нет мечтает прокатить мутона в багажнике ой блин чувствую вот ветеран звездного ветеран звездного ремесла конечно же хорошо так как ну дойдем дойдем люди будут умирать будем поми вербовать хорошо жилой отсек здесь пусто чем там школу офицеров то за сможем запилить 150 материалов я накупил всякой лажи теперь уже ничего сделать не могу ну что в штаб поехали наверное архивы проекта x-com исторический анализ пропаганды проанализировать текущие пропагандистские кампании аналитики пришли к некоторым выводам пришелся дотачивать свои силе на следующих направлениях привлечения максимального количества людей в городских центрах создание атмосферы недоверия затем чтобы жители доносили друг на друга формирование мнения что во всех бедах виноват так называемые диссиденты отказ традиционных систем с ценностей в пользу клонения старейшинам башня сети адвента башня сети также представляет собой центр пси сети пришельцев смотря на то что жители городских центров давно привыкли к ее виду практически никто не знает для чего она предназначена на что стану способным там производится координация миротворческих сер сил адвентом публичная история в июле пятнадцатого года ой я помню этот июль несколько политиков числа сторонников переговоров со старейшинами предложили создать коалиционное правительство ныне известное как адвент а на каком месяце мы закончили это был кажется это был как раз июль или что-то какой-то летний наверное месяц все-таки несмотря на изначальную враждебность по отношению к мирным гостям из космоса они с радостью приняли перспективу совместного существования а уже февраль был или в декабре хотя объединенные военные силы земли были практически стерты с лица или земли старейшины поддержали пакта всеобщем объединение под эгидой адвента последующие 20 лет адвент верой и правдой служил человечеству создав атмосферу мира и благополучие но это публичная история история проекта x-com вот это интереснее проект x-com изначально задуманный для защиты земли от непредвиденных угроз начал феромара формироваться на тайных заседаниях в 93 году продозрительно хотя ранее обсуждение касались только теоретических основ обороны от неизвестного противника страны совета договорились о немедленном начале подготовки в течение двух десятилетий проект находился в замороженном состоянии а кадровые дела вела полномочный представитель совета феврале пятнадцатого года были обнаружены крупные неопознанные объекты медленно приближающиеся к земле 10 февраля проект x-com вступил в активную фазу состоялись назначение на ключевые позиции меньше чем через два месяца боевые действия между пришельцами и силами земли превратили руины большую часть развитого мира то есть мы типа в два месяца сыграли и все понятненько мемориал в кают компании отведено большое количество под мемориал павшим бойцам будем посещать изменения солдат это столкнулись новобранцы меню оружейные можно вербовать материалы получены но придется нанимать новых если меньше четырех глобус в режиме доступность третическая информация всей планете местоположение штаба контакты места возможно проведение операции расследования сканирование выбрать на глобусе контакт или . для расследования используется строение сенсора мстителя что про сканировать местность сейчас мы тогда пойдем выбор задания куда направиться как провести в точке назначения какие задания выполнить первую очередь когда появится задание с ограничением по срокам вы увидите сообщение в остальное время выбор контактов расследований и заданий остается на ваше усмотрение каюта шефа шеф из каюта шефа вы можете получать доступ к полному отчету об экипаже и отсеках мстителя выбрав пункт состояния задачи задачи полный перечень актуальных архив xcom отчеты строительства спецсок свободного забитые обломки необходимо расчистить расчистить задействовать прилегающих предметы инженерные зря я купил конечно так много всего был наверно штампанует либо лабу либо школу офицеров ох ты ж ёжик сколько здесь всего несколько разных классов давайте прочитаем специалисты используя трофеи оставшиеся отношения достигла невероятных успехов робототехник разработав институт дроны гремлин оснащены наступательным вооружением так и средством медицинской помощи однако в любом случае эффективность определяется умением оператора снайпер ага специализация будет разная окей хорошо штаб штаб не штаб модульное оружие 5 дней инженерный исследовательский а наверное globe нужно дайте сюда да 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 Спасибо Слухи от сопротивления Брошенная колония Шеф нам удалось достичь определенных успехов И участники сопротивления из региона Новая Арктика прислали отчеты Об активности врага, которые могут заинтересовать На расследование Четыре дня, награды новобранц Понятно Типа еще нужно потратить Четыре дня на сканирование В этом секторе находятся Остатки недостроенного поселения Адвента Которое было заброшено еще до завершения проекта Мы смогли обнаружить поблизости Ответственных за саботаж партизан сопротивления Приличные встречи Они выразили желание вступить в ряды О, Гусев, что там? Маринина Дмитрий Михайлов Четыре человека Женечка, нефанда Евгения Гусева Артстоцка Тей, Александра Маринина И Дмитрий Михайлов Это же Димка Димка Герой новосиба Герой первых экскомовских войн Его прическа Офигеть Ожидает приказов вооружейной Смотрите Смотрите Артстоцка И Женька По прическе похоже Точно Так Нам удалось достичь определенных Успехов И участники сопротивления Представляют что-то об активности Могут заинтересовать Материалы Окей Ладно, ничего Сейчас Дмитрия Михайлова Прочитаем историю Секунду Мне любопытно просто Так Бойцы Фух Я возьму на следующем месте Дмитрия Михайлова Точно Вот он Со шрамимый такой О-о-о-о Персонажи Начал свою карьеру В далеком 94-м году Как рядовой Солдат Как просто рядовой Отряда XCOM Благодаря своим качествам Быстро поднялся До звания полковника Отдал свою жизнь Спасая планету Впоследствии был Неоднократно клонирован Прикольно Так, ладно Я в следующую миссию Возьму Мантича И Дмитрия Михайлова Пока Короткие истории Портреты бойцов Оставшихся Мы Прибережем К другому А, у него Бессмертный еще Прозвище Тоже важный Такой Нюанс Бессмертный Что, сканем Там исследования Сейчас должны Закончиться Так, модуль Доступно Улучшение Оружия Мы Начинается А, марта Следующий Месяц Да, феврале Начинается Точно Фейл Фейл Феврале Начинается Полагаю Хорошее начало Текущими проектами Зашло очень далеко Интеграция Несколько Дополнительной стабильности Которые добивались Благодаря Этим модификациям Мы сможем Произвести Еще более Значительное Совершенство Чтобы получить Небывалую Огневую Мощь Доступно Магнитное Оружие Исследование И Доступно Улучшение Оружия Изучив Модуль Можно адаптировать Систему Под свои Задачи Устанавливать На оружие Солдат Улучшение Которые Попадутся На заданиях Магнитное Оружие 63 дня Да Ёбар С этой Да нет Лучше 5 дней Гибридные Материалы А вось Арморщик Копаем Какой-нибудь Да ты Супер Внимательный Говорит Доктор Дрейк Думаешь Так Случайный Релиз В феврале Ну да Хотя Изначально In November Вроде как Писали Его же Переносили XCOM Ах Доктор Дрейк Ах Не такой Внимательный Ооо И Исследование Идет По баблу Как все было Плохо Так и осталось Давайте Продолжаем Сканить Найдена новая цель Мы обнаружили новую цель Для партизанских операций Против Адвента Показать цель Новая Арктика Операция Бриллиантовый шлепок Разломать пульт управления В поезде Поезд Настораживает Сложность легко Награда Дмитрий Мерчук Инженер Это брата Мне Старшего Подгонят Аааа Дмитрий Мерчук Где он будет Где он Конечно За брата Это ешки Матрешки Я полетел Хотя здесь Вроде Не досканил Опа Ну что Хотя тут Вышло Нет Я хочу Убрать Алиску Пока Поставить Дмитрия Михайлова Бессмертного Бесса Снайпер Бобер У нас Специалист Ну что Тейку Оставим Или возьмем Не Я хотел взять Пока Мантича Потому что Мы читали Его историю Он подкачался Массу наврал Еще раз Историю Перед тем Как гуфаться Самый непрофессиональный Боец Икс Ком Имеет положительную Динамику Предпочитает Перемешаться Перекатами Станислав Мантич Попов Бобер Понятно Шкода Бесса Помни укола Браток Ранен Это не том Готовы? Не, не готовы Какой готовы? Мне нужен хил Мне нужны гранаты Мне нужно оснащение Поменять Медкомплект Михаилу Значит Восстанавливаю Четыре очка здоровья Так же как в прошлой части Стабилизация Есть медпакет 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 нейтрализует Огня Кислоты И яда У медпакета Всего один заряд И для применения Нужно находиться В соседней клетке Рядом с целью Окей Какая музыка Конечно Боевая Так У снайпера Другой пистолет А у него в принципе Пистолет появился Допоружие Урон 2-3 Пистолет в руках Опытного снайпера Не просто запасное оружие В отличие от снайперской Винтовки Для выставки Из пистолет требуется Только одно действие Снайперы могут изучать Различные способности Повышающие эффективность Этого оружия Ну и конечно же Снайперская винтовка Урон 4-6 Размер магазина 3 Шанс Скрита десятка Выстрелы снайперской Винтовки требуют Два действия На ближней дистанции Попасть с винтовки Сложнее Используйте улучшения Добытые в боях Чтобы повысить Эффективность Снайперской винтовки Я полагаю Что снайперу Тоже нужно брать Какую-нибудь Тему Скорее Меткомплект Ей нужно брать Потому что Он как раз Резервный Она не сможет Докидывать гранаты В любом случае Поэтому давайте Медикит возьмем У Межгана Ему как саппорту Даем дым А вот Беске даем Медикит При этом Так Браток Лечится Мантич пока С стандартным званием Я полагаю Что нужно Все-таки Гранатку Хотя бы одну Оставить Револьвер Тоже хорош Давайте Светошумовую Я попробую Протестить Не зря Купил Правильно Светошумовая Граната Не наносит урон Но Ошламляет Дезориентирует Противника В пределах Большого радиуса Не действует На союзников Кстати Что немаловажно То есть Когда Происходит Полная жесть Сокращение Дистанции И прочее Светошумовую Можно кидать В самую гущу И к своим И чужим И не бояться За последствия Радиус 8 А у этой Трешечка Дистанция Правда Светошумовой 8 А не 10 А нет Дистанция 12 А у этой Какая Да Светошумовая Еще дальше На 2 клетки Кидается Прикольно Хорошо Жень Смотри Дмитрий Михайлов Это Мантич Это Я Я Далее Вот Такого Штука Летающего Прикинь Беска И сейчас Мы летим На задание Где Наградой Будет Дмитрий Мерчук Специалист Тоже Его типа Ну что Поехали Раз Два Три Да У нас всего Два спеца К сожалению Они 4 Как было бы Если бы не получили Ранение Посмотри Улучшение Оружия Попал я Я не увидел Где смотреть Улучшение Оружия Это будет А я могу Вернуться Назад Изин Второй дубль Улучшение Оружия Нет доступных Улучшений Для винтовки Снайперской Может быть Это только Только для винтовки Нет У тебя его нет Так а зачем Писали Улучшение Оружия Так ну давайте Тогда Так оружие Граидани Ты такой Невнимательный Так пошли Фивы Фива Раз Оружие Граидани Это Два Лучшее Оружие Это Три Улучшение Оружия Забыл Забыл Да Четыре Понеслась Привет Экспертам И мы Полетели На задание Прикольно Как Какие-то Товарищи Дают совет Не играя В игру В принципе Ай Отвлекает Красавцы Начинаем Задание Так Операция Бриллиантовая Шлепок Разломать Терминал Поезд Адвента Ликвидируйте Всех врагов Добыть Файл Данные Сенсоров Из Сети Адвента Мы Мы в Пекин Летим Локи 7 Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Локи Привет 3600 зрителей Откуда Михаил А вы тут Фывы Размахивайте А надо Чтобы Порядок Был А то Расслабились Чего-то Совсем Ладно Сейчас Будет Так Будет Что Будет Что Будет Приди Точка Доступа Зачем Территорию Будем Сопротивлением Отряд Замаскирован Ой Отключение Это миссия На время Это раз 8 ходов Мы видим Медлить Не стоит Но Мы не на Эронмене Проходим Поэтому Скорее всего Сейвы Это будут Поэтому Лучше Внимательнее Конечно Действовать Итак Лемминги Многоуважаемые У нас Идут Вперед Что-то Мне кажется Что Не стоит Не стоит Осторожничать На первой Паре Ходов Врагов Тем более Я пока Не вижу Может быть И хорошо Что мы Сектойда Сначала Увидели Так Внимательно Тут Слева Одно Укрытие Тут Кажется Тоже Полное Укрытие Тебе уже Ноут Сделали Что-ли Прикольно Прикольно Тихо Тихо Михаил Мерчука Первому Ввести Не стоит Он Как раз Будет Саппортить Сюда Успеем Не успеем Ладно Еще Будет Ход Общевидь Не работает Но Overwatch Бывает Мне Это Мне Интересует Куда Они Пойдут Они От Меня Уходят Это Неплохо так это точно а может сюда смотри здесь тоже full cover есть это с рывком и сюда с рывком может зайти что как здорово ладно значит 1 2 поехал как как там не было там не показывались и чеки почему-то беда 21 13 процентов капец высокое укрытие общий вид дает штраф еще 14 ой блин рывок нельзя в стелс понятно это тоже полу укрытия они невысокие очень 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 плохое начало протокол помощи можно юзнуть да давайте проверим тут полу укрытие просто одного бойца загрузить и не париться да не не нет пока все не так плохо 20 защиты он типа сейчас под фулл кавером стоит бом-бом-бом вполне возможно что меняться диспозиция будет в любом случае не очень хочу стрелять короче на овер ставлю снайпером 26 или по ханкере здесь лучше я по ханкерим ходов маловато дезориентация на дмитрия михайлови ох ты какой агрессивный я его флангую не попади доедешь нормально если кто это конечно сложнее так дроид вернулся какой кулдаун кстати у него есть вообще кулдаун до один ход еще так но мы одного флангуем но мне еще к сектоиду хочется подойти в принципе мы этого флангануть можем чего раз два и все какие проблемы точность правда снижен насколько я понимаю да правда не совсем понятно из чего она складывается снайпер шкода 31 13 и она не стрельнула прошлый раз давайте попробуем выстрелы лиц 31 процент мимо мы его по-всякому флангуем на самом деле как угодно конечно хотелось бы использовать full cover но ладно давай так михайл мерчук убежал 81 поехали с критом не добит давай так 65 ё-моё хорош димка и попал и кританул красавчик сейчас надо к сектоиду повышение дмитрий михайлов получил так там мирный вроде но я не уверен что с пулю но фланг что не с пулю точнее мы его тут с фланга неплохо 67 плюс крит мантич стреляет мажет ну все теперь его ход кажется на а поднимать будет окей сюда можно гренку закинуть но хотя его дмитрий михайлов может обойти сейчас слева мой черт зомби опасен конечно опасен так нет дмитрий михайлов не может обойти дезориентирован по зомбарю точность очень хорошего снайпера но мне кажется надо было снайпер вообще подводить можно конечно просто зомби убить с очень высокой вероятностью а если он шагнет сюда да давай проверим рискуя не знаю где следующий паким вот поэтому я рисковал пять ходов у меня же еще время ограничено капец до время это пожалуй самый критичный данный момент ресурс жесть давай снайперская винтовка 69 процентов б состреляет зомби мажет грязь на зомби у меня точно ходов не хватает а мне бежать как раз к этим 2 пока ладно пять ходов не суетись сильно думаю чтобы сейчас не гуфнуться ты все равно от зомби получаешь то есть ты либо его убиваешь обходя таким образом чтобы в следующий раз с разных сторон его тогда проверим сначала бобром блин так хочется конечно сектор или убить чем под полу укрытием потенциально плохая защита но ближе подходить а дальше отходить не хочется точность значительно снизится она стреляем 79 точность стреляю попадаю на трин он плотный дмитрий михайлов немножко отходит но от зомбаря уже не спрятаться никак ничего не попишешь 58 надежда то что он убьет его 4 не убил там один хит осталось кажется мне восемь хитов да беда ой только не это так но этот все ходы потратил тут трое новых они с рывком этот может успеть стрельнуть блин да это заметил меня мантич падает сейчас будет удар от зомбарей ой мимо укрытия слез 69 37 это кто это не сектоит это офицер давай по офицеру попробуем попал убил или не мне не убил там 6 хитов него бэск сняла практически сняла офицера черт гренку туда кинуть а гренки у меня уже нет ой твою ж медь чё я сделаю там уже ничего особо не сделаем был протокол защиты наверное юзать она я попробую сектоида флангануть а тут нет фланга оказывается то есть он не шагнет за я тогда попробую этого убить 57 2 хита блин ну по-хорошему не надо было второй пак пулить и по-хорошему не надо было так начинать миссию я не знал что с пулить спак если ты на рывке бежишь ладно давай фулл кавер и зомби убьем уходов не осталось практически а там еще четыре человека ладно один раненый допустим допустим мы как-то переживаем этот ход но времени мало овервотч да ладно какой вручешь не ставил и ручка димка держись под контролем полу укрытием да сейчас метка пойдет скорее всего да как понятно там еще надо отдавать и загружаемся начала миссии кажется здесь загрузка а то время же указано 1819 да вот так вот все кто идет жесткий конечно не не те которые были раньше что-то не самое лучшее начало наверно вот здесь перед началом миссии где хардкор какой сейв это первое прохождение без сейвов я думаю будет очень долго для начала пройти и так на четвертом уровне сложности на последнем но с сейвами почему-то донат не перестал зачитываться секундочку сори что отвлекся да это перед миссии кажись поехали а может и нет не понял вот он ладно поехали не забываем про гранаты про обычные светошумовые дымы не забываем про трое в дрона этого снайпером скорее всего надо будет также пусть близко подходить чтобы не было штрафа на на общий вид и так-то не помогает не попадают людям в начале миссии сохранимся и если что будем именно эту миссию переэта самым и новая карта по-другому генерится так что-то сейв-то не работает ход кей сейчас секундочку да ладно давай тогда в ручками поехали локи 7 поддержал ваш он начнем 100 рублей проверка а можно сделать так чтобы не ломалась паш это уже раз наверно 10 такое так первые поезд раз и надо было мишки и бежать первым на поезд можно забраться кстати там полу укрытия есть дмитрий михайлов на фул и конечно же бэску подводим пока укрытия очень хорошие все фуловые и много да вот дэк вы видели что они говорят мне кажется уже надо их овервочить и гренка оттуда снимать просто нафиг лучше момента не придумаешь вижен есть только у бобра вижу на нем а наверное попробую сначала вот так бобра сюда гренку туда давай давай из-за того что да давай овервочи поехали ой ребята давайте на увере сразу мочить этого головастика раз встрепенулись оп работаем классно попадание раз а дмитрий михайлов на три урона снайпер бэса стреляет 2 по ноге мимо и третью игрок от бобра 4 изи да конечно очень решает первых вот пришельцев хрен тебе беги лучше отсюда понял вперед идет не с фланга на угол острый хотя угол не решает так учитывая то что kills нам нужен мантичу опа кто еще там идет там еще кто-то идет я слышал здесь где-то да все еще не мой ход кстати все мой так давайте агли отодвинусь посмотрел вроде не видно никого так мантич зайдет не совсем 1 на вас хорош повышение дмитрий михайлов ох ты ж ежик так двигаться сюда в принципе близко но я уверен что во первых следующий пак будет рядом ой тут сектоид стоит ничоси не-не-не-не-не-не это бак бак там нет никакого сектоида показалось единственный вот момент только учитывая то насколько все хорошо я бы один ход прислушался ничего не спали пока только полу укрытия в ближайшем опа стоп может на крыше сразу же хорошая же тема полу укрытия овервотч и тут простреленная стенка давай-ка попробуем дмитрий михайлов присмотрел местечко хорошее на крыше раз снайпером skoda туда двух я оставлю наверху вот оно как через контур вот оно как через контур пак а и 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 сейчас гренки нужно вспоминать так дмитрий михайлов видит 1 может светошумовую сразу туда можем пострелять по одному светошумовая там за день буквально буквально одного смысла в этом нет надо как-то терпеть но очень рискованно конечно здесь 65 стреляю мимо ну зря я сейчас вперед побежал тоже в чатике по прочитал типа нет ходов надо бежать пробежал на несколько клеток метку поставили на меня капец сейчас а там полу укрытищу его просто один промах очень рискую нельзя это это грубая ошибка была очень грубой ошибкой нет ходов а сейчас не будет офицера блин из-за 5 ходов но нет майкера отлично блин надо просто мочить мочить людей некоторых в чате и все за экспертное мнение правильно было оставлять овервотче хотя бы такое классное начало было а тут сэйвы ну с сэйвами да сэйвами просто раз 2 3 головой думать не надо нет нет не надо так перезарядиться или не перезарядиться нет поехали что ближе овервочу снайпера сразу только на пистоль 1 2 так у бобра света шумовая да cover full cover нет далековато он ладно поехали сейчас попроще во первых мы ожидаем их во вторых у нас товарищи которые должны быть о там даже фланг кажется есть нет не достает до фланга светошумовую до светошумовая только у тебя дым они светошумовая светошумовая только на двоих от человека который должен давай попробуем раз из ориентации ну уже кидали дезориентацию на меня это ориентировочно как раз снижение в два раза меткости в два раза мобильности б состреляет 55 снайперской винтовки по единственному у кого увидит промахивается у бобра проблемы я наверно кину дым так он обойти может 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 ханкер тогда ладно давай ханкер мантич из-за 545 наш канал на сумму 100 раз 65 цена такая светошумовая да с богом смотрим у них хорошие штрафы за светошумовой подойти сложно обойти сложно стрелять ну сейчас метку поставим да вот там я в ханкере сижу защита должна быть как фулл кавери мажет раз мне двумя пацанами сверху нужно наверное этот на овер встал ой опасно этот не был дезориентирован и поэтому так как не оверт снимать можно конечно кинуть три хода осталось его мои надо активное действие предпринимать грянки нет фланг будет там овервотч надо запускать дроида на дмитрия михайлова потому что он первым будет дроид не требует хода поэтому у нас будет еще шанс не забываем про дым который есть бобра точнее не заканчивается ход не требует хода а отсюда отсюда без укрытия будет поехали дальше надо рашить времени реально мало овервотч но нас вроде дополнительно прикрывают забегаем фланга нет даже лучше пистолет так на бобре метка мантич тоже особо сделать ничего не может дезориентация еще работает в общем то можно было бы что ты же можешь не ты не можешь ты можешь кинуть погоди если мы подойдем скажем вот так да толком надо проверять снайпером убьем не убьем этого товарища он не дезориентирован поэтому опасный убили отлично бэска снимает первого человека оскорбление далее далее несколько попроще учитывая дезориентацию и необходимость я хочу сейчас вот подойти как-то максимально закинуть дым и чтобы у меня была на следующий ход ну два хода то я добегу это не проблема мне бы этих убить а чтобы этих убить нужно с фланга заходить просто стрелять как-то не хочется пока у них есть дезориентация я еще могу сыграть более-менее агрессивно может даже дмитрием михайловым нет дмитрий михайлов будет сидеть окей тогда мантич 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 совсем побежишь хорошее спасибо нет хорошее давай фулл кавер лучше покой нам только снится сквозь кровь и пыль бобер кидает ориентировочно дым сюда но у него у самого проблемы из-за отсутствия нормального кавера и я думаю что это неправильное действие кидать сейчас дым ёшки матрешки из ориентации а стоп нам же потому что тоже овервотч такой овервотч он бы сейчас здесь подействовал так думай 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 либо ты подводишь под фулл кавер но скорее сюда чтоб тебя не обошли но не факт что там ладно давай димка стреляй поэтому 50 на 50 хорош штрихи то снял не убил но был близок в принципе ты тоже по нему можешь пострелять еще 55 давай мишган ну красавчик остался один его ход он вроде дезориентирован нет уже не дезориентирован два хода действует дебаф опасно может уже подойти вот сюда фланга нет но опасно полу укрытие нет гренки есть у них а я этого не знал не паникуем пацаны вот так вот век живи век учись подходим на фулл к нему и в сторону дмитрий михайлов делать первый стрел не указывай на меня пальцем не вас ну вы поняли в общем не культурным так шкода видят но ей нужно перезаряжаться здесь мантич бежит вперед и мы тоже нужно киллс получить 88 да 88 мантич ну хьюстон так есть еще опция что он так а можно мне пистолет включить и пострелять из пистоля увидишь ты его увидишь увидишь 31 2-3 урона нафиг знает ну попробуй твою шметь ну и сейчас выбор либо я стреляю бобром 39 межган давай я знаю что сложно нет ну все до свидания кто-то из наших чужой 82 то не попадаете ну да 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 мантич не попал мантич умер ну ну Нет, черт! Нет! Последний ход. Я побежал, Бобром. Дмитрий Михайлов. Какая перезарядка? Нет! А-а-а! Патроны... О-о-о-о-о-о... И... Беско паникует. Это капец, конечно. Жесть. Я под огонь! Дмитрий Михайлов увидел повторитель, если это улучшение установлено, добавляет небольшой шанс, что попадание мгновенно убьет цель вне зависимости от ее очков здоровья. Сумасшедшая вещь. Я провалил миссию. Я не успел добежать. Прикольно. Очень динамично, учитывая то, что сидеть нельзя. Получается классно. Так, где там 123, да? 123, где у меня там название там, господи. Быстрый лот есть? Есть. Ммм, отличное сохранение. Хороший было начало, на самом деле. Убили первый пак, достаточно быстро и хорошо спулили второй. Позиция вроде сверху тоже неплохая была. Взял сейв. Сейв, лот обузер! Неплохой сейв, я полагаю. Кхм, 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 все по скилоу. Мантич сейчас не промахнется. как же аэронмен михаил до 85 вы издеваетесь опять ладно я побежал я помню что не успеваю где-то я это уже видел промахнись мантич на этот раз он попал но это как пункте назначения судьбу не изменить дмитрий михайлов ну от тебя то я не ожидал этого ну я красота до прикольным нинтрис поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша не забывай что суппорты с гримлинами могут взламывать аэкты в том числе и объекты миссии на рейнджа можно было дроида кинуть клёво сейчас пак спульнул а вот как не пулить пак на рандоме без звуков об этом паке если бы дроида кинул может быть и не это самое плана опять сейф где там какой-нибудь то есть один два три сохранения да ну много информации надо попривыкать надо базу понять давайте эту миссию попробуем перри переиграть правда не помню где как и что но вроде здесь безопасно окей я еще без двух специалистов если хэвик был после первой миссии до штурм был попроще врагов уже увидели но не как и в прошлый раз на крыше вагоном чай так беска стоит на месте сюда хорошо стоят как в прошлый раз овер 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 гренка до дороге надо попробовать кидать просто вдруг он не спулит а даже если он спулит и ваш не убить ну по крайней мере я не видел что у меня там здоровье какой то есть поехали поехали давайте попадание троечка снайпер промах 4 очка easy и опять остался этот гад с одним хп ругается подходит стреляет по мантич ориентировочно хорошо подвисла но после хода иногда вот так тупит давай так нет сначала лембингов прокачаться повышение дмитрий михайлов скорее всего будет идти в первых рядах потому что у него светошумовая и ему нужно ее докидывать возможно также стоит заранее перезарядиться до того момента как пойдем дальше михаил тоже должен будет идти вместе на перезарядке мантича учитывая то что у нее не осталось гранат ну и снайпера соответственно мы оставляем наверху есть полу укрытие плюс еще опасным улите то все дело черт возьми укрытие нормальных нет с этой стороны только с правом давай димка светошумовая очень хороша конечно мы видим во первых снайпером 75 уже весьма приличная такая точность я бы во первых запустил дрона сюда на дмитрия михайлова что ему тяжело будет он в ханкер не уйдет ему типа надо светошумовую кинуть хорошему и при этом он остается под полу укрытием он сектоит стоит красавчик о как светошумовая дает еще в уши так здесь у нас только одна цель видимо лемминг мантич стреляет 65 процентов попадает на трешечку красавчик но они с низким но это эти два товарища не с низким приоритетом более того я конечно поэтому пострелял но на самом деле лучше наверное 75 уже добить это наверно даже из пистолета хотя пистолет 63 со штрафом давай снайперской винтовки 75 беска стреляет готов один на защиту дмитрию михайлову главным образом от дальнего я запущу не-не-не-не-не-нет как тут менять то вот гремлина плюс 20 поехали и надо решить что делать еще бобром потому что вроде как нужно сохранить сокращать дистанцию а это может спровоцировать врагов на ох на направо вообще не хочется лезть а тут есть покрытие сюда пойду тогда фулл кавер есть оказывается с богом тот который баффер он не попадет но метку поставит а вот дальний будет стрелять стрелять будет да метка поставленным и этот стрелять будет фулл кавер болей он попал попал таки с собаком паникал дмитрий михайлов куда ты глухой оборону бесса видит двоих 55 51 мочить скорее всего надо будет офицера вероятность невысокая мантич вообще никого не видит но спускаться я им не буду лучше подойти и присмотреть 46 45 михаил может кинуть дым надо по солдату адвент пытаться стрелять гранат не хватает обычно 55 стреляем я уверен что эти укрытия снимаются спокойно ох беска молодец 5 хитов пробивает фулл кавер два хита у этого года оставляет осталось только как-то добить мантич 46 видимо отсюда пытается добить красавчики неплохо неплохо стоится один у нас тяжелое ранение у дмитрия михайлова бобер скорее всего подходит ближе и возможно кидает дым хотя у у того-то ханкер в общем-то ему пофиг о можно послать взломать что это тут какую-то вышку можем взломать что это такое подскажите пожалуйста я понимаю что это не а мы типа можем сделать так чтобы она не сканила вокруг вышка с бонусами взломаешь по получишь плюшки понятно мне лучше быстрее этого добить гада и успеть к точке и успеть к луту и я побежал вперед михаил поехали с богом хорошо того мы обходим одним правда дмитрий михайлов пришел в себя обойти он не сможет бэска что бэска без патронов пистолет 43 боберта обходит но я уже обходил я помню эти обходы блин они мне не нравятся хотя бы за полу укрытие уйду 81 с критом 40 процентов стреляем хорош бобер умеешь могешь собираем лут ох могу с пули час пак сейчас подходить перезаряжаться скорее всего в том там же еще паки подходим перезаряжаемся бэску поближе тоже и перезарядка побежали за лутом очень раненым дмитрия михайловым он собирает что повторитель что в прошлый раз так а боберта может запустить не 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 нет как вы запустить то господи не 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 нет нет миши и тут как я мискликнул так этот флангуется если мы добежим это неплохо весьма 67 сектоит топ-1 цель работаем бэска стреляет 67 давай родная блин мимо раз согласен так а дмитрий михайлов отсюда нет он отсюда ничего не будет вот отсюда может пострелять да есть фланг 65 давай все очень плохо что это побежал вообще кликнул криво ладно два хода да я вижу написано сейчас один будет что он сделал а зомбаря воскресел виви поддержал ваш канал на сумму 100 рублей тут куча бобрят играть не хотят лишь только советы кидать лишь мне одному аль я не пойму в игре уж совсем засыпаю геймпли здесь хорош бросает нас в дрожь на этом конец жале всех плюсов графон слишком простый сюжет 90-х а музыка вовсе без вкуса и это я пьян так что сорян бобер ранен а как посылать дроида протокол помощи нет видимо взлом как-то по-особому она зомбаря отстреливают там совсем по по нему во первых 95 чёрт ну да да не кликайте только не говорит что на это надо а троечка блин там появляется новое действие так гарантированно проникнуть в сеть откладываются события на две недели неудача эффекта да это жестко как там доходы текущего региона повышается на 25 неудача а нет откладывать события на две недели это негативные события но мы можем тогда эти просто сломаем а ну успех важно понятно то есть это это не на выбор это последовательность просто которая может сработать сработало откладывает события на две недели тут все позитивно две недели события по террору откладываются ясно главное сейчас не умереть да просто сказать конечно смотрите какая хрень выходит я там под полуукрытием мне бобра скорее всего убивают мантичим естественно мы по зомбарю пока стреляем потому что там фул кавер все дела а этот прям рядом с нами ай-яй-яй-яй-яй-яй да отходить смысла не было потому что все равно к бобру пойдет скорее всего хотя сейчас уже сомневаюсь ладно обхожу Дмитрия Михайловым 72 огонь есть пален подчеркивание темплат поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Миша вышки не пропускай ни в коем случае система такая на терминал их дают стратегические бонусы на антеннах тактические например могут дать восстановление всех потраченных очков действия в этот ход всей команде ммм я понял сейчас жесть конечно межган держись держись блин гренки не хватает да ладно там же третий же еще же что делать что делать что делать надо их убивать что делать надо их убивать надо их как-то фланговать сектует первый приоритет выстрелы снайперки 47 процентов попала на 6 умница 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 бса 4 хп осталось мы видим только этого из данной позиции полу укрытием у мантича дебаф идет 10 процентов он ни хрена не попадет я думаю им надо делать ну короче им куда то сваливать нафиг у межгана вообще проблемы фулл кавер дым как вариант ограничений на ходу на ходы нет поэтому время там да наверное стоит просто отойти возможно здесь фулл кавер фулл кавер перегруппироваться да и задымить дождаться окончания дебафом или все таки дмитрия михайлова марш броском в тыл отправить мне кажется это хорошая тема тем более дыма мне все равно не хватит на троих по рэнджу тупо блин его все равно видно пока еще так давай лучше так здесь дымовую гранату кидаем здесь наверное все таки овервотч хотя штраф такой что забей лучше перезарядиться дезориентации как после светошумовой сектоид начинает отстреливать но там фулл кавер и дым этот ближе подходит а он же здесь никого не видит овервотч у него второй тоже подходит стреляет но тут тоже как бы крайне маловероятно дмитрий михайлов попробует сейчас подойти ну если не в этот то в следующий ход так дезориентация снята снайпер пустой вынужден перезарядиться нет давай лучше сначала за укрытием а то тут опасный фланг и перезарядка дмитрий михайлов по прозвищу бессмертный пробует он не обойдет а нет обойдет уже будет фланг насколько я понимаю да 66 попадешь убьешь давай димка красавчик страта здесь можно флангануть товарищем но нормального укрытия мы потом не сыщем хотя у нас двойной фланг в общем то а зачем торопиться снайпер перезаряжается дмитрий михайлов второго насколько я понимаю не видит видит тогда стоит по торопиться ладно тут полу укрытия допускаем да а тут как тут никак тебя без без укрытия прострелят можно а вот отсюда ты можешь да наверное а там овервотч болин забыл там реально овервотч видим только дальнего давай на овер встань оп хорош вот это мантич дал а стране угля вы видели как остался последний барсук стреляет по дмитрия михайлову попадает дима дмитрия михайлова трофеи повторитель жим подобрали вижу с общим видом 37 стреляю укрытие снимаем а класс это него кавра больше стреляем анти чем 66 чёрт возьми полу укрытием перезарядка окей надо считать еще выстрелы у врагов очень важно это потеря целая хода стреляем 71 и снайперки там обход двойной я не буду переигрывать то есть понятно что а может это еще не все да один ранен один потерян ух ну у нас много леммингов процент попаданий новый рекорд больше всего беска нанесла потом мантич и бобер чаще всего под огнем больше всего прошел бонусы крития 25 возвращаемся на базу сейчас к нам на смену михаилу мерчаку придет дмитрий мерчук другой специалист тем более что я получил ранение и придется придется поехали на смену мантич получил повышение кто это хэвик гренадер ооо бобер еще повышение получил протокол лечения или протокол нападения протокол лечения улучшение гремлина позволяет восстанавливать больше очков здоровья за раз в смысле он мог лечить гремлин лечение или гремлин стабилизация не заканчивается ход если используется первым действием или протокол нападения способность протокол нападения использовать дважды за задание улучшение гремлина повышает урон наносимый этой атакой беру лечение а нет только сейчас появилась способность удаленно стабилизировать и помогать один заряд при наличии аптечки может получить дополнительный заряд то есть сапу берем аптечку и вперед также мы должны были димку так повторитель надо будет поставить 5 процентов вероятностью уничтожить цель при попадании вне зависимости от уровня здоровья что это такое это такое что это такое что это такое Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Новая задача. Установить контакт с сопротивлением в регионе, где находится секретный объект Адвента, чтобы получить возможность добраться до него. Связаться с сопротивлением в зоне секретного. Исследовать способ связи с сопротивлением. Прибыть в регион, где находится секретный объект. И установить контакт. Окей. Дмитрий Мерчук, инженер, появился в нашей команде. Дмитрий Мерчук, инженер. Или стоп, или как, а как он... Он не боец, он... Инженера не боец. Так я ж тоже был инженером. Дмитрий Мерчук, инженер. Денег нет. И расчистить... В принципе, можем. Награда материала 78. Назначили им жавку, с Димка убирает их. Десять дней. Десять дней. Понятно. Понятно. По исследованию. Четыре дня, гибридные материалы ок. Да, Дмитрий Мерчук не работает. Такой статус. Значит... Что я хотел? Во-первых, есть некоторые бафы на оружие, да? Ранение, ранение. Давайте бэски попробуем. Вот, улучшение доступно. Ячейка. Шанс мгновенного убийства. Ну, учитывая то, что она стреляет по любой из целей, то есть, скорее всего, ей... Ну, и точность у нее хорошая. Наверное, ей проще эти пять процентов занести. Хорошо. А по бойцам у меня же Мантич тоже, что ли? Нет, Мантич не ранен. Хорошо. В следующую миссию у нас будет снайпер и гренадер. Надо, наверное, брать двух новых леммингов на... Хотя теоретически Бомбер может вернуться. Ладно. Ближе к миссии будет понятно. Исследования идут. В инженерном отсеке вроде люди не халтурят. По производству предметов пока делать ничего не буду. Тем более, что все равно бабла и так мало. Вербовка нет. Штаб. Задачи. Это типа глобальная задача. Окей, давайте в... На карту посмотрим. Установить контакт с местным сопротивлением, прежде чем сможем исследовать. Дадут 125 материалов. Один объект пришлёте тщательно охраняется по просьбе сопротивления. Провести разведку. Доложить. Окей. Дадут новобранцев расследование про... Хорошо, давайте. Хотя тут есть уже миссии на выбор. А там я хотел... Может сначала эту добьём? Да, давайте. Да. Тут быстрее скан просто. Стратегическое ресурс located. Пятьдесят три материала после бомбардировки от этой самолётной станции техобслуживания. Остались одни руины, потратив некоторое время на раскопки могли извлечь материалов. Десят материалов. Не туда ты! Хотя тут не так много времени теряется. Ну что, у нас сто тридцать три, да? А на школу... Офицерскую школу там что-то вроде... Сколько нужно там? Подождите, дайте посмотрим. Питание. Партизанская школа. 100 материалов. 28 дней. Обеспечивает доступ к дополнительным навыкам и преимуществам бойцов. Да. Окей. Значит, я возвращаюсь в новое место для сканирования. Пять дней там проводим. Бобёр может вернуться, кстати, к миссии. Успеет, может... Специалист. Раз. Опа. Гибридные материалы исследовали. Базовый армор может появиться. Да, наноуровневый жилет и новые исследования листовая броня. А, на строительство тоже нужно инжей назначать. Да, наверное, сейчас Димку надо переназначить. Пусть он лучше. Средства связи. Биотехнологии. Магнитная долга. Листовая вообще. Ещё сплавы нужны. Средства связи. Типа, приоритет. Давайте попробуем. 28 дней. Показать инженеров. На расчистке он. А можно как-то снять? Блин. Что-то я с этим интерфейсом пока ещё не привык, не освоился. Да, вот. Раз. Понятно. Два. Увеличивает скорость строительства на 50%. Нехило. А по исследованию, случайно, не так же? Ну, там у меня нет пока учёных, поэтому... Скорее всего, так же. Сканим. Броньку, может, сделаем. Давай, комиссия лучше. Сообщение о сопротивлении. Приоритетные задания. Показать задания. Дадут Игоря Уткина. Учёного. Учёный Игорь. Эвакуировать Випа. Разве данные Игоря Уткина, Игоря Уткина дадут, прикиньшь? ученый так, давайте посмотрим, что у нас есть по... произвести предметы для начала посмотрим, что за нано-броня жилет нужно два трупа солдат и 30 материалов жилет, скорее всего, сделаем ну, он точно не нужен снайперу а сколько делается? 30 материалов мне только на один жилет хватит вот и закрыли вопрос ну что, мы берем новичков на эту миссию мантич, конечно, с Бесой да, я не успел вернуться давайте Пуха берем и Тей только надо, конечно, прочитать описание опухим персональный тренер Бонича жмет от груди 200 тонн 250, если рядом Ксеномор хорошо а Тей у нас стройный хант и Каджит в законе специалист по камуфляжу не замужем она, кажется, не готова к этой миссии нет уверенного взгляда ну, хорошо из Звездных Войн чем-то мотив напоминает ладно я, наверное, мантичу тогда дам броник а, у него две гренки ничего себе комплект на броне дает всего один хит страховочная аптечка кому светошумовую? наверное, все-таки Тей я дам светошумовую дым наверное, все-таки нет но мне в прошлой миссии гранаты больше пригождались чем дым гранатомет это не рокет, говорят а, броня что-то блокирует входящего вон давайте почитаем по поводу комплекта нано-брони немного повышает здоровье к снаряжению можно добавить только один усилитель ничего не написано а, мантич гранки дальше кидает ясно, давайте тогда так а пуху пуху пошлем в разведку блин, не хочу ладно ой, зря ног а, гранатомет стреляет именно гранатами которые у тебя в снаряге то есть если гранату ставишь одну, то ха-ха, выстрел только будет один ясно ясно, понятно ну что, поехали навесили же, да апгрейд на оружие у остальных никаких улучшений пока нет Михаил Мирчук приуныл 7 дней жалко ладно, с богом полетели получим ученого соответственно буст на исследование какой-то пойдет поехали механика, конечно, поменялась и в плане вот поехали и в плане то есть перелетов последовательности то есть что там нужно? терпеливый двигатель ага эвакуировать ВИПА из города контролируемого Адвентом доставьте ВИПА в точку эвакуации или ВИПА противники отмечены мишенью около полоски видны из точки на которой находится курсор это позволяет лучше спланировать код классно по курсору вижен смотреть найс и овервотч чтобы не словить за клетку игра еще не плавно идет местами и долго загружается хотя игра на ССД ой как тут долго подгружается все минус минус 1-5 таргет координаты инком и секюр до ВИПА преследуй к эвакуации для экстракции 12 ходов во-первых любопытно смогу ли я залезть на эту крышу во-вторых вот эта зона мне кажется интересной тоже так F как там давайте сохранимся в начале миссии возможно даже двоих я наверх поставлю уходят вперед видят мирных никто не алё не не подрывается так там дальше по вышкам опа это что такое там сектоид вот здесь сектоид так а мирный случай не пошел к сектоиду так тут подъем есть на второй ярус ну пока о Брюс мы видим Брюса смотрите Игорь Юткин и Мантич конечно ну Мантич не будет никуда там забираться я думаю он бежит по низу о так Беска уже сейчас может забраться наверх сначала на полуходом алё и есть полуукрытие с которой кстати Беса должна скорее всего простреливать вообще вот ну место вроде хорошее правда я не вижу никого у нее на пушке кстати так а башни то башни то они же могут меня спалить вышка для взлома ну а как как его взломать то он вроде панику не поднимет поэтому а ты не в режиме маскировки я не в стелс неловко получилось мне кажется надо заводить еще наверх парочку бойцов причем на разные по разным углам пока полностью забираюсь то есть они спуляться как только так сразу давай тогда здесь точно есть прям по курсу могут быть идти то недолго осталось совсем недолго в теории я могу попробовать если под вышку не полезу бочком бочком типа не спулить бух тоже наверх справа что это уже второй раз такая крей а вот и наш друг раз два еще пак не 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 нет сначала убивать а кто за какая грязь я сейчас дома не спрыгну тут бриус сразу флангуется этот флангуется сверху я вижу неплохо прийти он конечно сектоит я не вижу опять же как и в прошлой части людей которые находятся прямо вот 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 внизу можно попробовать знаете что сделать и опасно это фланг и полуукрытие да ладно у нас много на самом деле возможностей светошумовые гренки жалко что два пака конечно но сюда бы гренку одну закинуть для начала этого подэмэджить убрать укрытие сектоида подэмэджить выстрел осколочной гранатой но это хэвик его надо за за угол пух видит раз два три пух видит раз два три и у него бронь есть то есть если кто-то спускаться и будет то это он 60 55 55 ахэвик может кидать гренки после того как он пройдет вот такой вопрос то есть после хода или это может говорят хорошо для начала мы спасаем брюсом далее думаем о том куда заряжать мантичем сектует конечно мне кажется более приоритетной целью и если например встать сюда кинуть гренку сюда меня оттуда не ну да это фланг это фланг это фланг а если так тебя все равно справа не обойдут если так давайте дальше потому что там столбы вряд ли успеют так здесь надо закинуть так чтобы задеть ой там я задену брюса вот так ой я кажется ближним не задеваю да не задел ближним неправильно прицелился ну не прицелился точно поторопился так сектует все еще приоритет что делать обходи флангу и убивай а зачем если ты поэтому и так стреляешь тебе сектует нужно не а тупырь в первую очередь нужен сектует так а снайпер то у нас поэтому ударит ударит вообще отлично значит ладно беска давай пробуй снять этого оп хорош дальше тей с пухом спрыгивают пытаются флангануть сектует тей прыжок раз фланг 81 40% крит крита нет три хита только сняла но остался только пух только он может что-то тут сделать хорошим его наверное учитывая армор желательно подставить за полуукрытием для того чтобы не стреляли по другим целям и конечно же поближе к сектоидам давай жалко дроби века не хватает блин пух 83% пух мажет брюс я бы вышел паникует пух ханкер или стреляй в него стреляют ой метку на снайпера ой какая грязь это плохо пух пух бежит прячется ханкер вот это жесть все понеслась ну зря я два пака спулил то есть надо было сначала убить сектоида справа и сейчас еще фланг идет хотя нет там овер стоит это по снайперу скорее всего будет стрелять я понимаю что мы в рабочем в теории ранжа может хватить надо ближе подходить да я могу оверс пулить но мне нужно действовать более активным уже нету так не прицелишься ладно кидая гренку снимаю укрытием три урона сделали у того кавера нет должна сейчас сверху тей 70-80 ой какая тей беска конечно 95 95 не хотите я хочу метку просто снимать я с одной стороны да отлично теперь по ней будет сложнее попасть повышение если у нас Игорь Уткин а ну все и больше никого не осталось то есть я должен пуха оставлять ты от фланга ну это лучше чем овервотч лучше чем оставаться на фланге а и у этого тоже овер прикольное придумал тейка заходят стреляет 82 в спину сектоидал умри скотина капец что же вы мажете там на 80 плюс а это удаляем ну я понял начну эту миссию скорее всего заново сначала убью левых товарищей а потом уже второй пак буду самая главная проблема как раз в том что вынужден сражаться против двух паков там уже зомбарей поднимает тиктоиды еще первым надо убивать хотя бы потому что он ему у него не будет трупов там мирный полез наверх тиктоиды 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 смысле бест да залей класс просто класс так какая там випа випа кажется зелененькая вот это вот дэм также забираемся на здание просто выходим не на площадь а сначала убьем первый пак слева сделать значительно проще убиваешься кто иду мерято зомбарь я в курсе мы уже убивали этом на трансляции так пам-пам-пам-пам-пам да сейчас-то просто чего держишь улыбаешься а как вот а почему в прошлый раз такого не было а вот так прям сразу да прикольно я подошел без ковера вообще классно подошел а почему потому что все в стеклах потому что мы просто увидели господи я там следующий ход не в укрытии вероятность получения ранений или смерти достаточно высоко так 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 там все здание стеклянным все полить я буду пухом убивать ориентировочным полу укрытием как неудачным ладно ханкер меня если что спасет отлично не спулили там кстати наверху еще дверь ну и точнее крыша стеклянные что немаловажным ох ох брюс спойлер кого-то да ёпрес это кажется это вы потеряли випа просто я в шоке и они уже там капец да вы тогда снайпера выставляю на позицию хреновым так она хотя бы в следующий ход сможет что-то сделать флангуем хэвиком у хэви кэш пулемет должен быть диким 90 на 4 6 ну как снайперская винтовка 4 6 и 90 вообще красавчик надо было наверное этим пострелять еще надо было пострелять и с снайпером из пистоли а хотя нет я не добегал ну и второй пак улица сразу же главное чтоб сейчас в этот ход ничего страшного не произошло но вполне может учитывая то что вип стоит на углу здания и как бы он палец и как опа это под пухом хотя випа не должен убить никто нет а а а а короче все на крыше все на крыше без исключения ох какая классная вообще игра тут столько инфы с такой челлендж местами и если на аэронмене под ох ну хотя бы мне базу нужно понять понять и простить я не сюда кликал не хочу на полный ход подходить сейчас нормально не совсем кстати нас крышу может а вот увидишь да там позиция такая что так ты норм да все норм там все кроме снайпера спокойно с центра вообще любых месяц брюс заходит а вот пух лопух не добегает он к сожалению вот они его животно по правой части ходит так теперь думаем подходи пухом рассмотреть где они нигде да они здесь где музыка тревожная здрасте фланг я начну с хэвика пожалуй это не хэвик это был не хэвик был брюс я туда никого не увидел вот вот чем беда ладно хэвика сюда полу укрытие полу укрытие одного с фланга поехали хорош мантич с такой точностью ну крыша конечно почте мне помогает не хочется оставлять без укрытия особенно снайпером да но она не видит никого овервотч поставили пистоль я не хочу спускаться потому что во первых далеко не факт что если кто я до этого убью отсюда я его никак не увижу да и в принципе с крыши не вижу опух не критует конечно можно аркадника так типа сыграть но может светошумовую реально чтобы он ничего вообще сделать не смог да нет светошумовая лучше работает хотя он не убежит да давай светошумовую лучше только надо будет подойти сейчас хотя бы на точку чтобы можно было воевать со следующими и светошумовую попробуем кинуть раз у него ходов меньше будет то есть в теории он далеко не уйдет классно реализовано конечно звук мне нравится вся цель можно пострелять давай так а вот и пак ну гранатометчик о верующий револьверный два хита неплохо беска молодец причем по офицеру зарядила очень классно стекло так рука прошла спокойно ладно мирные мирные но как мирные граната хорошо направо заходит главное чтоб сейчас сектоид наломал дров хэвик сюда гренку а он вообще ничего не сделал из ориентации работает так начнем мы с гренки вот сюда во первых это по двум во вторых там по раненому и слышь почему по двум не можешь и какой рейнджер слушай и достаешь не достой нет вот так один хит два хита осталось того полу укрытия здесь кавры не сменились вроде как еще у кого-то была гренка у снайпера что семьдесят пять шестьдесят пять у той семьдесят шестьдесят восемь на офицер конечно важнее тот дальний по нему попасть но можно метнуться и овервочнуть его еще паки могут быть не ходы ограничены так думай 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 тут фланг фланг убьем крайне вероятным овервочи вроде нет а два выстрела у снайпера с пистолета да ладно это очень круто тогда мы стреляясь пистолет тогда давайте попробуем 80 там один хит уже здесь и раз я это понял 2 выстрел будет такое кого забанить спасибо за совет ну бас так нужно фланговать этого офицера ты ханкер точно этой 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 да некуда и подходить и только стрелять я думаю поэтому типа 47 чтобы метку не поставил а пуху даже не знаю ему вообще тяжело потому что конечно сектоид обойти но сектоид же скотина стреляет еще это после прокачки будет два шота да потом еще шесть других способностей после прокачки какое мне дело что будет после прокачки 68 ой 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 я его буду видеть отсюда это будет фланг и это полукрытие наверно стоит лучше тейку сюда скинуть работаем 67 давай вероятность кстати была такая же как и с крыши повышение у той а вот к пуху вопрос нет опаснее конечно сектоид чисто в теории я должен его фланговать пытаться как-то но при этом еще не подставляться под правом он все еще дезориентирован может быть не стоит вообще уходить этот меня обойдет следующий ход как не крути я могу на крышу забраться в общем-то и постреляю по дальнему например тем более не сектоида никто не видит кстати сектоид же никого не увидит в такой позиции а я так смогу пострелять с хорошей точностью по дальнему 68 давай ну почти из ориентации снята еще зомбаря будешь понимать уходят уходит полуукрытие хорошо этот подходит овер не не овер попуху стреляет попуху выдерживает ну норм пока норм сектоид здоровья здоровенный 8 ходов я думаю надо его фланговать спускаться кем том поэтому 83 потому 68 гренка снести укрытие расстрелять дальнего снесем ли мы укрытием они выглядят как сносибельные поехали мантич пошел до укрытия снеслось снеслось снесли 3 хита сняли и сейчас наверное все-таки шкода по нему с 50 процентным критом 95 процентной вероятностью стреляет без к умница есть еще возможность пострелять двумя моего повышения отлично 85 но мне кажется надо фланговать укрытие правда не будет так ладно 85 у него хитов то зачем тебе крит там второй пак минус повышение чистенько надо запомнить запомнить что крыши и правильные ковры творят чудеса 8 ходов подхожу немножко перезаряжаюсь до бэска это кошка и бы поддержал ваш канал на сумму 100 рублей спасибо если ты используешь только одно действие заход кроме стрельбы из снайперской винтовки всегда сначала перезаряжайся халява же насколько я знаю ты правда света шумовая граната снимает все способности сектой да а ничего себе так это ж халява он не зомба он реально не зомбарей не поднимал ничего не делал ни панику нам нужно сюда к зоне эвакуации но я чувствую поблизости третий пак спускаться я думаю надо всеми кроме снайпера спускаться и перезаряжаться а снайперам еще ходик посидеть зарядка так брюс подходит да я помню что всех нужно довести тут просто близко бежать но я понимаю что два пока это несерьезно что скорее всего там там народ то есть где-то не похожим так а здесь подняться то можно можно подняться тогда двигаемся укрытие укрытие вот сюда с богом так брюс погоди 2 сектой и 2 2 этих блин что у нас по снайпер хорошо сидит анкер 50 процентов выстрел ладно сектой да пробуем замочить блин какая классная снайпер 4 хита уже без к молодец 26 26 26 30 40 36 а 40 по сектоиду стреляем красавцы ребята а вот бы мне в ними в дым такие попадания блин там скорее всего за русской рулетки они были занижен несколько так фланг может быть теории да так у нас же еще же пух есть же может марш-марш-бросок сделать наверх на если чуть чуть дальше только нет нет это все тлен это все тлен 26 26 надо еще в три хода все собрать я думаю тейку надо вводить или наверх или давай наверх следующий ход у нас может флангануть и место освободил лана для пухом пух будет перестреливаться потому что у него армор как бы да вы вообще жёте ребят 30 процентов попадает убивает я бы вышел на месте в этих вот или да у нет 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 там есть подъем блин нет ты прости так ты для тебя подарок давай а может и нет я снайпер должен снайпер снайпер я надеюсь должен 69 хрен из 269 бс к помоги и кэп написал наблюдение отменено бегом за лутом что там у нас и драйлерий и кэш данных пришельцев брюс побежал не побежал пока подходим так ходим так и надо снайпера сейчас доставляется ну ходы с запасом есть поэтому все вроде нормально такие звуки как будто там еще кто-то есть так без к шкода бежит сначала ты заведу что мешает немного остальным забираться у нас будет первый ученый ну следующий ход ну что ничего сделать я не хочу эвакуироваться мне еще баска не прошло а не по очереди все и по сохранили баска сейчас придет эвакуируемся и тут появляется пак да убегаем бессом конечно молодец она же еще повышение получила снайпер так сейчас будет качаться попадает убивает позицию главное правильно занять и все восемь врагов никого не убит и никого не ранен но это с третьего или с четвертого трая процент попадания 66 и 6 больше всего урона мантич нанес но это гранаты и тяжелая пушка больше всего а так пух чаще всего горит пух больше всего прошел игре андрея чуткин вот так сидит смотрите сейчас лову лапы посмотрите с каким горным видом они прилетят домой не ранение ничего всех звание ну не у всех ладно мантич вообще такую развалочку идет ну что ж рядовой попов повышаем новое звание амортизирующая подкладка или дырокол амортизирующая подкладка амортизирующая подкладка амортизирующая подкладка на 66 процентов снижает урон от взрывов и или дырокол успешное попадание с пушки уничтожает одну единицу брони полученные варианты отличаются более сильным класс дырокол берем бесса наш замечательный снайпер получает либо дальнее наблюдение далее наблюдение заменяет обычное наблюдение но типа овервотч и подобное ему снижает меткость также дает штраф к меткости за общий вид увеличиваться дистанции кажется типа она с общим видом не могла до этого овервотч делать а с таким перком сможет а подкладка дает армор а всего дает армор прикольно класс а позволяет режиму наблюдения задействовать общий вид ответный попав на враж под вражеский огонь автоматически отстреливать из пистолета один раз в течение хода прикольное не снизил описание не читал до этого а ну ничего будем агрессивненько овервотч конечно кажется там штраф конечно будут идти с текущей меткостью на практике в ближайшее время ответный огонь круче потому что я все равно подвожу не под общий вид из-за того что у нее метка 79 а под рейндж то есть она и так и так овервотчит но в перспективе ну я хочу ответный огонь это очень аркадная штука пух кто ты пух рейнджер выпад с мечом окей и маринина снайпер второй снайпер у нас понеслась две девчонки будут мочить блин какие персонажи тут ну гораздо более проработанные и возвращен Игорь уткину вы посмотрите один в один одно лицо легкая небритость но с глаза и Игорь уткин он как бы vip понимаете он гендиректор все дела успешный товарищ скорость исследований увеличена на 33 процента они мало материалов материалы используются для приобретения оружия чтобы получить больше материалов продавайте предмет на черном рынке устанавливайте контакты с другими регионами чтобы увеличить регулярные поставки от сопротивления за некоторые задания партизанские понятно материала 3 баксов класс но раньше мы никогда не имеем возможности исследовать возможности кладезтины строительные строительства внутри центра сейчас мы говорим что мы находимся они могут сделать что серый рынок мне нужен а где он поселение дадут материалы 5 дней на расследование удалось определить достижение успехов прислали отчеты об активности врага отдавайте может быть имел смысл снизу сначала проверить все серые рынок говорят откроются позже сейчас я должен вернуться было с запою ну в смысле из средства связи сопротивления исследование завершено если мы хотим узнать сети радиовещания для организации не является новинкой реализованного в многих прошлых войнах однако наша задача куда более сложная пришли способны без особого труда перехватывать наши сигналы использовать их технологические преимущества тем не менее мы со старшим инженером Шэнь смогли разобраться в действии средств связи оставшихся на мстителей записи на бортовом журнале которые указывают на то что в любой конкретный момент времени в сетях пришельцев передается невероятное количество сообщений на этом и построен наше решение при такой загруженности мы можем без особого труда замискировать собственные сообщения используя мстители в качестве центральной машины можем создать сеть которая свяжет все аванпосты сопротивления на планете таким образом установление новых контактов стереть движение с целом окей станция связи с сопротивлением увеличивает количество отсек строит на какие деньги вообще дополнительные контакты даст ее технологии радио магнитное долго хотя как и долго 42 опять озвучка сломалась зря убрал дмитрий михайлов с расчистки завалов они сами расчищаются как он а почему убрал так 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 назначить исследование для начала так биотехнологии автоматическое производство самого устройства стоящих за действиями врага и и и а ну там же делается школа офицеров сейчас там же занят дмитрий мерчук на этом по бойцам бобер три дня бсп браток гренадеры о по системы связи активно теперь можем установить контакт с сопротивлением в регионе сразу с основки можно установить контакт с тими регионами которые связаны Система связи активна. Можем установить контакт с сопротивлением Западной Азии. Вот, тут Оральский гор как раз. Так, 53 материала получили. Возвращаемся. Сейчас, скорее всего, вниз пойдем. Там вроде то ли миссия, то ли сканы какие-то. Тут новобранцев дадут. После восстановления контакта, будет регулярно добывать плюс 70 материалов для XCOM. Найс! Вот это круто. Ну, регулярный доход увеличится. И дальше. Короче, тут такая... Я вернулся. Михаил Мерчук вернулся. Адвент был очень спокойно. Я думаю, что мы тебе благодарим за это. Наши рады, Ден Матер. Какое-то сообщение передает. Двадцать лет коллективом. Двадцать лет коллектива. Двадцать лет коллектива. Ну, читайте, ничего. Это террор? Двадцать лет коллектива. Да ты не тупи. Все уже слышали, что они летят. И Блэя поддержал ваш канал на сумму сто рублей. Миша, я не садила про пистолет у снайпа. Но тебе писали, что он требует один, а не два. После одного миссия. Двадцать лет коллектива. Двадцать лет коллектива. И проспект. Я понял, лезвие. Сори, если что. Что, уже Крисолиды, что ли? Это не Крисолиды. Таааак. Ответный удар Адвента. Убежище сопротивления атаковано. Господи, ты боже мой, а? Ну ладно, у нас есть пара снайпов, у нас есть спец, тяж и... Осмотреть зону удара. Остановите карательную операцию Адвента. Подтвердите. Считаю описание игры Уткиным. Сейчас, секунду. Игорь Уткин. Игорь Уткин. Игорь Уткин. Исследовательский отсек. Показать ученых. Отсюда? Кажется, не отсюда. Не почитать. Так. В кают компании, говорят. Нет. А, личное дело. А может и нет. Не, не похоже. Каюта шефа слева есть в углу. Каюта шефа. Что ж? Катя. Я не знаю. Катя. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. бар мемориал следовательский короче забейте итак готовимся к миссии нет цветный удар кто мне нужен мне точно нужен мантич мне точно нужна бэска я сомневаюсь но скорее всего возьму и тей как второго снайпера они полезны уха пока уберем посмотрим хотя он штурмаш блин и вар море дробовик здоровье хорошо кто-то должен делать разведку да пожалуй так и оставим а мне же еще дали какие-то просто разведданные дали улучшение никаких можно сделать армор но наверное не стоит потому что здесь минус гренка будет специально давайте специально возьмем там михаил еще вышел после апгрейда у него есть дрон боевой которую лечить будет по оснащению надо брать дополнительный медикит перераспределяем да надо медикит отсюда убрать у бески пусть будет дымовая граната а михаилу для того чтобы вот этот вот как же называется то этот охранный гремлин чтобы было больше лечения берем аптечку даст дополнительный заряд и хочу вспомнить про способности во первых протокол помощи 20 защиты и протокол лечения восстанавливает больше очков здоровья за раз и не заканчивают ход если используется первым действием медицинская помощь специалист здесь не нужен да окей грена грена 1 поехали первая миссия такого рода в теории если это как террор там должно быть конечно народу побольше ликвидируйте все силы противника спасите как минимум 6 гражданских ну да это как террор гиби я понял но я вроде другой перк взял хотя может быть посмотрим гремлин горит лечь чуть ли не через всю карту да надо пуха подставлять только с армором чтоб другие не страдали ранения мне совсем не нужны итак команда о вижу мирных всего 13 человек спасти нужно как минимум 6 и нейтрализовать ударные силы противника возвышение неплохое весьма а направо направо тупичок судя по всему надо спрыгивать ну я снайпера естественно оставляю на старте для начала посмотрю сейчас что у меня по специалисту лечение и стабилизация да не дает умереть понятно лечение восстанавливает до четырех очков здоровья за одно использование да и сейф конечно же но сейчас попробую все таки по поаккуратнее что у нас впереди есть несколько полных укрытий елки пух наверное идет вперед а нет 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 пух не идет вперед тут мешает бобер ему немножечко пробуем раз что мирных не вижу и тут конец карты слышите они могут быть и здесь хотя тут не видно маленькая карта на самом деле очень маленькая карта то есть вся движуха вот здесь он будет уже сразу же так полу укрытием это тоже полу укрытием 1 мальчик пока так спускается я бы пухом не лез свой не лез шкода беску подведу сюда это было под большой камень подводить ее конечно мирного убивают а видно откуда кейт рамирес погибает ну пак прям вот по курсу до 10 где-то пух не при делах вообще капец так бобер главное не поджечься я не буду спасать гражданских тех которых просто их как бы отрезая видим кого-то уже два человека два человека не так много хп подходить мантичим надо фулл кавер пошли гренку можно закинуть уже в первые соответственно его убить но что-то мне пока не хочется тратить гранату на одного человека так а увижу ли я увидит ли дальний меня если я здесь увидит и я его увижу хорошо а может и стоит не стоит жадничать 13 точность а у него дробат же у тебя что 59 49 и давай не будем жадничать работаем а у него уже нет укрытия он сгорел только что сам как так получилось увидели просто взорвался до того как я выстрелил ладно стреляем 59 снайпер пошел его это баг анимации происходит раньше чем грант прилетает понятно окей бобер видит бобер стреляет бобер попадает красавчик сейчас быстренько сюда ведем большое количество гражданских именно справа находится поэтому давайте пуха сюда подводить как бы пора тем более пух вообще должен быть на острие со своим дробашом и милишному опа вот они сектоид мирные разбегаться пробуют этого там еще пак бежит мирно убивает так надо сейчас камеру поворачивать и идти строго в другом направлении так внимательно бобер видит бобер флангует бобер укрытия нормального бобра нет а я отсюда буду видеть его не буду ли его фланговать отсюда не буду что снайпер двое 65 740 47 47 неплохо что по гранатым гранатым мантичем там мирного еще убивают ой 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 пух 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 как же тебе лучше то действовать отбегать ему нужно обострять ему нужно начну я все таки с бобра да куда ж ты мне ведешь дерево это мешает так будет фланг а у кого светошимовая кстати у кого то есть светошимовая у пуха же вроде должна была быть нифига подобного ой 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 наверное мантича а нет мантича я не могу сюда скорее всего кто-то сюда пойдет да давай мантича лучше ты я попробую все таки докинуть гренку до двоих там еще укрытие вроде снимается это может мне помочь да нет но лучше да вот так вот сделать сектоида задемеджить и у этого укрытия снять тогда я мишку могу поставить аккуратней чтобы и в того флангануть и отлично сектоид у нас блин без укрытия это уже хорошо пальцем показывает мы его видим 87 бэска может стрелять с крита работаем по сектоиду в первую очередь общий вид шесть хитов снимаем отлично а правда нет но сектоид на ладан дышит один хит остался бобер бобер двух флангует пух одного флангует но с дробашом ему конечно не с подручным скорее всего выставлю пуха за полу укрытия для того чтобы он с армором принимал удар на себя сокращая дистанцию мы увеличиваем вероятность попадания еще 70-70 конечно конечно важнее или с мячом вообще лучше нет с мячом я не смогу 70-70 мне сектоид конечно нужно в первую очередь давай мимо плохо так ну а теперь вопрос к бобру 73 один хит так хочется снять фулл кавер и хит снимаем 78 давай миш хорош выпадают ценные запчасти три хода есть но и ход и ход скорее всего стрелять будут по пуху специально подставленному верных бьет надо двигаться вперед я понял этот подбегает опасная близость стреляет по пуху держись пух три хита сейчас охранный дрон скорее всего будем лечить его второй подходит скотина полу укрытие только не по пуху пух держись пух умирает да он спас многие многие жизни Бантич Бантич Бегает Агрессивненько 89 Бесса пытается снять 77 Красавица умница Бобер Бобрубы фланг Или просто подсейвить Мантича, давай Overwatch А сколько, кстати, мирных-то осталось? Я не посмотрел, уже где-то 4-5 умирает А это плохо Стреляет по Мантичу, полуукрытие Фух, пронесло Два снайпера, кстати, в этой миссии Опять там советовал товарищ Не бери двух снайпов 9 человек осталось 4-х потеряли Ну здесь точно обходим Ой, надо было на полу Полное укрытие Там же было хорошее полное укрытие Стреляем 78 хэвиком Да ё-моё, ну мантич, ну Я тебя прошу Патроны заканчиваются Изряжаюсь Я боюсь сюда подходить Давай протокол помощи Организуем, мантичим У него полуукрытие Опасно Эвервотч Пистолет на Эвервотч Но это она не достанет Только с общим видом Мирных продолжают убивать Фавервотч Как раз вышло с фулл укрытием Хорош! Блин, как же я хорош, а? Не подвожу Один ход Не успели Так, двигаемся дальше Уже пять человек убито, блин Надо пулить Вот этих вот за двоих Вписываться надо Полное укрытие Перезарядку бы ещё Ай-яй-яй-яй-яй Подводить или не подводить? Погоди Тоже Перезарядиться бы Кажется, последний пак остался Лучше подготовиться Он в доме Вопрос Они смогут сейчас выйти? Как там мантич? Окно Скорее всего Из этой дыры будут выходить И стрелять по этим мирным Что по точности у тебя Ладно, перезарядись Беска на овер Вот они Да, сектоид Выходит Блин, я бесса должен был подводить У меня же пистолетные оверы Так, в зоне находится Это раз У меня сванга обходит Это два Здесь самому флангануть Можно Это три Но Но сектоид рядом Это четыре В любом случае Я думаю Надо обострять Чтобы мирных Жителей Спасать 85 Смотри Стреляет Твою ж меть Ну как? Уже третий раз Когда у тебя 80 плюс И ты не попадаешь Беска стреляет 47 Вот почему Беса попадает 47 А ты не попадаешь 85 Почему она это делает Тоже три раза подряд Мантич Ну Ну Мантич Короче, надо Наверное Охранного сюда Пускать Опять А может быть Даже и себя Защищать Да, наверное Стоит Протокол помощи На себя Потому что Мантич В фулл кавери А мне нужно будет Сейчас подбегать Под полукрытием Подходим Нас мало настроено Вроде Это последний пак Их двоем Еще мерный Дальше Ой Нет Не фланг Нет Зомбаря Поднимает Вроде Только я не вижу Где А, вон где Да, это пофиг Я флангануть Сиктоида смогу Этот ход Потеряет Главное, чтобы Этот не на что дел Флангануть Он не сможет Но Мирного Не дрожь Скотина На Промазал Отлично Так Я уж тоже боюсь На самом деле Мантич Заводить За 85 За угол Стрелять Прям вот Прям вот это По сектоиду 80 Нет Это не по сектоиду 89 Это по Зомбарю Подожди Тогда Бобер Антич Фулкавр Да, сюда Надо Зомби Далеко Давай так Поехали Фланг 82 74 82 Давай Опять 82 Нужно сектоиды убивать 43 Я понимаю Что маловероятно Но Это же Беска Да Промахнулась Когда-то Это должно было Случиться Надо было По зомбарю Стрелять Так Мне нужно С одной стороны Отступать Максимально От зомбаря При этом Типа Подходить Полных укрытий Нет Зомби Рядом Похоже Что сюда Придется Уходить Ладно Давай по солдатам 56 Миш Хорош Попал Но не убил Но хорошо Держимся Зомби в один ход Не успеет И ход Я флангую Мирные убегают О Хорошо На фулл ход Походил сектоид Видимо Из-за двойного фланга Кстати Такие вещи Можно просчитывать Чтобы он Не сидел Хотя Видите Он Не всегда сидел Еще минус Мирный Копец Стоять Сколько осталось Мирных Шесть и осталось Больше Не должно Быть Трупов Кого Вижу 65 31 Михаил Что Михаил Флангует Зомбаря То есть Этого Да Должен Так Обязан Просто Мантич До этого Тоже Надо Убивать Так А кого Видит Еще Этого же Видим Может все Так Зомбаря Зомбаря 65 Да Давай Зомбаря Лучше Бескот Умница Шесть хитов Как С куста Два Хита Осталось Два Хита Бобер Может 88 Плюс Крит Ой Мирного Могут Да Тут Повсюду Мирных Могут Убивать Вот Этот Вероятнее Всего Поэтому Его Надо Мочить Или нет Или Сиктоиды Подожди Подожди Зомбарей Посчитаем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Успеет Он Меня Ударить Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Я не знаю Через клетку Вроде не ходит Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Не успеет Никак Ладно Давай Вот так Вот А еще Можно Один Трух Еще Мирные Остались Ну короче 87 89 Мальчич Стреляет Я убираю этого Потому что Зомби До меня Доходят Потому что Это баг Какой Че слово Ну я не знаю Как так Уже Четыре События С вероятностью 80 85 Плюс Сейчас 189 Нет Держись Миш Аа Захватил Или ошеломление Что это Сейчас фланга Будет мочить Мальчич Мальчич Держится Крит Не пропер Так Тут нет Патронов А шесть убита Седьмой остался Короче мне нужно Этого убивать Обязательно Этого убивать Или лечение Я же могу Без схода Запустить Тогда Маловероятно Что я Потому Попаду 60% А мантич Сможет походить Мальчич Сможет походить Тогда хил На мантич Я полагаю Гремлян Лечения Не требует Жохода Типа Я смогу Истрельность Поехали Лечим На одну Все Все здоровье Должны Подлечить Смогу Пострелять Еще Немножко Или Сходить Мантич Перезарядка Нет Я сам Зафейлил Мантич или там зомбаря поднимет, или панику, или контроль, но не будет стрелять, короче говоря, мне с Критом. Перезарядился, отлично. Фух, дезориентация снята, остался один сектоид. Я готов по нему стрелять, у снайперской винтовки. 93 плюс Крит. Беска молодец. 5 хитов снимает. Умница просто. Половину хп сняли. Будем ли... Не, фулл кавер для начала. И с фланга тоже. 87. Михаил. Мороз. С первого трая, пацаны, миссию прошли. Заценили? Да все уже, вроде. Ой. Это сюда вроде босса. Что-то мы еще не прошли. Да, хп у него много. Есть какие-то типа шейпшифтеров. Блин, мирного надо спасать. Списи. Если только мы имели какие-то средства. Не даже думай о том. Так, а что делать? Я не понял. Там еще один какой-то справа. Так, ну это типа скриптовый. Они не из мирных. Все вроде нормально. Так, ну о чем делать-то, в общем. Безликий. 77, 70. Надо прикрывать мирных пацану. Или вообще не подходить. Не, ну здесь как бы подходи, не подходи. Отходи. Справа мирных близко нет. Я этого лучше прикрою. Ёшки-матрешки. Я его не вижу. Новер-вотч. Что они быстрые какие-то. А на овер-вотчу мальтич мажет. Ой, мать. Ой, как мне снайпер нужен второй. Был на этой миссии. Беска, давай. Беска, давай. Просто, просто шмаляй. Бобер видит. Перезарядка. Конечно же, перезарядка. Отступает, спасает, перезаряжается. Ох, мантич. Я вот разрываюсь между желанием дать дёру и спасением мирных. А может дать дёру и спасти мирных? Кхм-кхм-кхм-кхм. Поехали. Ну, поехали. Ну, мантич, беги. Чё-то не хочешь. Что за баги-то? Локация confirm. Чарабина уич поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, ты не понимаешь. Враг стал сильнее. Мало фреймов. Нужно тратить, дабы размять мышечную память. Угу. Динамика положительная. Короче. А, он регенерируется еще на 2 заход. Но они вроде не лезут на мирных. Они лезут тупо на меня. А, нет, не бей его. Да, хорошо. Значит, Хэвик закайтит. Ну, в смысле, Мантич закайтит. Здесь мы, естественно, Беской бьем. 99 с критом. Давай. На-на! Да, но... Что-то мне не нравится это. Валю. Так, здесь Мантич продолжает спасать мирных. Наверное. Хотя, это не обязательно уже. Да, беги сюда. Ты спулишь обоих на себя. Будет классно. Ой. Было бы нас четверо, было бы, конечно, попроще. Был бы второй снайпер, было бы вообще замечательно. Ну, с другой стороны, пух-то прикрывал хоть как-то. Два хита, каждый ход восстанавливает. Воу-воу-воу-воу. Ты еще по лестницам, что ли, лазишь? Стоять, бояться. Ты ничего не сделаешь. Какая жесть. Так. Значит, снайпер может револьвером пил и попытаться сбежать, да? Либо перезарядиться и попробовать взять дистанцию. Тут что-то бобер вообще, да. Ну, я вижу, что... Укрытия мне особо не нужны, поэтому я просто... Выхожу на точки, с которых можно пострелять. 72 точность. Четыре хита, отличный. Четыре осталось. Хитал убежать подальше. Наверное, сюда. Ну, я из пистолета постреляю. На-на! Блин, такая она грозная вообще. А может, Хэвик еще кого-нибудь увидит? Да, конечно. Он уже видит кого-то. Беги, Хэвик! Патронов нету снайпа. Да, я в курсе. Я хочу... Как-то попробовать верхнего. Сейчас вот ход пережить, если переживу, все ок. Ну, могу удар пропустить. Стоять, 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 стоять! Клетку не дошел! Дошел, капец. Это за все вот эти вот 85+, 4,5 промахов и мантич. За всю боль, не угрожай мне. Скиллуха поперла, короче. Так, Бобер. Что видит Бобер? Бобер ничего не видит. Бобер подходит, Бобер стреляет. Ох, 71. Давай, Бобер! Погоди, а как мы вообще тут... Мне что-то не хочется второй раз проверять на... Надеюсь, он побежит ко мне, к Мишам. Черт возьми. Мантич, слушай, дело такое вообще, вали отсюда. Того раскатим на следующий ход. Реген, два хита, как бы... Должны справиться. Ну, у него же половина хп, опять-таки. И он бежит. Грязь. О! Уперся. А, нет. У него просто проблемы с анимацией. А, нет. Хорошо, у нас будет выстрел один. Кому-то угрожаешь. Ледокол поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Просто БС и кошка. А у кошек 9 жизней. Это да. Я хочу, чтобы... О, я его не вижу отсюда. А, вот отсюда вижу. Удобная штука. Я хочу, чтобы... Бежали-то на бобра. Понимаете? На бобра бежали, чтобы... АБСа. Ой, 5 хитов. Красавчик. Михаил! Михаил! На-на! Алена! Вообще, такое выражение на лице. Вы видели, как она? С ненавистью, с презрением. Просто топич. Просто Беса топич. Топич-попич. Тут Мантич продолжает отстреливаться. Остервенело. Вероятно, 71. Это никогда он не попадет в жизни. Это уже всем известным. Сейчас... Я поставлю Беску еще на дом. Сейчас с перезарядкой. И буду отстреливать с общим лигом оттуда, с бонусом. Мантич им, соответственно, придется подвести этого гада поближе. Мог перезарядиться на випа. Да, мог перезарядиться, а потом выстрелить с пистоля. Так и есть. Не при... Это самое, не привык. Я что? Перезарядка. Теперь полхода, а не ход. Так, ну что? Вот, перезарядку можно же, да? И еще походить после этого. Михаил тоже подходит. Перезарядиться бы. Но Мантич должен подводить. Этого босса сюда. Че он довольный такой? Надо будет узнать. Мне кажется, это баг реально. Это уже шестой выстрел. Вероятностью... Ну, там разный был. 71, там 80. Так, АБС чего не побежал-то? А прикиньте, он сюда запрыгнет. То есть ты тут трех оперативников держишь. Он добегает, запрыгивает и сплэшем всех бьет. Говорят, у него клиф атака как раз. Да, это баг, что промахивается. Я стрелял два раза, и он ни разу не попал. Тоже тогда я забил, но сейчас вижу то же самое. Понятно. Ну, Мантич, это же все-таки... Хоть и скромный стример, но все-таки... Все-таки хороший. Как бы мне сделать так, чтобы я его видел на этом ходу? Вот так вот сделаешь. Стреляй, Михаил. Так, ну я не оставляю пока попыток. Отступаю, отстреливаюсь. Вероятность 73, как бы верняк вообще. О, попал. Так что не баг. Или поправили быстро, пока стрим идет. Пистолет на Overwatch. Он вроде не должен подойти к Мантиче сейчас, не успеет. Ему как раз не хватит. Он где-то на две клетки только подбежит близко. Регенит на два хита. Стоять! А вот следующий уже не успеет. Я надеюсь. Да как? А ему не надо вплотную подходить. Нет! О! Это был второй удар. Короче. Да ладно, Бесса не видит ни хрена. Из-за дерева, очевидно. Капец. Так, пошел Хилдрон. Хилдрон. Что-то я не хочу здесь оставаться и по нему стрелять. Запрыгнет, ударит. До свидания. Надо кайтить. Надо кайтиться на Overwatch. То есть проводить вот так вот Мантичу. На полный ход. Надеется, что он сейчас выйдет на овер. Опа, на бобра пошел. Я вроде овер. Вау! Вообще! Снайперы решают. Стоять! Это рывок был. Сто процентов. Смотрите, он реально светит ему в лицо. Этим подствольным фонарем. Вон! Жесть какая, а! Вот это! Вообще жара. Так, кого качаем? Тут вроде типа все уже повышение получили. Снайперы качаем. Браво, байска, браво. Ну что, это все? Не замечено. С первого трая. С первого трая. Пацаны говорили, все, гагагу. Ох, 11 человек. Потеряли пуху, к сожалению. Ранили Мантича. Но это... Да. Больше всего урона Беска наносит. Процент попадания 60. Атакует Бобер. Чаще всего под огнем Мантич. И больше всего пройдено Мантич. Ну, он там, да, нарезал круги. Круто. Сейчас будем... Я, наверное, все-таки Тей возьму в бригаду. У второго снайпера качается. Они что-то вообще разошлись. Левелапы, надеюсь, сейчас будут еще. Особенно вот любопытно. Возвращаемся. Чем дальше, тем интереснее, на самом деле. То есть, вначале меня немножко обескуражило количество информации. Бобер только левелап получил. Убит в бою. Пух. Серьезное ранение у Мантича. Он, видите, еле дополз. А Бобер получил новый уровень. Протокол восстановления и протокол блокировки. Первое. Способность протокола восстановления может приводить чувство, потеряющее сознание солдат, в том числе стабилизированных после тяжелого. При использовании в качестве первого действия не заканчивается. Только одним зарядом улучшение позволяет использовать протокол восстановления несколько раз за ход. Базовые гремлины обладают одним зарядом, но их улучшение позволяет... Угу. Протокол блокировки. Взлом вражеских роботов, турелей... Взлом роботов и турелей. Беру. Жалко, Беска не кочнулась. Трупы солдата, труп сектоида, труп безликого. Остатки безликого, которые необходимо хранить в контейнерах. Быстро разлагают, заставляя жижу. О, Азия теперь поставляет больше материалов. Увеличивается на 15. Командер, сниженный стресс в комбате может снижаться даже наиболее. О, солдаты со сниженной волей сильнее поддержаны паники и ослаблены для пси-атак. Мы можем восстановить волю, не получая ранения. У Мантич сейчас беда. Что-то по бойцам там. 25 дней отдыхать будет. Браток и БСП после ранения вернутся. Рейнджер, Гренадер. Мне Гренадер, конечно, нужен. Замена Мантича какая-то. Тейку, скорее всего, возьму. И... Ну вот, кто-то из этих двоих. По исследованиям. Один день биотехнологии пришельцев ОК. Мало данных говорят. Инженерочка. Шесть дней будет школа офицеров, партизанская школа. Мантич женился, поэтому и стресс говорят. Да ладно, бросьте это. Все, вначале вообще очень хорошо должно быть. Удалось достичь определенных успехов. Дадут им жа. Западная Азия, деньги. Здесь новобранцы пока не нужно. А тут Инж. Или... Бабло. Эти бабло лучше. Там четыре дня, во-первых. Или сканировать. Сообщение о сопротивлении. А, месяц закончился. Плюс 165 баксов. Ответных ударов предотвращено один. Партизанские миссии выполнено один. Одна миссия совета. И слухов сопротивления расследовано три. События получили как текущих операций пришельцев. Начали планировать. Ага. То есть нужно выбирать между двумя... Двумя операциями. Первая бдительность. Второй агент пришельцев. Силы пришельцев предъявлены в состояние повышенной боеводоготовности. Бойцам будет очень тяжело застать в просплох. Пришельцы затаились в засаде в среднемирном населении. Задействуют безликих в каждом месте, в течение месяца. А-а-а-а... Это типа мы выбираем негативный этот баф, да? Короче, либо они агрятся сразу, либо мы агентов... Короче, я агентов хочу. Или это не выбираем. Это просто меня ставит перед фактом, что и так, и так. Тут ничего нельзя сделать просто. Вообще нет. Надо предотвратить, иначе будет работать, понятно. Еще бабло. Капец, сколько действий вообще. Тут новобранцы, ладно, забиваем. Тут инжа можно получить. Тут надо присоединить бонусные будут бабло ежемесячно. Тут единоразово, но значительно больше бабла. Короче, я инжа. Нет, мне бабло нужно. Бабла нет. Ну нет, бабла. А зачем тебе бабло? Копать? Нет, инженер нужен, чтобы копать. Как раз инженер даст еще возможность пособирать. А, ледокол дали в награду. Да ладно. Я успел разрушить несколько ключевых компонентов этого гипа и вложить в твою губ. Моя анализация показала, что его основная функция была в том, что хондолит, перевернувшую массу информации в вашу кортекцию. Взяли ключ, но нацепили какие-то. Моя анализация была потерпелена. Понятно. Некоторые фрагменты остаются, однако, хондолики, если вы хотите. Обзор. Тактические симуляции. Варгеймеры. Волшебное количество встреч, которые вы проводили, было удивительное. Это... Это действительно потрясающе, что вы проживали так долго, как вы делали. Но это кажется, что он подчеркнулся, что есть еще какие-то плохие новости. Эта гипа подчеркнулась в отличие от медицинского имплантата, который я быстренько помогал в разработке в генетерапии клинике в Новом Провидене. Моя понимание была, что имплантаты были предпочтены для высокого уровня обучения, только каптантов или выше. Кажется, генную инженерию, кажись, открываем, да? Имплантанты можно будет ставить. Более понимание этих имплантатов будет, вероятно, нас всех, командир. Новая задача. Изучить труп офицера. Завершить вскрытие. Окей. Доступен новый отсек. Центр военной технологии. Вскрытие, вскрытие, вскрытие. Военные технологии. Что-то вроде литейного цеха? Центр военной технологии. После постройки ЦПВТ солдаты при повышении взвания могут случайным образом получить способность другого класса. Воу! Кроме того, если назначить в этот отсек инженера, раненый будет восстанавливаться быстрее. Воу! Где денег взять? Наши работы пройдут, как ожидается, командир. Круто. Что я могу сделать для тебя, командир? Так, строительство отсеков. Тут пять дней. Потом расчистку. Сейчас нужно взять инжа. И потом лететь за баблом. Обязательно. И строить сразу вот эту вот тему. Что дополнительный перк на выбор. И... И быстрее лечение, если там инж. Находится. Вскрыли, да? Центральный, командир. Да, я вижу процесс, чтобы быть гораздо меньше дисконсертированным, когда задание уже появилось. В результате, однако, это лучше, чтобы увидеть себя. Моя автобусия от Каптана Адвентом Уже подтверждена существование Каптана Адвентом Симильная в виде Уни, которую я взял от командир. Но есть угры. Какие угры? Дата, что ты видишь, Продолжение от этого Каптана Адвентом Каптана Адвентом Симильная в виде Симильная в виде Это, в основном, Те, командир. Или, в крайней мере, Таткологическое информацию Они проводили через вашу голову. Как вы видите, Мы видим, что данные почти одинаковые. Они использовали тебя против нас. Да. Однако, данные адвентные показают знаков декабы. Открывать команды от их сети может вызвать значительное уничтожение. Сети? Да. Что мы видим здесь, это сионное сети. Эти импланты способны получать информацию и транспортировать. Эти информацию, огромное количество информации, в какой-то момент, откуда-то откуда-то, в стреме сионной энергии. Моя теория работающая. Адвент использует эту нерву для увеличения тачковой подготовки их тропы, а также рассматривать орехи от их центрального команды. Посмотрите. Даже в состоянии уничтожения уничтожения, импланты продолжает эффект – действительно удивительный уничтожение. Или уничтожение. Возможно. Но я требую доступ к их интервью для того, чтобы знать 確ко. Я думаю, что это не будет легко. Мы потребляем активный линк. И это означает хакать живого администратора. Как я сказал, это не легко. Но все равно это лучший лид, который мы получили. Твой звонок, командир. Задание по захвату живого офицера сейчас будет. Построить зону испытаний, закончить исследование черепного бура в зоне испытаний, применить черепной бур. Понятно. Другометы, все дела. Зона испытаний. Так, давайте я сначала на карту. Возвращение между локальными субординатами и Адвент Нетверк Тауэр. Командир, если мы пытаемся строить этот скол-жак, который Тайган сходил, нам нужно специализировать специальную оборудование, чтобы проверить. что-то выяснить. Насколько я понял, мне нужно возвращаться в ту же самую новую Арктику, для того, чтобы получить бабло. Я досканирую все-таки инжа здесь, но после этого попробую вернуться. Олег Денисов, инженер. Боннивур с нами. Да, 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 да. Не забрали. Ему сразу назначение возобновить расчистку. Это Боннивур. Так, теперь все, и должны сейчас собрать, да? Нет. В базе конец, он сломается нахрен, да? Ну, ну, нет, вы что, вы что? Да, я, во-первых, не не продолжил исследование. Это пока магнитку. Два инжа у нас правильно, да? Распределены. Олег Денисов не работает. Да, ешки-матрешки. Вроде же, назначали. Все, он расчищает обломки. Партизанская школа сейчас будет готова. На кулак вроде нажать, вроде... А, поставки. Бонус сканирование. Муд funktion кулакаele на пол deswegen бесконечносты. Стоп, стоп, стоп. Бонус сканирования. Штаб сопротивления обеспечивает медицинским персоналом и материалами, позволяя солдатам быстрее восстанавливаться. Либо Быстрое строительство Расчистка снижает Короче, берем расчистку Один из двух Так, внизу У нас установление контакта для того, чтобы получить Стабильный доход 77 Либо Либо Сюда за ресурсами 23 марта Я не успею уже Хотя Отчет же совсем недавно был Да, вообще у меня этот на вылетах Постоянно, так что бонус особо не работает Попробуем собрать Материалы единоразово Три дня Опа От сопротивления пришло сообщение Попробуем 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 Взаимосвязь между Может быть там на деньги Как это повлияет Или еще на что-то Не знаю Всем, кстати, кто недавно присоединился Добрый вечер У нас первая часть XCOM 2 Очень много информации Для первого прохождения Особенно Но С вашей помощью Опа Партизанская школа готова Так Вот это интересно Это что-то вроде Школы офицеров Посмотрим Что она даст Новые тактики Требуется Боец Тренирует Новобранца В качестве Отдельного Класса Ааа То есть Ты выбираешь Бойца Евгению Гусеву Например И ты ее Можешь Какому-то Этому Артстот Уууу А кто мне нужен-то Так Снайпер Точно не нужен Специалист Точно не нужен Гренадер Тоже не нужен Их двое Один через 4 дня Вернется Кто там остался Рейнджер что ли Да Милишник какой-нибудь Кто у нас Милишник Топовый А может пофиг Может Забить Не Надо проверять Надо всех проверять Надо проверять Надо проверять Новые тактики Новые грейды Стервятник Из противников Выпадает дополнительный предмет Каждый раз Когда не роняют Хронометрированные трофеи Размер отрядов Аааа Стосоточку стоит Уже можно брать Салдат получает Плюс три К мобильности Первые Ходы Боя Два хода Пока отряд Замаскирован Классно Для Опытной убийцы Экспо Ой Понеслась Короче Ребята Перерыв Две минуты Я вернусь Сейчас такая жара пойдет Должна по крайней мере Пойти Должна по крайней мере 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 Продолжение следует... 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 Да, говорит Витя Ладно, сейчас у нас два инженера Работают, у них все плохо 30 дней Денисов будет Разбирать завалы Дмитрий Мерчук 6 дней Скоро управится и перенесет нам средства Ну а мы вроде как продолжаем Раз собирать все ресурсы 165, 3 дня бы продержаться До миссии не... Новая цель для партизанских... Где она? Арктика, разведданные Сложность легко Пока игнорируем Два дня пробую Не, мы должны Если мы игнорим, то все плохо Ладно, поехали Не дают, не дают Не дают мне заигнорить эту миссию Видимо, времени... Ну не продержится она долго Придется лететь на задание Четвером Итак БСП Почему БСП? У нас хэвиков нет Хэвики Два дня Ладно Берем рейнджера По крайней мере БСП у нас Милишный с мечом Кажется бронь О, персональные боевые модули Нет Улучшения оружия Тоже нет Оснащение А не, армор остался На самом деле Я, пожалуй, возьму бронежилет Потому что Ну, пуху не помогло в прошлый раз Но дополнительный хиток Два снайпера И Михаил Специалист С Гремлином Так, а мы ж не смотрели БСП Или смотрели А персонажи А, лидер повстанческого движения Закакон Закаченный контент Надежный охранник границ Артстоцкий Финансовый директор ООО Дивинити Похож БСП Еще раз спасибо за Предустановленных персонажей Которые И внешне немножко напоминают И Имеют вот такой вот Бэкграунд Музыка боевая Вдохновляет Так, меткость 68 Вволя Выпад Да, надо его Надо его, конечно, повысить Но самое главное Киллсейп Все-таки Снайпером Надо БСКУ докачать Есть совсем немного До левелапа, я думаю, осталось Жалко, что нет Шкалы Прогресс По крайней мере, я не знаю А способность какая-то Там новая была Ответный огонь Я взял Так, еще разок Подождем Попав под вражеский огонь Автоматически Отстреливайтесь с пистолета Один раз В течение хода Да, наверное Ну, хотя я для аркады Это брал Но я не хочу Подставлять ее Ошибкам Готовы? Готовы, что? Поехали Надо было бойца в школу отправить Поехали Да мне сейчас особо не нужен никто То есть, два хэвика Главное, чтобы Что у нас тут подвисло Итак, защитить устройство Необходимо Убить всех врагов Захватить И защитить Передатчик Новгород Город у нас Странное место Мы сейчас находимся Далеко от Новгорода Насколько я понимаю Поехали Надписи не на русском Ну что Мы не Так, противник выдвинул Силу для уничтожения Передатчика Мало времени Нужно защитить Сектор А, нет Отряд замаскирован Хорошо Так, осматриваемся Видим церквушку Церквушку Полуукрытия И, судя по всему Вот именно с нее Будут хорошо стрелять Снайперы Потому что С этой крыши Открывается вид На кладбище И, собственно Следующее здание Это уже Наш Так, ладно Бобер Бобер пошел Внимательно надо Прыгаем на крышу В полный ход В полный ход Давай Забираемся По трубе Я побежал Давай так Чтобы не спулить Случайно Все на крыше Они уже Себя А вот, кстати БСП Это можно отправить И понизу Там мирные Правда Потому что Он милишник И на себя Может Если на него Люди выйдут То Мы можем Флангануть Хорошо То есть Например БСП Пойдет сюда На разведку Да Тихо Видим Что мирные Уже стоят Но они Не очень Френдли Подходим Аккуратно Опа Пулпака Они на крышу Забираются Капец Какая Они может Меня не увидели И тут Заходят А Они уже Начинают Простреливать Короче Бежать Нужно Туда Срочно Так Мы Флангуем Мы Флангуем Обоих Погодим Может Светошумовой Захренач Туда Они мне Еще не спулили Понимаете Я могу На первом Овервотче Очень хорошо Ворваться Они Мне пока Не видят Пока Не видят Липр 0 Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Давным Давно Семь Континентов Жили В мире Но Народы Пришельцев Развязали Войну И только Чумандер Мог Остановить Захватчиков Но Когда Мир Больше Всего Нуждался В нем Он Сичто Под Точка Прошло 20 лет И мы С Брэдфордом Нашли Нового Чумандера В маге Варкрафта По имени Майкер Короче Знаете Что надо Сделать Надо Снайпов Поставить На Овер Михаила Подвести Вот Сюда Вот И Сделать Выстрел По Дальним Потому Что Овер Рискованно Конечно Блин Может Сразу Стрельно Спаси Кто Иду Да Давай Сразу Че Прятаться Раз Четыре Хита Снимаем Встрепенулись Да На кого Ты Показываешь Что Иди Сюда Скотина Пошел Овер Вотч Четыре Хита Пять Хитов Минус Сиктоит Но Я Не В Укрытии Это Проблема Повышение Получила Беском Ну а толку Сейчас он Будет Мочить Да Давай С пули Еще Кого Немец Зря Она Была Четырем Бежать Наверх Ладно Я Надеюсь Что Он Это Аркада Конечно Вы Идеально Он Спрыгивает Просто Е Ну потому Что Он Флангуется И Уходит Найс Есть Время Занять Позицию Продолжают Бить Передатчик Нужно Стремиться Туда Но Он Плотный ХП У него Много Так Здесь Здесь Сначала Бобер Идет Вперед Бобер Пошел Видит Фул Кавер 55 Фигня БСП Бежит Так О Снайпер Видит 55 Может Светошумовую Кинуть Пока Позицию Занимаем Наверное Так и Нужно Сделать Потому Что Не Выстрелят Можно Из пистолета Выстрелить Но Это Чушь И Поставить БСКум Давай Светошумовая Позволит Мне Этот ход Еще Пожить Без Серьезных Последствий Для здоровья И Таким образом Мы будем Уже на Позиции Светошумовая Пошла Здесь Можно Из пистолета Пострелять В общем-то 55 Можно Перезарядка Не нужна Лучше Из пистоля 55 Хорошо Попадает Бесса Уже С повышением Так Бобер Что Видит Бобер Бобер Видит Все Бобер Стреляет 55 А Надо Было Сначала Пострелять Потом Светошумовую Кидать Конечно Я Ступил Почему-то Я Исключил Шанс Ну Факт Попадания По По Противникам Тут Надо Подходить Вышку Взломать Можно Говорят Выходит Пак Раз Два И вот здесь бы Светошумовая Ох Как Пригодилась Хакай Вышку Да Да Плохо Сейчас и стрельба Будет Но скорее всего По БСП К сожалению Мимо Ох Слава Богу Там полуукрытие Я зря пошел Вперед Еще один Стреляет Ой Опасно Держись Держись БСП Вау Так Под БСП Подставились Пацаны Он с дробашом Он может Критовать Как там Вышку Взлом С помощью Гремлина Что даст Полетел Что даст Взлом системы Так Зрение бойца Увеличивается На два На следующий Один ход Зрение Увеличивается Неудачный Взлом Раскрывает Позицию Вообще Пофиг Зрение бойца На два Нафига Ладно Пробуем Разблокировали Хорошо Зрение бойца Увеличивается На два На следующий Один ход Хорошо Зачем Так У нас Зомби У нас Два Ну я еще Правда Ход не потратил 95 По зомбарю На него Можно в общем-то Забить Этот Ближайший Скорее всего Подхавка У того Полукавр И самый жесткий Стоит под Полным укрытием Светошимовая Еще одна Есть А Дымовая Граната Не светошимовая Да Это хреново Так К зомби Подходить Не хочется Что Я Могу Нет Зомби Не то Ближайший Ну вот здесь Светошимовая Должна Была Быть 66 99 79 Надо Ближайших Вот этих Вот мочить В первую очередь Зомби Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Ох Твою Дивизию Может Мы чем попытаться Да Вот в район Зомби Лучше вообще Не лезть То есть Он прикрывает Всех Трех Бойцов И Фланговать Сюда Например Ерунда Ну то есть С одной стороны Хорошо Гарантированно Практически Этого Вырубаем Но Это Джигат Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Он вырубает Меня А если Сюда Тоже Да Хотя Тут Нет Тоже Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Да Беда 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 Проверь Дамаг По Сектоиду Мечом Приятно Удивишься Найс Ну я подставлю Из-под Зомбаря И фланг У меня Будет Ну я Понял Сектоид Режется Мечом Сильнее Шесть Восемь А тут Три Пять Так что Штурмовики Очень хорошо Действительно Вырубают Ладно Допустим Мы Снайперами Снимаем Нижних Правильно Пробуем Раз 75 Стреляет Молодой Снайпер Тей Укрытие Сняла Но Не попало Но укрытие Хоть сняла Окей Бобер Бобер Еще не стрелял Бобер Кстати Может Пострелять Как раз Потому А Он Под Полуукрытием Остался Гад 88 Давай Попробуй Миш Хорош Минус Один Сейчас Беска Стреляет По этому Товарищу Давай 80% 79 Умница Остался БСП Я предлагаю Рассчитать Количество Ходов Так Чтобы Зомби Не дошел Но Подставить БСП За полуукрытие И Пострелять По зомбарю 74 Да Стреляй Хорош А потом На сектоида Побежим Когда зомби Ко мне Подойдет Так Надо еще Материалы Снять Тут Продолжаю Бить По этой Точке Так Что Будешь Делать Давай Ничего Серьезного Паника Контроль Что это Надо его резать О Мимо Фух Ну Топич просто Сейчас зомби Подходит Этого в миле Убиваем Тут Оверу Ау Это перк Как раз От снайпера Что она После атаки Еще отстреливается С пистолета Договорились Этот Не должен Успеть Вообще Не должен Успеть Вот я и Рассчитал 8 клеток Да Вот я и Рассчитал 8 клеток Так Ты точно Идешь На Ледокол Подержал Расканал На сумму 100 рублей Ходят слухи Что если Убить всех Тойда То умрет И зомби Да это понятно Все Мы не убивали Просто его В тот ход Никаким макаром Капец Вот сейчас Выбор 88 Мажем И зомбаря Забрать лучше Зомбаря Все заберут А ты Единственный Кто нормально Может попасть Потому Умница Шестерку Сняла Так Давай Оценю Вероятность Окей Ты точно Снимешь Значит Второму Снайперу Даем Возможность 55 Снять Сектоида Давай Тей Мимо Ох Ну теперь Я вынужден Зомбаря Убивать Или Рисковать На 55 Нет Это не факт Что убьешь Зомбаря Убиваем Стоп Ну что БСП Промахнулся На 88 Мили Если бы Не промахнулся Все было бы Ок А сейчас Придется Разбираться Ой Надо было Дроида Запускать Господи Он совсем Убежал Совсем Убежал Да ездишь Так Сейчас Не забыть Подлечить Не забыть Взять Лут Живем Пацаны Живем Пока Живем Перезарядка Требуется Но Сначала Гремлин Лечение На БСП Там еще Третий Пак Идет Ну в смысле Он не идет Он там Держится Но время У нас Что есть Сейчас Соберем Лутецкий Здесь Снайпами Перезарядимся И скорее всего Придется Спуститься Так БСП Собирает Лут Что там У нас Приклад Ух ты Он добавляет Небольшой шанс Что Даже промах Нанесет Небольшой урон Так Спускаем Не спускаем Я бы Одного снайпера Спустил Другого Оставил То есть я Тейку оставлю Потому что у нее С пистолетами Беда А вот Беск пойдет Вперед Спускаемся Приклад Мантичу Перезаряжаемся Так Бобер еще Тоже бы ему Перезарядиться На самом деле БСП Подходит Под кавер Перезарядка Итак Проверю сначала Слева Скорее всего На овере будет Бобер Бежит Как там По хп Это у нас С запасом Серьезным Тут овер Кого увидел? Кого увидел? Индикаторов Нет Не понял Полечи самурая В смысле Я уже Полечил Фууууу Vac Наверное стоит Тот Секто Так в том то и дело Что мы не видим Где он стоит Я где-то его Мельком А вот этот Вот что ли? Нет Амирный сидит Какой-то Так, Бессу подводим Аккуратно Пистолет на Overwatch Overwatch, Overwatch Выходит слева сиктоид Ну шумит, по крайней мере, он там Продолжает стрелять Сначала сиктоиды вырубить Я практически уже не сомневаюсь, что Тей тоже нужно Спускать Ага, он убежал сюда Но я сюда подойду сразу с пулю, Пак Но мне зайти по-другому В эту комнату сложно Так Беск подходит Раз Полное укрытие Ну давай, еще потянем немножко Могу уже спулить Овер 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 Куда же тебя-то, а? Сюда, что ли? Скорее уж сюда тогда Можешь увидеть Можешь увидеть И увидишь, скорее всего Ладно, подойди просто так Блин, классная игра, конечно Если еще разойтись Это он двигается? Он может сейчас из комнаты вышел Судя по направлению Ну нет Блин Ладно, БСП, давай коты лучше Увидели Спурили Там и сектует с этим Паком Он прибежал как раз к Паку Сам спрятался Скотина А Пак его прикрывает Они грамотные Грамотные гады Нет линии у снайперов Значит, что у нас тут по Дверь-дверь, да? Причем отсюда вот как раз Тей может стрелять уже хорошо Я, пожалуй, бобра подведу сюда А БСП поставлю туда Это раз Тут овер, скорее всего, будет Тут фулл ковер овер, скорее всего, будет Бобер подходит А, стоп Уже видим, что ли? Да, БСП с общим видом уже Наблюдает Может быть, стоит Тей еще на этом ходу Как-то Погоди Не вижу я Не, на Тей выйдут Точно, на Тей выйдут Так, штурмовик Может быть, пойти с фланга Сразу резать того? Хорошая идея, кстати Давай БСП побежал Овервотч Овервотч Подходит кто-то Продолжают стрелять по этому устройству Но там две трети жизни Вроде живые Но очень быстро сносит Стрельба была с угла Подходит Опа Овервотч Бах Три хита Такая крутая вообще Тей там почему не стреляет Ой По Тей стреляют Машина загорелась Блин, вот я спрятался Овервотч От Тей Красавица Ай, мимо А нет, это не машина загорелась Просто земля загорелась Сейчас правда по Тей будет снова А, не, нормально Все Все Устройство главное Чтобы не добили до конца Что я вижу? Я вижу двоих здесь Я вижу двоих здесь 59, 39 Бобер Фланговать может В общем-то Овервотча там не было То есть Бобер флангует Получается, да? Да, флангует одного Это раз Минус один Два солдата осталось Плюс Сиктоид Простили задачу несколько снайперам Помним про то, что Здесь с угла был Был враг Может реально на крыше прыгнуть? Пробегу тогда спокойно Упасть никак Упасть никак 35 39 Я боюсь спалиться сейчас То есть я точно спалюсь Ладно, фулл кавер Опа, вон он Вон он, вон он, вон он Причем я флангую еще Ну дальнего флангую Тут не достаю с мечом 61 из дробаша А давайте-ка Промах Но БСПН в аркаде, конечно Причем здесь еще Ооо, подсветили сиктоида 61, давай Беска видит И Крит 8 хитов Сиктоид минус Осталось 2 2 Солдата Вижу 1 55 Полуукрытием Тей стреляет Мимо И ход Ну что ж Да, этот подходит Ну вот, наивный Наивный, без шансов Там еще Бобер, смотрите, слева Так, этого фланга С фланга обходили Ну понятно, они От безысходности Начинают просто лупить В квестовую штуку Но при всем уважении Да каком уважении Не попадут они никак Так, я подбегаю снайперами Чтобы получить Вижен Подхожу С пистолета Фланг в одного Молодец Хорошо еще переключать Пистолет и винтовку Не надо Потому что механика Там все равно Одна и та же Тут Вижена нет Тут можно зайти А БСП Как в общем БСП хорошо 88% Да лучше, наверное, подбежать Лучше вообще дальнего С пистолета постараться убить Буду я видеть его Не буду я видеть его Отсюда Откуда я его могу заметить Вот отсюда смогу заметить Окей Самый опасный Это вот этот вот Товарищ А сколько урона У дробевика 4.6 Не густо Ай, блин Так я не хочу Межгана подводить Фух Понимаете, да Последовательность С одной стороны Снайпер может выйти Где-то 85 Убьет этого Но это будет без Так пофиг Что без укрытия Он даже нас видит Он Да, не будет нас видеть Отлично БСК подходит Пробует 64% всего из пистолета Но Есть Остается последний Так, значительно проще Во-первых, посмотрим Сколько мы С какой вероятностью Мячом снимем У этого 88 Большую часть Давай БСП Пошел Но он Увидел просто Квестовый предмет Сам побежал Достает И Да 4 урона 3 остается Теперь остается вопрос Снимет ли бобер Оставшийся ХП Выбора нет Надо вписываться 94% Топич С первого раза Без сейвов Без ранений Чистенько Только гранату В самом начале Криво кинул Фух Вот это Я уже Мне Процент попадания 90% Вот почему Прошли Я сижу довольный Такой А, с ранением Все-таки Довольный Смотрите Настяра Отъел Какой БСП Да, ранен Зомбарем Точно Забыл Я же его вылечил БСП Сам виноват В 88 Второй раз Не попал И все И Так не было бы Ни сектоида Ни зомби Мантича убили Нет Мантича ранили Приземляемся БСП 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 Получила повышение Снайпер Меткость 81 И На выбор Меткий глаз Способность Меткий глаз Снижает вероятность Попадания На 25% Но увеличивает Базовый урон На 50% Перезаряжается Два хода Ну что-то У меня Минус 25% Попадания Для данной Ну для Меткости 82 Это как раз Не очень Хорошо Руки молнии Выстрелите в цель Из пистолета Вы не дадите действия А Выстрелите в цель Из пистолета Вы не тратите действия На эту атаку Это двойной пистоль Пожалуй стоит Тем более ответный огонь Пошли в пистоли Так Ну на этом все Никто больше Левел не получил Получили разведданные Пять дней Ок Сейчас надо Побыстрее В партизанской школе Назначить Давайте Евгению Гусеву По специальности Пройдет обучение Станет Передовом Выбранного класса На кого выбрать там О Гренадер Был Да все были Рейнджеры Снайпер Специалист В ком я нуждаюсь В рейнджерах К сожалению Два снайпера есть Два гренадера есть Специалист один Вот рейнджеры Постоянно дохнут Да Еще нужно Улучшить оружие Там же мы Кому-то накинуть Даже если типа будет промах Нанести урон Для получающих Новые звания Ветеранов Доступны новые Настройки Еще Персональные Там Какие-то Настройки Улучшение Оружия Приклад Ну да Это явно Не снайпером Возьмем Штурмашу Но У нас же Ранение У мантича Вообще стресс Серьезный 18 дней ранения Тут 8 дней А больше Рейнджеров У меня нет Женька Учится В рейнджерской школе Можно бобру Конечно Хотя он Ладно Попробуем Промахи При стрельбе Наносят цели 1 урон Прикольно Гарантированный Минус хит Так И Что я хотел Я хотел денег Но сначала Посмотрим Инжи у нас Так как Сколько там дней 5 дней осталось Исследование 5 Окей Надо вернуться Дособирать Все таки Доступный ресурс Мы еще не забрали Поставку материалов От сопротивления Пригодятся Где? Блин Да не хочу я сюда Там не собранные вещи Вон Два дня Ресурс Два дня Я долечу До туда За Три часа И дособираю Давай Все Мы собрали Все доступные ресурсы В этом месте Через несколько дней Пришлет дополнительный Вернуться в штаб Ой Надо было Все таки Сразу В другое место Хотя Не факт Что это Возможно Сейчас в школе Исследование На пятого человека В отряде Оружейная Партизанская школа Новые тактики Вот оно Размер отряда Упали отжались Ну конечно Хочется еще Да все хочется И триблэ поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Михаил Тащи Теперь снайпер Точно два раза Стреляет Да Да У тебя есть Трево ады А у нас нет А мы так хотим Удачи в сражениях Я понял Лезвием Сейчас товарища Разбаним Даже не ванил Относительно того Что забанили Разбанить Он сказал Про второй выстрел Миш без галок Это не игра На первое прохождение Вполне себе игра На изучение Как раз то что нужно Зачем травить По 40 раз Одни первые Там 3-4 миссии Если ты базовых вещей Не знаешь Так Женечка у нас учится Что дальше Можно в Азии Контакт сделать Тогда инком Ежемесячно увеличится Да Давайте в Восточную Азию Контакт лучше Там непонятно Еще какое количество Материала будет И Радиоисследование Завершено Доступны Радиоретрансляторы Отчет об исследованиях Мститель в целом Удовлетворяет Наши потребности В координации связи Однако Чтобы увеличить Дайность И накрыть сетью Все возможные точки Нам нужно что-то новое Подойдет Сеть ретрансляторов Расположенных В определенных точках При условии Что мы справимся С министеризацией Технологии связи Доставшейся нам От пришельцев Найти равновесие Между энергопотреблением И риском Обнаружение Будет непросто Но это единственный шанс Расширить наши возможности Увеличив дальность связи Мы повысим Эффективность действия Местного сопротивления В зоне покрытия Ретрансляторов У нас магнитное оружие На паузе Но есть значительно Более Быстрые проекты Давайте вскроем Человеком О, в Азии Абсолютное оружие Все основные оружия Получат дополнительную Учейку улучшений Вы сняли контакт Построите радиоретрансляторы На этом континенте Чтобы получить этот бонус Так, обломки Расчищены Инженер добыл нам Материалов Можно построить Зону испытаний Экспериментальной Где можно тестировать Изготавливать Новый уникальный Типа боеприпасов Гранат, брони Ну, типа литейного цеха Насколько я понимаю Энергии Три У меня Лучше, конечно Хотя нормально Хватает Посмотрим И Назначили Туда Дмитрия Мерчука Для ускорения Строительства Так, здесь день Собрали Азию подключили Насколько я понимаю Да? Открыто достижение Надежда сопротивления Новый объект Адвент Исследовать Секретный объект Адвент И завершите Задание На секретном Объекте Короче, новый доход 77 материалов Ежемесячный И доступ К новой Индии Или Индонезии Но я думаю Ну я думаю Что нужно Припасы Чтобы сопротивление Давайте в Азию полетим Мне нравится опция Дополнительные ячейки Установить контакт Стоимость разведданной Да? А, это можно было без... А нет, нельзя было без У нас три из трех контактов То есть больше мы не можем Ничего сделать, да? В штабе на скан Нажми Макс репост В штабе на скан Где? А, это модуль Спутниковой связи Я понял Штора? Какая штора? На карте Так Он забрал деньги Заметь Не надо дезинфы Материалы Валяются На чукотке Да я в курсе Я туда не по... Ну, я осознанно Туда не лезу Вот вы... Сопротивление Передало данное Транспортном маршруте Адвента Миссия, короче Показать мастерейдом У нас пять бойцов В отряде Сейчас надо выбрать Точно кого-то Но у меня, конечно, Хэвиков нет Да, уже пять человек Хорошо Нет, Хэвик есть Браток пришел Бот Алиса еще Зашла Но... Ладно Тей Бобер Стоп А точно никого Больше нет Да, только Лемминги Чат-бот Алиса Давайте познакомимся С Алиской тогда Вот такая вот она Угрюмая Изменить Автономный Легкосплавный Идеомоторный Самообучающийся Андроид Злая какая Алиса Она не такая На самом деле Так Давайте Возьму Не, давайте Алиску Ладно Обычная Гренка У Тей Давайте я лучше Дезориентирующий Гренки возьму Мне они больше Чем дым нравятся Да, только Ты не сможешь взять Надо их покупать Заново А у тебя Получается Способность Новая Два раза Выстрел Из пистолетов То есть Реально Нужно Бессы Лезть вперед А вот Тей Я прокачаю По-другому Снайперам На овервотч Дистанцию И туда Так Ледокол Можешь Мочить их Пожалуйста Всех Кто Провоцирует Причем Так Нормально Мочить Дней На 30 Сразу Сразу По списку Ладно Я сам Разбанить Разбанить Разбанил Куда я разбанил Сейчас У нас Минутка Добра Может Сразу На сайте Банить С галочкой Давайте Я пойду Активировать Аккаунты Это Раз Там Смурф Да По причине Смурф Зен Двас Это Три А че Притихли Это Пацаны Оскорблением Штору поправь Какой-то Что там Какая штора Понятно Сейчас будет Сейчас все будет Так вот Должно быть Лучше Медикит Возможность Лечения Взломы Хэвик Браток С двумя Зарядами Леминг С Гранатой Ну поможет Светушумовая Дым Поехали Мне кажется Элибеса Может Теперь за Один ход Не только Два раза Пастолета Но и Один раз Нет Винтовка Требует Два хода Так Задача Ликвидировать Всех врагов И Завладеть Материалами В поезде Адвента А может быть Пистолет Тут какая-то Небольшая Небольшая Алиска 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 Небольшая Ну алиска но блин какая-то жесть укрытие полное полное три полных укрытием и набегаю открытие дверей разберите окон снимается алиску будем спасать тут светошумовую или на общий вид давай светошумовую для начала поехали плохо overwatch это уже сразу минус такой серьезный светошумовая двоих накроют хорошо благодаря гренки я почти ход выиграем там милишные какие-то с этими с с мечами жестенькие видимо опасным без к стоит не очень хорошо ее я вроде как должен ближе подводить но хотя давай сюда сможем с пистолетом сможем но копейщик адвентом 2 из пистоли постреляем бобиор бобиор есть еще браток но братку наверное надо все таки подходить прям вот прям как надо подходить пусть то будет ханкер на на ход но он должен подходить так чтобы следующий ход обязательно добить бобиор если с этой точки уйдет то он в общем-то может может поставить еще зонда охранного для кого фулл кавер любой сможет стать смешенью укрытия ненормальных нет давай на себя тогда и ты я пробегу тогда к укрытию влево города бобром нужно постоянно стрелять я согласен и мы не пробегаем блин к укрытию слева ладно давай тогда по агрессивнее раз тебя защита и ты можешь и ты должен стрелять следующий ход элис ход за полное укрытие но это конечно жесть сейчас начнется жара у них жизни тоже прилично хотя у меня видеть после звания пашки то добавилось из ориентированы двоем слышу подбегает 3 этот пытается стрелять меточку поставил гад туда гренка нужно я не уверен что удастся стрельба идет укрытие не пробита первый промах этот на овервотч встал а этот бежит поближе ох какой он мобильный ничего себе так внимательно не вопрос братку в первую очередь сможет ли он навесом кинуть туда гренку вроде сумеет это было бы круто я понимаю что они дезориентированы на следующий ход уже все браток все равно здесь особо ничего сделать как ты так делал вот маг и волшебник все укрытие нет ни у этого ни у того учитывая что мне нужно качать леммингов 65 опаснее конечно вот этот вот потому что метку ставят давай 65 алис попала на не убила сейчас будем снайперами достреливать я полагаю так бобер в любом случае добьет кстати то есть в этом нет сомнений так что правую цель можем даже и забыть ты да давай ты 75 по левому без укрытия точно центрального бобром убиваем без шансов метку снимаем у нас еще остается на пару овервочей может подойти беской я лучше поставить его на овервоч на винтовке он может мили подойти я думаю об овервоч пошел от бессы классно как здесь реализовано все шесть еще но не добила но но уже больно уже больно он доходит сюда и нет ты ударил какой мобильный ладно подлечим кого качать алиску качать подходим видели он круголя вот отсюда это штурмовик 65 капец чё так мало то ладно и выпал лут так теперь перезарядка лечением повышение зарабатывает планшет адвента и приклад как раз который гарантированный урон наносит запускаем лечебного дрона убиваем но остальные паки уже будут спулены соответственно мы с первым разобрались в эти минус гранаты и ранения по снайперу этом не очень хорошо конечно так давай пока воспользуемся случаем раз у нас миссии не на время перезарядимся ну что поблизости не слышу никого мне нужно понять как снайперов ставить скорее всего они будут вот по ходу по ходу по ходу может быть даже на этот на поезд так алиска пойдет на разведку кверти со что то там по поводу банит не банят а это да это в рамках канала пожалуйста правда этом пожестил против одного товарища деактивировал мой аккаунт но можно модератором пожалуйста это даже может помочь я слышу откуда это все донатами читаются ну что что будешь делать опять 25 второй раз на сегодня и 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 слева да 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 короче я выставляю сначала снайперов на эту линию для ног to begin with а потом уже двигаемся поехали раз 2 сектор и двое обычных да сектоиды здесь другие совсем тоникс поддержал ваш канал на сумму 500 рублей спасибо тоникс это у меня вкладка была не открыта и все все 446 но я предлагаю снова попытаться кинуть гренку туда для того чтобы почистить укрытие даже с учетом того что я достану только для сектоида он слишком много плохого может сделать хэвик работает уберем у него укрытие в принципе и расстреляем а почему не подошел с хэвика я же мог подойти я забыл уже такая опция есть так погоди миш 71 тэй тэй ранено будет отдыхать ладно все равно убивай снайперы хорошие нужны 4 хита минус 3 хита осталось бобер в любом случае урон нанесет тот меня расстраивает отсутствие серьезных укрытий разве что 46 46 да ой вот сюда я не добегаю там кавер хороший может защиту поставить на себя просто стрелять зачем еще подходить потому что не в укрытии ну подходи вот так вот да он не увидел остальных поэтому может спокойно стрелять так сектоит первый же ход минус это очень хорошо бэска стреляет по одному потому что может 46 но как бы чё не пострелять то хотя с ее пистолетными скиллами наверное стоило подходить и настреливать ладно это два мелких они без гранат без меток с небольшим количеством хп но попасть могут попадание есть братка минус 3 хита главное чтоб дальний не стал туда же мочить не не станет он не видит его просто стреляет по фулл кавер алиску молодец увернулась вовремя ты продолжает видеть двоих 54 ладно стреляй 54 бог с тобой попадет скорее все убьет просто там урон такой что не попадает очередной раз бэска бэска я думаю должна подходить подходить для того чтобы с пистолей пострелять и на выстрелы отвечать пистолет 55 не нравится бобер запускает хилл в братка гремлин его сейчас подлатает по-быстрому а почему я гренку не кинул вот так вот например фулл кавер граната убьет 3 хита там а может даже 4 и сейчас мы сможем либо снайпером добить либо бобром но лучше бобром для того чтобы снайпера подвести поближе хорошо минус 2 хотя я могу сделать овервотч бэской так здесь фулл кавер ледокол поддержал ваш канал на сумму 100 рублей а вообще я думаю хорошие репрессии при таких случаях будет включение режима только для премиумов на какое то время ха всем пеку в пледе секта плоды изуч да чатик только для премов это новый уровень хотя нецензурщина написал как раз премиум подписчик то есть наличие премиумы не гарантирует соблюдение правил так они отходят мне нужна подсветка но укрытие то нет надо наувере встречать я полагаю тэй к сожалению не сможет на овервотч встретить из-за отсутствия перка поэтому ей подходим перезаряжаемся а вот бэска она пойдет с овером с пистолетом полуукрытие я всех подвожу под полуукрытие потому что ну он что там один остался надо там есть третий пак понятное дело а он скорее всего подбежал так другому паку он побежал к последнему паку может тогда пока есть возможность снайперов поставить на возвышение это может дать мне давайте проверим бонус по точности и что самое главное время это мне даст на занятия позиции опасно надо обязательно выставить кого-то сейчас хотя бы так полуукрытием полуукрытием так ты наувере кто кто где 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 непонятно бобер рядом бобер пока фулкавер алиса овер тут пистолетный овер перезарядись бра ток бра ток ладно пусть под полуукрытие подбежит ну хоть что-то понимаете хоть что-то откуда а не смотрите кого они слева пак будут они за поездом судя по всему поэтому снайперов переставляем так дар чей это поддержал ваш канал на сумму 322 рубля чатик только для донатеров да это же опция а быстро ход так проходит я уже думал что я спасибо за саппорт 322 а где мне показалось я видел кого-то вот а груз 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 а давай вижны побольше возможно и сюда нужно было снайперов перевести пока никого нам сюда но там четыре человека ориентировочно пак и оставшийся этот солдат несчастный а вот они подходят ну короче сектоит и там два что ли пока там четверо здоровых пошли овервочи да милишники пошли капец так раз этот мелкий нет это один пак один пак просто плотный очень снайпер с общим видом видит сектоида тоже видим сектоида что у нас по и алиса видят все видят сектоида но вероятность что-то меня вообще не радует можно хэвика конечно с фланга но он так рискует так рискует что до него добегут но лучше чтобы до него добегали чем до остальных я чуть дальше отхожу фланга нет вижена нет ничего нет погоди а ладно давай пятьдесят процентов раз пять тиков да и попадает пятьдесят восемь это пригнулась специально вообще классно но не попала и встала класс вообще такие штуки продуманные 35 это конечно хрень доп защиту можно повесить на хэвика его мочить скорее всего будут алиску бы еще подставить как там хотя может не стоит сейчас лезть может быть даже овервотч будет выгодней хотя у этого полуукрытием давайте лучше мелкого этого 47 попробуем пострелять потому что если попадет то убьет но хэвик не попадает защитного дроина скорее всего запущу на на братка перезаряжаться хэвик вы выключается из игры к сожалению пошла пошел защитный протокол протокол помощи 20 защите плюс фулл кавер алиса на овер михаил 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 я бы тебя за фулл кавер отвел хотя бы так побежали овер есть алиса стреляет но а мне показалось что попадает флангуем мы его ох нежган держись нормально да снайперы того флангуют но гораздо опаснее оставшиеся троицы сектоид который пытается психологически действовать на братка тот паникует беги беги просто беги беги нет эти вот на самом деле даже опаснее мне кажется чем сектоиды бежит 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 браток ханкер молодец ой тут по снайперам блин а как они их увидели то вообще там же я с общим видом стоял капец это такой риск но этот не должен доставать вообще миша держимся держимся полное укрытие так гренки гренки светошумовая есть ли у кого нибудь еще а тут защитный возвращается паша очень волнуется у бэски есть дымовая светошумовая у меня только одна была к сожалению тэй флангуют это очень серьезные проблемы не только ее но ты ж ежик а тут фланга не будет блин капец снайперов надо спасать выстрел с пистоли можно сделать 71 только поэтому да а у это ты была нет блин нет что я наделал это было ты капец я попал может дым пистолет и дым например пистолет и дым да пистолет и дым лучше стреляй по ближнему по кому попадешь 75 с пистолем действие не считается и кидаем дым да как действие ж не считать а там отдельная иконка под этот скилл очень интересным а короче я побежал мне нужно спасать снайперов давая врагам новые цели 69 этот самый приоритетный промах один хит так и остается у нас алиска алиска которая бежать практически некуда он надо ее подставлять пытаться этого добить 51 капец я попал я я убил его так снайперы живите живите снайперы да патроны закончились ой ёл моё этот бежит фланга нет нет есть фланг нет нет ты прости у какая анимация классная блин не подходите не подходите так это поднимает зомбаря женька бесса принесла сейчас вас подождите давайте минутку кота терапии кота терапия кота терапия подсовывай подсовывай прям под камерой не так с той стороны лучше ты не дотянешься ты не дотянешься давай кота подсовывай очень очень все видно все нет все 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 убирай 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 взгляд не 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 все убирай кота она недовольна но она черная ее не видно ни фига короче ребят там пошли в рукопашку уже пацаны вроде там был промах я видел краем глаза да промах есть зомбаря он поднял из бобру хреновым ой тут всем хреновым так а хэвик то как хэвик пустой хэвик пустой должен бежать каким то образом и перезаряжаться попутно при этом таким образом чтобы успеть еще в следующий ход сделать что-то полезное возможно это фланг и наверх перезарядка давай да там далеко вот сюда вот что у нас здесь сто процентов с критом пятьдесят процентов зомбарь зомбарь пофиг ну короче мне для снайперов для того чтобы все было хорошо нужно снять вот этих вот пацанов сектоид конечно там но он вроде занят в принципе ой тут перезарядка перезарядимся а что снайперы там два выстрела один выстрел так да я могу стрелять после перезарядки от зомбаря отходим не не отходим давай ты стреляешь по нему восемьдесят два с критом алис умница попала с критом на семерочку его скорее всего я добью тогда мишкой потому что он в любом случае нанесет этот самый урон тогда я увеличу расстояние да ну в общем более безопасное место его поставлю добиваем этого жесткого милишника теперь снайперы должны вдвоем поработать по чуваку под полуукрытием не не по зомби а поэтому не не поэтому поэтому а вот так вот а может лучше тогда поэтому тогда мы зомбаря убьем а давай девяносто шесть умница минус сектоид минус зомбарь бэска молодец падает зомби теперь вопрос попадет или не попадет семьдесят пять процентов семьдесят пять процентов я dream team и повышение сразу все три пака минус при том что начало вы помните какое там сразу писали регул миссион миссион это и дали повышение да спулили сразу без каких-либо одного кстати врага чуть не убили может быть это из-за того что за это зомби он сам халявный выстрел из пистолета не узнаешь совсем да про халявный выстрел я забыл сори там 96 процентов все равно точно забыла но лишним не было бы ну похоже смотрите с этим товарищем он правда поотъевшийся но носы прям как надо ооо тэй с нами сейчас посмотрим мы ее скорее всего будем не в пистолеты качать а как раз в рейндж то есть овервочной снайперской винтовки для того чтобы как раз была возможность сравнить двух разных снайперов в плане прокачки главное их не перепутать ох два повышения тэй ранение получила браток серьезное ранение алиска получила повышение это специалист ну да она же бот вот она и будет с этим со взломами и прочим классно первая помощь есть а тэй идет дальнее наблюдение позволяет режиму наблюдения овервочи соответственно задействовать общий вид то есть она типа рейнджовый снайпер поехали приклад дали обязательно нужно прикладик отдать чтобы промахов не было возможно кстати даже не а снайпером там мимо расшифровка планшета цена информация это исследование нужно вскрытие копейщика тоже исследование доступно новое солдат состоянии стресса павел браток кузнецов увы хэвики видите долго не живут во первых хочу в инженерку мне нужен нужна электростанция у меня к сожалению нет свободных отсеков расчистка в процессе инжа третьего тоже нет все инженеры оба инженера заняты исследование вскрываем так сопротивление докладывает возможно наличие черного рынка рядом с одним из убежищ если мы просканируем может найти возможно найдем что-нибудь интересное три дня расследовать у нас есть бабло мы сейчас можем в школе офицеров еще какие-то бафы взять чем глубже окопаешь тем дольше процесс идет есть ячейка на первом уровне она быстрее окей но уже поздно я в следующий раз это сделаю так черный рынок поиск три дня всего лишь вскрыли солдатам доступен новый предмет сканер боя ничего себе это же хорошая штука особенно для айронмена сканер боя позволяет видеть зоны поля боя солдаты бросают его подобной гранате в ту часть карты которые хотят просканировать мастхэв вскрываем сектоидом далее идем в оружейную партизанскую школу Женька обучается новую тактику но вот либо опытный убийца чтобы люди реально начали качаться быстрее на четверть качаться либо доп лут кстати хорошо должно быть тоже доп лут тоже хорошо ну пока опытный убийца наверное ты можешь купить с третьего имжа на общей карте на своей базе макс репост ну я же сейчас копаю в другом месте ну что ж у меня что черный этот черный рынок рынок обнаружил мы сможем обменять там разве данные на ценный ресурс продать бесполезные спрос на в этом в этом месте кристаллы лерия труп сектоида кэш можно купить лазерный прицел инопланетные сплавы ну лазерный прицел я беру сразу же ускорение вскрытие ерунда продвинутая подвижность это бмп это для танчика восприятие боевой стимуляции ни к чему если мы предпочитаем более тонкие решения что а ну это тоже пбм пбм что такое пбм вообще один пбм пбм может это не для танков это говорят а это генные модификации модули солдатам а восприятие это меткость разведданных там немаловато будет а персональный боевой модуль отлично беру первый персональный боевой модуль а что у нас можно продать у у у нифига себе кэш данных я не знаю для чего он пока не исследовал но один продам наверное хотя дорого блин труп сектоида а спрос да типа на них на трупы сектоидов спрос высокий кристаллы не продавайте понадобится но я не все продаю кристаллы не продавайте понадобится не просто денег появилось много 300 черный рынок внизу доступен понятно что теперь что теперь абсолютное оружие брошенный блокпост можно да тут контакт но спутников нет оаа еще секретный объект адвента который нельзя не стоит игнорировать так давайте я в школу офицеров для начала купить ученого инженера срочно а где это тоже на черном рынке ученые инженеры продаются вроде нет опа капралу можно было сразу взять рейнджер на глобусе на твоей базе в кулаке бывает инжен на глобусе на твоей базе проверим столько возможностей я теряюсь если честно пока но мне я чувствую надо будет переспать вот с этой всей темой и так и что здесь установка нет нет поставки от сопротивления вот они Ильдар Каримов инженер ледокола можем нанять это Ильдар реально это ледокол хе-хе-хе-хе хе-хе-хе 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 120 материалов не хватает на рейнджера какое звание не мне такие не нужны так я хочу на 130 там купить еще бафф в школе здесь миссия что у нас по ранениям. Сколько у нас вообще бойцов-то? Ё-моё. Окупив инжа, мы, наверное, покопаем обломки. Вот. Ильдар займётся этим вопросом. Далее. Оружейные. Бойцы. Господи, ранения. Сейчас Женька за один день научится. Мы хэвика возьмём. Бесса. Ей, кстати, снайперский прицел нужно сделать. Вот. Персональные боевые модули. Плюс 9 меткость. Продвинутое восприятие. А на пушку, но скорее всего это я Тэй отдам, я добавлю улучшение оружия, улучшенный шанс крит урона. Плюс 5%. Ну тут урон при промахе, при клад. Ну лучше, наверное, крит. Урон при промахе нужно давать чувакам, которые промахиваются, как подсказывает Кэп. Ранение 8 дней у Тэй. Видите, она такая приуныла немножко. Улучшение оружия. Это... А, стоп. Это БСП вернулся, что ли? О, БСП вернулся. Давайте БСП тогда дадим приклад. Затем в школу, в партизанскую школу. И, наверное, я соточку сейчас потрачу на лут. Да, кстати, об восприятии лучше было дать Тэй, потому что общий вид дает 14% штрафа. Так, задача исследовать секретный объект. Охраняется тщательно. 125 материалов. Давайте, поехали. Хотя, может быть, имело смысла подождать Женьку. Стоп. Может быть, стоило Тяжа подождать, реально. А то у меня нет хэвика. Да. Нет, давайте я по-другому сделаю. Я лучше... Наброшенный блокпост. А, не фанда, не тяж. Точно, не фанда же я делал штурмовиком. Тяжи у меня все отдыхают. Так. Евгения Рейнджер. Показать бойцам. Молодец. Далее я хочу в партизанской школе все-таки взять... Давайте револьвером в школу отправим. Гренадерам пусть будет. 10 дней. Что произошло? Продвигается проект Аватар, я не знаю, чего он... Персональный модуль не забудьте, не одел, я не видел. Уже одел. Недоступно задание. Я понял, нужно двигаться дальше, чтобы... чтобы добираться до этих проектов. Видите, у нас жесткая ситуация сейчас. Надо... Надо было, наверное, в Индонезию, сюда, и тогда бы мы добрались. Я понял. Ладно, три дня ждем. Сообщение от Совета. А, нет, это месяц закончился. Плюс... Плюс 217. Через две недели скрытое событие за 30 разведданных открываем. Через три недели среди мирных начнут появляться безликие. Потом рейды Адвента. Репрессии среди новобранцев сопротивления. Месячные расходы увеличатся на рекрутов. Надо, наверное, сейчас рекрутов набрать. А, и вот, собственно, эти материалы мы пока игнорим, докапываем здесь. А где материалы нам скинули? Вот здесь, вот там. Вскрылись, и кто это? Что дали? Пси-технологии и ментальный щит. Имунитет от всех ментальных воздействий, включая панику, контроль, психотехнологии. Жесть. Задание. Юрий Васильев, инженер и разведданные. Ладно, слетаем. ИМЖ нужны. ИМЖ это деньги, это строение, это все. Блин, столько я не успеваю на все вообще. Так, теперь, теперь. Женька, штурмаж. Хэвиков нет вообще. У нас еще Элис, кажется, ой, в смысле, Тейп, не... Подождите, подождите. Там надо импланты вытащить у раненых. Мантич отдыхает. БСК. Браток тоже на картах сидит. А вот она, Тейп, ранение. Улучшение оружия снимаем. Эй, а можно снять? Там, правда, шанс крита. Снять нельзя, говорят. Прикольно. Итак, у нас Евгения... А почему... А, нет, это вокруг бота Алиса летает. Андроид. Здесь Хилл. Снайперская светошумовая. И, наверное, вторую светошумовую брать я не буду, потому что у меня ее тупо нет. А дым? Дым тоже брать не буду. Точно никаких улучшений не сделать. Окей, жалко. Ладно, поехали. Значит, два специалиста, два снайпера, один штурмаж. Хэвиков нет. Что плохо. Поехали. Вытащить ТВ-по из транспортного средства вызвали ТВ-по из тюрьмы. Не выпадает больше лута. И, кажется, я взял все-таки бонусную экспу. Сканер мог бы пригодиться. Мог бы, да. Да, меня пока что немножко смущает то, что одновременно происходит большое количество действий. и учитывая то, что нет пока представления о том, что важнее, что можно игнорировать, что нельзя игнорировать. в некотором замешательстве в легком таком. Так, во-первых, у нас маскировка. Во-вторых, у нас 12 ходов ограничений. В-третьих, я вижу, что есть достаточно большая крыша на подходе. Нам нужно добраться до сюда. И, собственно, да. Но боюсь, что до второго здания я так просто не дойду. Тем более, видите, здесь уже есть здесь уже есть зона, где меня видят. Давайте сделаем сейв. Кстати, уже там третья миссия без сейвов. Но это не Арионмен, в конце концов, поэтому... Так, БСП, штурмовик. идет идет или попробовать все-таки на... Вряд ли я на здание заберусь. Я вижу, где подняться можно. Хотя, можно попробовать, почему нет? Посмотрим, как они стоят, в конце концов. Можно попробовать с... 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 Так, я беру специалиста Михаила Мирчука-бобра. Мы с Гревлиным сейчас попробуем поближе подобраться. А какой рейндж, интересно, для хака-то? Пока я не вижу. Опасно, подхожу. Новый, новый, новый юнит. Змея. А, мы уже видим, типа. Ничего себе. Так, ну, Бесса тоже пойдет в мили. А вот... Да, хотел сказать, а вот Тэй останется. У нас же Тэй отдыхает все еще. Ну, пока Вижена нет. Это Финкмены старые, только в реальной оболочке своей. А-а-а-а, только что... Я думал, у меня послышалось про Финкмен. Оказывается, нет. Ладно, подходим. Пофиг. Мне нужно поскорее на дом. Как они шептом еще разговаривают, пока не спурили? Так, специалист. Есть, могу попробовать взломать. Что у нас за бонусы? Полетел гремлин. Получите небольшой запас материалов. Неудачный взлом повышает защиту и мобильность противников. Жадность. Еее! О-о-о! Небольшой запас материалов. Изи им. Ну и мы еще сняли зону... А что за материалы-то получились в результате? Так. Опасно. Я бы уже заскочил на крышу дома. Я попробую. Окажу, окажу. Причем штурмовиков лучше не заводить. Рейндж не тот. Алиску заведу. Давайте сделаем это. На моем пути. Окей. Можешь свистим. Можешь свистеть. Давай. Зауэля. А, дверь дома можно открыть, если руками открыть, а не с ноги. Хорошо. Да я не буду оставлять даже штурмовиков. Бог с ними. Забираемся на крышу. Получаем и вижен хороший, и укрытие более-менее. Главное, что сейчас уже можно. Вайпер его зовут, да? Я думаю, уже можно начинать стрельбу. На следующем ходу. Кого только подводить. Штурмашей надо подводить. Здесь меня не видят, в общем-то. Не должны. О-о-о-о. Ай, грязь. Хочу я левее брать. Могу спулить. Бобер тоже заходит. О, можно еще взломать. Ничего себе. А не рановато ли им? Надеюсь, они не спулются. Время сканирования Мстителя снижено на 4 недели. Это не взлом двери, это взлом фургона. Отлично. И... Скан будет... Специалисты хорошо бафают. То есть, постоянно нужно иметь возможность... Ну, как минимум. И даже не сагрил никого, судя по всему. Так, ничего. Пограмм сейчас. Я бы начал, конечно, с гренки сюда. Потому что, мне кажется, право, это точно с пулицами. Так, давай я овервотч тогда. Овервотч. Овер. 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 И... Бэской мы... А, вот. Руки молнии можно сделать. Это халявный выстрел из пистоля. Попробуем. Оп. Уклонение. Ну, единичку нанесла. Ребята! Сейчас начнется жара, вообще. Спортит нас. Понеслась. О, красота какая, а! Фу, прыжок с дробовика, вообще классный. Такое... Четыре урона вниз, там еще с дробоша в кого-то. Как... О, да, попали по змее. Змея больше не словила. Хотя здесь еще, да, сагрились. Я догадывался, что они придут. Побежали. Кто-нибудь, ребят, нет? Нет. Фух. Хромакей тупит. Да ладно, забейте, ребят. Какой... Причем здесь хромакей, в общем? Скорее всего, светошумовая пойдет вниз. А, это еще, типа, мой ход. То есть, предлагаешь флангануть и попробовать. Я предлагаю дым кинуть тебе. Классно. Их четверо. О! Метку поставил. Я без укрытия еще стоял почему-то здесь. О-о-о-о. Овервоч один. Этот наверх поднимается. И сейчас будет стрелять. А там у меня кавера нет почему-то. Капец. Как я так встал-то? Да, змея притягивает на такой колоссальной дистанции. Блин, только не Женьку. Нет! Капец. Только учебную подготовку прошло. Это наверх вот еще. В общем, может попробовать освободить вайпера. Урон неплохой. Снимем все хп. Там овервоч. Ну и Авдейму, может, спасет. Я еще выше. Да как попал! Короче, змея мне вообще все тут планы просто испортила. Реально укрытий маловато будет. Я вот не могу понять, тут будет овервоч или не будет. В смысле, не овервоч, а стрельба. Нет, надо освобождать правых пацанов. Как ты освободишь? Можно хил кинуть? Нужно кинуть хил. На БСП ли. На БСП ли. Да, ну видите, змейка какая-то, какая жесткая. И хп много, и просто берет, вытаскивает. Но я ошибся, конечно, еще с кавером. Очень серьезно ошибся я с кавером. Подхожу БСК, и овервоч вроде быть не должно. Пистолета с этой позиции должен попытаться пострелять. Я хочу попробовать по змею пострелять, но по змею не выходит. Я ее не вижу просто. Из револьвера стреляю по этому. Что делать? Можно попробовать еще запустить протокол помощи. БСП, скажем, на БСП, в надежде, что 20 защиты сыграют какую-то роль. БСП еще промахнулся на 88. Там продолжают душить. Здесь же здесь флангуют просто и к черту убивают. Ну ладно, два бойца минус, я лучше заодно это миссис пройду. Да, жестенько. И вот и как играть с этим, с Imposable Iron Man, если ты тупо не знаешь, какие свойства у юнитов? АБСП, да, АБСП подвел опять. Так, ну, с другой стороны, мы знаем приблизительно, где что находится. Да, вот это вот. Да, вот это вот. Я, наверное, ее сначала сниму. Бежали. Опять и без кавера стою. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Делим. В дом зашли. Так, здесь взламываем. Получили запас материалов небольшой. И можем вернуться на исходную. Здесь необходимо укрытие, как воздух. БСП. Так, не знаю я БСП. Что тебе делать? Отображалось, как будто меня будут... Да! Опять, блядь. Зачем я стекла-то бью, капец. Там же была иконка, что сейчас, типа, вас спулят, блин. Вот я Василия. Нужно гренка. На змею. И укрытия нет. Капец. Худший просто пул. Худший. Так, ладно, я спрыгиваю. Тут все равно места нет для укрытия. И мне милишниками нужно подходить. Кидаю... Кидаю, говорю, гранатом. Укрытия нет. Сейчас могут пострелять снайпы. Бобер тоже может пострелять, в принципе. Ну как снайпы? Тут не снайпы, тут скорее просто товарищи сверху. Есть. Алиса. Значительную часть хп сносит. Остается буквально двушечка. Бобер сделать ничего не может. Я, наверное, сделаю выстрел... Руки молнии по Вайперу для начала. Из револьвера. Потом смогу еще действовать, насколько я понимаю. Ну, да. 89. А давай, мне повезет. Вообще же. Клево, да? Абсолютно по-идиотски начал, но... 10 ходов, кстати. Ну что, крыша? Крыша, Миша. Проверяю сначала бобром, а потом всеми идем. Награду выбирать надо за взлом, я понял. Класс. Довольно удобная, на самом деле, в управлении игра, если... Приноровиться немножко. Розерфиви поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Скажи, Майкер, только максимально откровенно, как тебе эта игра по сравнению с первой частью? Пока смешанные ощущения, она очень сильно отличается, чтобы ее сравнивать. Ну, я бы после трех-четырех трансляций высказался бы. Но мне скорее нравится, естественно, чем не нравится. Потому что очень много традиций, знакомых вещей, и при этом очень много, что поменялось в лучшую сторону. Ну, там, по инжам, по модели самой выбора миссии. Но надо больше времени, я уверен, чтобы распробовать ее. Потому что она непроста для... Здания готовят. Так, стоп. Мы что, пулим? А кем мы пулим-то? Бобром пулим. На крышу забрался один. Не, не, не. Все под... Все под... Я предлагаю дым. О, меня сбоку могут обходить. Тут простреливать могут. Возможно, пару гренок туда им закинуть. Видишь? Видишь? Уже хорошо. Алиска. Что может Алиска? Алиска как раз может и... И должна, я думаю, кидать гренку. Потому что она не подходит под нормально. Хотя одна-одного тоже видит. Не, какая лухая оборона. Ты что несешь? Пробуем закрыть, по крайней мере, двоих. Не выходит двоих. Ну, самый главный, конечно, это офицеры. Вот это вот. Но мы его... Блин, как же. Так, погоди. Там были еще гренки. Может быть, зависит еще и от угла. Я вроде там без шансов. Зависит от угла, но... А тут дым будет, да? Дым. Вместо пистолетового истила. Бум-бум. Крыша проваливается. Солдаты погибают. Будет аккуратнее. Нифига себе. А что по взлому? У нас же там бафы были. Хотя лучше, наверное, мне... Пострелять было. Посмотрим. Ну, кажется, они заранее генерятся. Неудача нет эффекта. Навык взлом увеличивается на 20. Хорошая тема. Или время с кадом. Или время с кадом. Поехали. Нет! Успех? А, ну... Понятно. Какая-то дичь. Что тут думать? Не знаю, что тут думать. А мы на мели... На мели убьем одного, скорее всего, да? Здесь дым, скорее всего. Здесь гренку, которая нормально не ляжет. Ну, не ляжет она нормально. И лучше пострелять... Не, не лучше пострелять. Лучше как раз гренку кинуть, чем... Хоть... Хоть как-то кинуть гренку на одного. Ладно, давай вот так вот. Может, и вижен даст. Сам сейчас здание взорву, которое... На котором нахожусь. Оу. Так, он теперь вроде... С меньшим кавером. Да, я теперь его вижу алиской. Но я хотел здесь дым делать. БСП его тоже видит, в общем-то, из дробаша. Добьет. Давай, это опасный самый. Ба! Хорош. В принципе, можно и в мели сейчас зарядить. Ну, хотя там фланг будет. Повышение получил. Ну, осталось два человека, только, к сожалению. Порезать могу. Женька, вылететь. Но... А давай, ладно. Поехали. Хопа. Фигак. Охренеть. Ну, и меня флангуют. Бросок дыма. Попробуем на нее. А куда там? Стреляй по этому из пистолета. Я не убью, но... Может, у него паника там какая-нибудь. Сработает, не знаю. И он не станет Женьку бить. Или промахнется из-за ранения. Да, да. А, нет, смотрите, он, кажется, валит. Да, он испугался. Он испугался. О, здание рушится. Реально, мы тут уже горим. Так, ну пока все живы. Так, Женька пошла резать дальше. Главное, третий пак не спулить. На! Класс. Штурмовики, конечно, тут вообще дикие. И тебе дробаш. Твою жметь. А вот это провал. ГГ-шечка. Женьки. Здание продолжает гореть. Мне вроде как нужно спускаться, а вроде... Ооо, какая грязь. А вроде с этими надо еще сражаться. Так. Бобер. Во-первых, защиту. Протокол помощи на Женьку. Какая интересная тема, блин. Так, двадцаточку поставили. Там фланговать будет, скорее всего. Но протокол все равно может помочь так же, как может помочь. И дым. Я спускаюсь вниз. Ребят, я спускаюсь. Надо подходить. И плюс крыша может упасть. Настроение разрушится. Реально, что делать буду? Так. Дым. Откуда дым? Отсюда, скорее всего, дым. Обход невозможен. А вот гранатку я докину. Светошумовой. Кажется, нет. Я не знаю, почему я ее не взял. Эту топовую гранату. Но не взял я ее. Шел дым. Алиса. Алисе прятаться практически негде. В самом здании прятаться я очень не хочу по известным причинам. Так, АБСП чего? Тоже полуукрытия сплошные. А хотя нет, вот еще фулкавр остался. Позисионка... Подтверждена, в общем. Конфирм. Пэх-пэх. Есть гренка, но гренку я тут ну никак не... Кидываем. Осталась Алиска, да. Алиска сап, в принципе, она может на себя дроида повесить. Ой, а могу защитного еще кинуть? Не, не могу. Второго защитного не кинуть. Опять я Билку забыл. У кого? Так он же не видел, когда стрелял. Он же должен до... Хотя, может быть, он... Да, он, может быть, до хода даже может это делать. Короче. Нужно понять, что делать... Последним товарищем. Да фулкавр, беги из дома. Можно было, конечно, оставить Алису на крыше, но это как-то негуманно. Учитывая то, что здание уже наполовину охвачено огнем. БСП. Поговороть особо не нужен. Давай 46, ладно. Хорош! Пятерочка. С богом, пацаны. Сектоид флангует. Может, он панику будет. А, нет, он зомбаря поднимает. Или нет? Да, зомбаря поднимает. Ну, я надеюсь на промах, на самом деле. То есть дальний-то под укрытием. Хотя под полуукрытием. Хотя нет, они все здесь. УААА! У меня есть медикит, там. Я смотрю вверх, здесь! какая жесть я отбегаю от зомбаря раз будем резать скорее всего skoda стреляет пробует убить на халяву с пистолем не убивает у бобра гарантированные попадания чёрт мне еще сектоиды резать там ранение тут лечить надо скорее всего 75 давай 75 хорошо еще не подошел то блин трепет скачать трепет скачать трепет скачать или даже не хил все-таки ладно давай есть хил 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 раз два три 4 5 6 7 никак в общем значит skoda стреляет убивает этого из пистолетом бобер у нас запускает гремлина на лечение причем запускает он ё-моё на беску беска ценнее на данный момент чем бсп беска получила ранение серьезно это это 77 35 77 то справимся мы вот 35 это проблема так то я ему единичку наношу полюбасу лучше его потихонечку долбить подходит сектоид паника выстрелы что либо контроль либо паника или дезориентация например паника зомби идет стой да ладно как дошел или не дошел да нет да твою ж меть ну как так чего ты так быстро бегаешь то здание справа взрывается паника пошла и выпад на сектоида поехали по нему бонус 6 урона отлично ааааааа жесть пробую халявный выстрел аа халявный выстрел из пистолей я как бы понял тебя ты паникуешь БСП может порезать еще разок давай Лут Зомби падает, но много ранений Это будет, конечно, жесть Ядро Иллерия, модифицированный расширенный магазин Улучшает Это улучшение повысит запас Боезапас любого оружия На который будет установлен Так, теперь Двигаемся К випу Он внутри Здесь 5 ходов Как зайти-то сюда? Ага Лучше не торопиться Вдруг еще паки будут Гремлин лечение на БСП Запомни, дробовик лучше работает против солдат И хуже против монстров, чем меч Да, я понял Ну, хорошо, спасибо Как открыть там? Випа Есть, випа Взяли Я считаю, кажется, что это не все Хотя ходы есть Давай на пол хода Эвакуация близко Так что, может быть, это и все Женька еще ранен У меня три ранние вообще Три Или два Три, кажется Зашел не туда Да ладно же Энд Да Капец Надо было на пол ходить Хотя, может, мы успеем Я проверяю Бобер идет вперед Там пока никого Он Эвакуация Эвакуация Женька успевает Сейчас Випа Оставим еще здесь БСК тоже здесь Успевает Элис успевает Так, успевает И Вип В общем-то О-о-о-о-о-о-о БСП БСП беги, беги Так, ВИПА спасли Фух Фарми лол, говорят Да ладно А вот и подкрепок, опять Хотя это обычные солдаты Смотрите, какая дилемма Я могу подбежать, но мне кажется, что мне не хватит То есть я не тыкну Успел, говорят То есть я смогу эвакуацию тыкнуть в конце хода, да? Да, смогу Ну как бы это фулл ход Просто не сталкивался тоже с такой ситуацией Три ранения, никого не потеряли В конце концов, но раненых Раненых море Возвращаемся домой Такая сидит домой Девчонки БСКУ жалко, да Она на месяц включается из борьбы Может попробовать на черном рынке какое-то повышенное восстановление найти? Настреляли они знатно Хотя повышение только одно У БСП Трое еле стоят на ногах БСП либо фантом, либо мастер клинка Блэйдмастер Фантом, когда отряд обнаружен, боец остается замаскированным Или мастер клинка Дополнительные два урона Ко всем атакам мечом Модифицированный и расширенный магазин И Юрий Васильев Какой-то пижон Что за... А, инженер Хорошо Достаточно солдат Юрий Васильев Короче, нужно сейчас рекрутов Рекрутов нанимать Слишком, слишком Так, кто у нас тут есть Из знакомых Наталья Соловьева Вот Сергей Родионов Поми И Сергей Щербаков Это Хав, кажется Да, заслуженный ветеран Военного ремесла третьей степени Просто админ В Китае известен как ХВАК Но нет У нас Сережа На этого материалов не хватает А Сережа у нас как? Сережа Ветеран звездного ремесла Конечно же В его отряде лохов нет Мечтает прокатить мутонов В багажнике Да, для тех, кто недавно присоединился У нас к каждому из бойцов Есть собственный бэкграунд Например Благодаря БСП Он, собственно, нагенерил персонажей И сделал им описание Лидер повстанческого движения Закакон Это закачанный контент Надежный охранник границ Артстоцких Финансовый директор ООО Дивинти Павел Кузнецов Браток Чит? Чит Это Бесса, которая раненая Это кошак 47 дней Капец, как я без снайпера буду жить Михаил Бобер Мерчук Уже почти 8 лет ведет Бобру против инопланетных захватчиков Мастерски оценивает ситуацию И фейлит Вооружен винтовкой ФИВА 30 Написано тут Не любит мед Не боится мутонов Мантич Как же Ну, сейчас он возвращается Два дня, Мантич вернется Самый непрофессиональный боец XCOM Имеет положительную динамику Предпочитает перемещаться Перекатами Скромный консольный стример Револьвер Кстати Он обучается Устали быть бобром? Охота в мастер лигу? Вы попали по адресу Надо будет его взять Алиса В честь бота Автономный, легкосплавный, идеомоторный Самообучающийся андроид Женечка Гусева 36 дней ранения Капец Воевала бок о бок С известнейшими бойцами Отряда XCOM Верная боевая подруга Бобра Пережила Пережила звонок Ани Коты Девятый подъезд Терришард Стоцка Greatest Solidar in the World Тей Стройный хант И каджит в законе Специалист по камуфляжу Не замужем Но большинство из бойцов Как вы видите Раненые Не готовы Ани Коты Да, ани Коты Это конечно топич Ани Коты Что мы получили Мы получили Нового инжа Которым Которого надо Отдавать Копать Слушайте, я могу уже В партизанскую школу Инжа отдать А нет, нет, нет Не могу, наверное Материал Материал Достать Можем дальше Я могу на несколько 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 инженеров На одну штуку Снаряжать Секундочку Доступные ресурсы Еще одна поставка Сопротивление Не забрали Шесть дней Снижение стоимости Контакта Удалось Добиться Определенных успехов Участники Сопротивления Представили Отчет об активности Расследовать Господи Как же Тут Всего Черный рынок Здесь Да Давайте посмотрим На черном рынке Нет, нет, нет Погоди, погоди Погоди Дай мне сначала Ну, вроде Не получается То есть По одному Инжу Идти на брата Так что Я пойду Копать Дальше Хорошо Значит Нам нужна Электростанция Нам Один Боец Господи Может За разведданный Купить сразу Кого-нибудь На черном рынке Вроде были Долковые люди Так Ресурсов Много 275 Хорошо Черный рынок Лететь Надо Но лететь То недолго Здесь До сих пор Я Так Возвращаемся Возвращаемся Ученый 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 нужен Павел Рюмин Увеличил Скорость Исследований Сергей Родионов Ожидает Приказов Блин Может быть Все-таки Нет Нет Так Материалов Мало Ну мы сейчас Потратили Просто все Здесь Куда ты Ну хотя Ладно Да Тут Не дособирали Да Установи С Азии Контакт 7 дней Да Давайте Строфический Денег Не хватает Тебе Походу Надо Заниматься Проектом Аватар Да Да Наверное Да Пси Технологии Преследование Завершено Доступен Новый предмет Улучшенный Пси Усилитель Новый отсек Пси Лаборатория Лаборатория Позволяет Превращать Новобранцев Пси Агентов Заменяя Стандартное Обучение Изнурительной Ментальной Подготовкой Которые Должны Открыть Икскрытые Пси Таланты Улучшенный Пси Усилитель Вариант Пси Усилителя Способен Более четко Проецировать Пси Энергию Своего Владельца Да Тут Кстати Пси Технологии Во втором Икскоме Они как бы Базовые То есть Тут Сразу И против Тебя Сектоид Пси Захват Разума Все дела Ну и Вы можете Технологии Ази Контакт Или Аватра Провалишь Понятно 32 дня Другие пушки Расшифровка Кэша Данных Пришельцев Давайте планшетик Расшифруем Я не знаю Что это такое Любопытно Так Значит Азия Четыре дня Зона испытаний Доступны новые Инженерные проекты Новая Служебная ячейка Увеличивает скорость Работы над проектом Юрий Васильев Ожидает назначения Показать отсек Это мы что Типа докопали Или А это Литейный цех Сделался У меня сейчас Нужна электростанция Какая-нибудь Да Что у нас здесь есть Экспериментальные Боеприпасы Пришельцы используют Своим оружием Различные экзотичные Боеприпасы В ответ Можем разработать Собственные боеприпасы На основе Ядер Элерия Чепной Бур Физический интерфейс Доступ К чипу Адвент Экспериментальная Граната Эти боеприпасы Сейчас попробуем Инженера Да Инженер Васильев Назначено Да Получается Да Скорость работы Проектом Вовеличена строительство отсеков один день поки новые цели обнаружили новые цели для партизанских операций посмотреть выбор материалы или новикова ученый предотвращает два события добавляет скрытых безликих при каждом задании или увеличивает стоимость новобранцев блин безликие веселенькие ребята новобранцев у меня катастрофически не хватает короче я пойду за баблом и предотвращение этого с безликими буду их настреливать за экспу азия для тебя сейчас важнее то есть игнорировать можно бонус это понятный один ученый и стоп 160 игнорируем там специалист вроде нас часть настойчиво мне говорят игнорируем инопланетные обломки расчистить расчищены я думаю надо ставить доставить supply в смысле этот энергию энергоблок дмитрий мерчук будет заниматься этим господи с бойцами все еще шляпа причем такая серьезная шляпа только браток вернется стрессу мантича но есть на самом деле пацаны но еще револьвер придет у тебя контракта 33 нужно станции наблюдения срочно ну как я и поставлю если у меня Нет энергии Как я ее поставлю? С чего ты мне ее предлагаешь делать? Энергия 12.12 И МТДОЧ ТОР поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Никого не слушай, делай по-своему Я хочу наслаждаться иксчемом как можно дольше Так, револьвер готов Надо, наверное, кого-то еще из Лемминга подправить Три-три контакта, зачем копать макс-репост? А куда ты инженеров собираешься еще девать? Куда? Так, хоть материалы мы со временем получаем Я сделал свое дело, чтобы получить новые рекрутов готовы, для того, что они противятся Но иметь командира вернуться, это большая уверенность, чем любые слова Медотек инжейда, кстати, хорошая тема Партизанская школа Нет, это отмена Я не могу в партизанскую школу инжей назначить Медотсека вообще нет самого по себе Для начала Я понял Ждем мучительные Мы постелить сильнейшую возможность нанести удар по символам Да Нас за скип-миссии Проводят репрессии среди новобранцев Увеличиваются расходы И второй сейчас должен среагировать Да Что, единичка еще, да? Сейчас еще один будет Так, клево-клево-клево-клево Азию подключили Подключаем дальше Третий регион Энергостанция Модуль спутниковый Бабло Миссии без ранений А то как-то вообще жестко выходит Приджойнили В общем, третий регион Будем получать бабло Периодически Доходы 55 материалов Новый регион Восточная Европа Но у меня нет модулей, кажется Они мне не... Коннекты не будет, короче говоря Так Давайте я на черный рынок стреляю Слетаю У меня есть немножко бабла Продавать можем Ой, стоп-стоп-стоп-стоп А что там в цене? Труп солдата Кэш данных На науровневый жилет Ооо Я же могу сделать науровневый Ага Он как раз у меня 30 стоит За Окей Попробуем что-нибудь полезное Найти Ученый Сантьяго Перец Нифига себе Тут можно было сразу Вот если бы у меня были разведанные Плюс единичка Я мог бы С... С... Да деньги не помогут Может школу снести Поставить станцию Ооо, кстати, в школе У меня там апгрейды Назад Это просто ускорение Я просто думал, что Может быть он Моментально действует Так Эээээ... Нет, это ересь, конечно Что требуется для Лейтенана Звание Еще размер отряда Снайпер Дополнительные 10 выставов Скрыть Это потом Это капитаны И прочее так как нибудь я смогу форсировать надо будет сразу ставить реле питания 9 но в принципе не так долго еще ждать когда электростанции будет готова четыре дня патроны боеприпасы экспериментальные приоритетный черепной бур физический интерфейс для доступа к чипу помещаемый грубой силы я не знаю для чего для чего это как-то пригодится делай бурни мне говорили делать патроны я не буду делать так как говорят потому что это противоречит очень часто девушки так значит деньги пока материал пока я не буду в азии в азии третье отделение да все все основное оружие получает дополнительную ячейку для улучшений дополнительную ячейку для улучшений так европа новая индия может слетать сюда заброшенными материалами там буквально два дня нужно полетели вышки дадут доп связь от замена модулей я понял да не понял на самом деле пришельцы затаили засаде все теперь в каждой миссии нас будут ждать такие пацаны 66 материалов вернули окей так вышки 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 можно слетать на задание на самом деле восточную азию сюда а что это у нас исследовать объект отдаленные много материалов дадут спутниковую станцию строишь на базе тогда можно больше станут и печи да я понял хорошо ну в общем ждем когда доделается электроэнергия реле питания через восемь дней и пока наверное я полечу на эту миссию а это сюжет который снижает аватар я понял в любом случае господи у нас ты вернулась но второго снайпера нет револьвер хэвик мантич хэвик михаил саппорт алиска подожди а кроме алиске на что то есть только артстоска не лучше алиску взять далее ем грена 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 вот ты я наверное возьму другие гренки хэвиков и так светошум пошел светошум алиске возьму наверное дым улучшение оружия еще можно поставить размер магазина кому размер магазина то нужно в первую очередь снайпером конечно же хотя снайпером приоритет не точность там уже есть баф на самом деле так что до вариативность очень высокая на самом деле взял дым есть еще армор но он будет актуальным тогда когда вот в азии четвертая шкала там будет у нас ячейка у каждого добавится новое тогда больше гранат тогда армор тогда бур архиважен без охвата живых врагов и грозами это замедлиться я понял хорошо хорошо важно так важно еще поехали главное сейчас не дополучает сильно конце концов у нас есть если прям все жестко можно миссию перепройти что за задание у нас интересно очень много инфы за первую трансляцию я уже не вмещаю ее исследовать секретный объект эвакуировать всех солдат до завтра будет разбраин кап я точно его буду комментирует начало 16.00 насколько я помню сейчас два хэвика они ухо револьвер смотрите слева такой серьезный хорош и рыжая тэй вас кастомизация конечно совсем на другом уровне по сравнению с прошлым x-com ух ты же же мы мы понятум Pop в твоей оооооу ооооу ооо ооо оооо оооо ооо ооо ничоси да завтра xcom не будет это точно оооо потому что Там турнир, во-первых, очень хороший Биам поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Сноси школу У тебя все равно нет свободных ячеек для станции ТТ Ну как там же... Ладно, перепроверю, когда приеду Значит, 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 значит Нам прям по курсу вроде как Ну поехали Все на полный ход Как можно дальше Главное, случайно там окно не выбить Дверь не открыть Короче, там турельки сразу же Будем ломать, пытаться Протокол блокировки Так, что у нас Временные выводы строя и под контроль Давайте попробуем под контроль взять Ааааа Аааа Ой, все очень интересно реально бронированное что-то я не вижу совсем видимо из-за фулл кавером она меня видит бонус хотя может и не видит так ну допустим я буду пытаться ее убить насколько это реально и поддержал ваш канал на сумму 100 рублей капец миша береги гранаты они тебе в этой миссии вы как неплохо револьвер армор у него да трое трёх трошечка армор это круто перескакиваю мантичем 68 ну что хэвики тащат просто снайперы будут по поединички вообще мочить 63 да броня 3 поглощает уроны всего единичка а вот тэй а вот тэй ладно тэй попробует будет ой это ты и жигёшки матрёшки это же короче это беда она не убьет вообще никак не убьет броня дикой мы посмотрим что турель умеет капец это было просто просто надо было и понимаете гарантирую но выключать видимо жара кстати да зачем я сюда подлить полетел 30 врагов по вниз понижать аватара по аватаровскую панику смысла так рано нет ну видимо опять эксперты блин советчики меня решили я же не знаю кому верить понимаете но чувствую что эта миссия мне пока не по зубам ну я и пройду в любом случае как бы сейв это есть но если проходить нормально то сюда лезть не стоит раньше положенного срока какой ход пришить я же в инвизе так не понял бобер бобера вот так да да можно к ней подходить в принципе но я хочу попробовать сломать вот что он лишь не зря я протокол браке блокировки качал оглушение стабильно пойдет дайте стабильно и оглушен экспута за нее дают может быть из нее что-то выпадет еще ценным давайте просто и убьем на два хода отключили добро внутри когда могла по ним пострелять если бы если бы сушки они могут с улицы если я по это самое если начну потурили стрелять им достаточно близко находится давай проверим разрыв то есть броню он снимает иногда да 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 пурицы это плохо я надеялся ешки матрешки и они еще видят меня конечно так дым есть у нас светошумовая есть тратить не хочется дым-то менее полезен окей тогда я наверное подведу снайпера заранее револьвер не обязательно поэтому стрелять ну хотя по этим я лучше ту редко сначала убить а следующий ход уже подойти надеюсь ты не взрываешься вокруг по всем нет все хорошо алиса кидает дым ориентировочно вот так она так пищит еще как будто это хаешка какая-нибудь ну и ход врагов левый кстати не флангуется паника этот подходит под полу укрытием нет куда ты пошел блин ну хотя если еще попал револьвер было бы неплохо что перешел под полное укрытие никого не спулил сверху дым укрытия что там произошло тут упала он пол скинул и ноги вы поняли он прострелил пол и это упала сверху класс и вот как не зная таких вещей можно играть на без сейвов там просто и периодически в чатике встречается товарищ который типа гол за дубль еще за сейвов как как можно это делать если ты база не знаешь так да ладно нормально было даешь захват турели там особо хотя она может может и доставить по ним тебя предупреждали я по многому предупреждали о том что там здание горит ломается ну что товарищ может по это по полу стрельнуть и ты упадешь это конечно прикольно голосов перед взломом да нет нет попробую если что расстреляю хотя блин и я просто вырублен и все вырублено так чтобы и убью так чтобы не спулить народ попробовать стоит сейчас ладно попробуем 56 положительная вероятность временный контроль давай для временный контроль насколько ходов интересно верно парочку также так доступ есть видим пак могу и управлять кто-то говорил они слишком далеко отру или все равно доставать не будет короче xx эксперты тихо 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 ты еще не ничего не спунил с мы на овервочих половин так так теперь турец какой вероятности 70 70 а кто дальше то еще оу бэк капец тут на соседней крыше хэлло в общем мэг с двумя арморами да прикольненько прикольненько уже подводить не хочу вы знаете снайпер то надо выставить может гренка все-таки закинуть а разок куда там на этих кстати можно да вот на этих я закинул на этого всего лишь одного точно может повыше может взять вова был 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 что накрывал двоих чем красным накрывал вот вот ну вот здесь где-то нет вот 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 оп 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 я понял только сначала овервочин сделать а потом так выцеливать а поехали сейчас пойдет жара пацаны гранаты инициируем все на бы в боевой готовности турелька захваченные снимаем укрытие три хита стрепянулись да понеслась сектоит побежит первым но получит тоже первым хэвик 5 хитов элис добивает еще пятерочка сектоит минус а туретка чё повышение туретка взлом надеюсь это мой взлом или он пытался взломать мэк идет это и звездных войн надо бронь к у него снять гренками лучше командует скотина ладно хорошо значит я хочу тебя видят дэн есть гренка полетит защита возможна алиса опа турель то не наша уже моя моя фух попробую взломать мэком а сколько турели дамаги просто отображалась как как враг 3-4 вот ну типа бронированный окей взломать мэком у меня протокол тут заблочено этого я не могу короче я хочу я хочу подойти под ковр раз топовый товарищ это конечно вот это вот мэк я попробую у него гренкой снять армор поехали потому что мне его пробивать с его количеством хп и с армором очень-очень-очень долго до одну одну единицу брони убили всего одну единицу брони убили хп кстати не так уж у него и много так здесь бом-бом 95 или все-таки не пожалеете еще одну гринет нет нет мне понадобится еще гранаты стреляем хорош три урона единица броня да 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 там же еще с мечами лезут люди он давай турелькам отлично осталось всего ничего ты и добьет работаем надо было стей начинать ой как и какую туретку то что ладно пробуем мимо ну и вроде все а нету редко еще работает 50 30 50 3 или 2 выстрела говорят классно там еще лут блин как же без лута то ну е-мое лишь бежать до него надо револьвер 50 процентов пытается 4 урона пробивает хорош ну что вот и их ход турель под действием взлома все еще может быть она еще по принимает урон на себя это было бы идеальным сейчас прыгать будет скорее всего ой какой ой 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 мантича мантича подрезали паника пошла у алиски стреляли по врагу смотри он давай алиин так бобром я скорее всего пойду за лутом турелька хреново вообще работает но пусть постреляет пока крит неплохо так бобер наверное пустит дроида этого тут скорее всего виротч тут лечим мантичем без сознания турели бить не забыть времени маловато блин для этого наверное лучше просто свалю с крыши нафиг хотя а турель она из этого из уйдет из под если по ней буду стрелять ничего же мне не будет правильно думаю нет она не обидится и зарядку нужно так тэй ой не ты это да в смысле это тэй но это не небес ком надо делать одинаковые роли чтобы мальчик и девочка чтобы не путаться потом а то у тебя без а то у тебя ты трэль как наши надеюсь взлом да вроде норм паника снята здесь надо подбирать лут хотя и опасно потому что там же один живой что у нас здесь повторитель продвинутая скорость и концентрация плюс два мобильность плюс 15 воля персональные два персональных боевых модулей дорогие штуки вообще так алиск стреляет по турельке 81 хит снимает турель пока терпит отойду перезаряжусь но вдруг ее щас отпустит и пробуем снайпером все-таки снять попасть для начала нужно есть хорошо турель вырубили итак два пака плюс турель сейчас перезарядки лут взяли опа так бобер бобер давай-ка ты аккуратненько сюда за фулкавер слева же враг может быть вот алиса подходит перезаряжается тут ты пока просто перезаряжается револьвер идет вниз алиса алис 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 ты мантич не забудь вынести пока что как у так я жишь ну непонятным там вроде кнопка есть отдельная до того чтобы тащить но там же еще блин значительная карта часть карты впереди и идем дальше шум отсюда был укрытие полных нет через полу укрытие прохожу позиция хэпси а фирмитов а фирмитов фирмитов я испугался я слышу тебя он там бегает и бегает и бегает и бегает полное укрытие 1 ой спулили капец ой блин там змея будет выщелкивать я тут в очень плохой позиции нахожусь сходил двумя на пол хода блин а тут есть дверь есть дверь вытянуть все равно змея мне может скорее всего это чушь тут еще милишный один отступать нормально я не могу на полуходом полуукрытием здесь лучшее место все таки этом к сожалению потому что меня не видит здесь может быть даже вот куда-то сюда с легкостью с легкой вероятностью спалить еще один пак конечно справа но тем не менее я буду в относительной безопасности отдали твою ж мать начинаем миссию заново может не стоит вообще не щас брать ну если вообще не включу это трата времени данный момент потому что она явно не по моему уровню если особенно без сейвов проходить а время терпит так ладно возвращаемся к менеджменту я не летел на брошенные материалы полетели ты проходи сэвами нет я должен после первые первое же прохождение начать проходить без сэйвов поэтому если будешь проходить сэвами то так это понятно 66 окей погоди так эту миссию значит мы пока динамим давайте я в восточную европу лечу спутников не хватает ладно я в штаб сопротивления попробую тогда баф купить на скорость восстановление чтобы побыстрее вернулись снайпы волкам команда медицинская помощь инженера можно взять александра авдеева что клево да наверное сколько сейчас времени ребята ну все тогда сегодня первая часть трансляции закончилась потому что то что поздно и мы уже играем практически девять часов надо как-то систематизировать все то что было все то что удалось узнать из исходя из первого знакомства с игрой инфы очень очень много спасибо тем кто там оставляет комментарии дает какие-то советы дельные при этом думая дважды перед тем как это делать потому что опыта сейчас мало у кого есть игра вышла буквально пару дней назад если пропустили запись появится ближе к завтрашнему вечером и завтра же вечером приходите на трансляцию разбраин кап турнир по варикам с призовым фондом от разбраина стартовым под пятьдесят тысяч там корейцы будут мон будет снгшники китайцы будет круто начало в 16.00 но на сегодня все спасибо что смотрели спасибо что поддерживали морально и не только и и увидимся с вами завтра а по икскому скорее всего послезавтра уже в понедельник вечером